Продолжение следует... Рукоделие Ангел в видении указал Антонию Великому на рукоделие как на средство против рассеяния утомившегося на молитве ума, писал епископ Варнава Беляев. Святые отцы для сего избирали занятия, которые можно делать машинально, механически, например, плетение корзинок, веревок, циновок. Сравни вязание чулок дивеевскими блаженными. Вот рассказ о том, как Инок Ферапонт искал для себя такое рукоделие, составленное буквально по крупицам из раздрозненных воспоминаний оптинсов. Игумен Тихон. Одна бабушка вязала носки, а отец Ферапонт спросил ее, трудно вязать? Совсем нетрудно. Хочешь научу? Хочу. Резчик из Донецка Сергей Каплан. Инок Ферапонт подарил мне связанные им носки. После его смерти я благоговейно берегу их и позволяю себе надевать их лишь на праздники в храм. Художник Сергей Лосев. В Оптиной пустыне я стал заниматься резьбой по дереву и часто уходил работать в келью отца Ферапонта. Хорошо там было, тихо. Привычки разговаривать у нас не было. Да и зачем слова? Встретимся иногда глазами, а отец Ферапонт улыбнется своей кроткой улыбкой и так хорошо на душе. Мне нравился отец Ферапонт и нравилась его келья. В нем чувствовалось удивительное внутреннее изящество. Работать отец Ферапонт любил так. Бросит на пол овчинный тулуп и, сидя на нем, плетет четки, а волосы перетянуты по лбу ремешком, как в старину. Однажды, смотрю, он вяжет носки. Он искал себе подходящее рукоделие для занятий Иисусовой молитвой, а у Дивеевских блаженных вязать означало молиться. Но с рукоделием вот какая опасность. Завалят заказами. Всем нужны четкие теплые носки, и тут легко потерять молитву, так как все просят, а просящему заповедано дай. В общем, он бросил вязать, но мне и моему другу Сергею Каплану носки подарил. Потом, вижу, отец Ферапонт начал резать по дереву. Иногда что-то спрашивал по работе у меня или у других резчиков, но больше присматривался. Вскоре он резал уже отлично. А дальше я о нем ничего не знаю, потому что после его пострига перестал заходить к нему в келью. Не потому, что между нами исчезло дружеское тепло, нет. Но я чувствовал сердцем, он пошел на подвиг. А тут нельзя даже взглядом мешать. Вот еще воспоминания художника-резчика из Донецка Сергея Каплана. Работы этого талантливого мастера уже известны по епархиям. А началось все так. В 1991 году художник впервые приехал в Оптину, мучаясь вопросом, как прокормить семью с тремя детьми, если даже нищенскую зарплату месяцами не платит. Мы хорошо живем, доверчиво сказал тогда его маленький сын, даже курицу ели в этом году. У детей начиналось уже малокровие, и Сергей приехал в Оптину с тяжелым чувством. Неужели надо уходить в рекламу и ради денег кривить душой? Но Господь судил иное. Рассказывает Сергей Каплан. Приехав в Оптину, я в первый день стал рисовать портрет преподобного старца Амвросия Оптинского. Работа так захватила меня, что через два-три дня портрет в карандаше уже был готов. «Покажи портрет отцу Ферапонту», — сказал мой друг Сергей Лосев и повел меня к нему в келью. Уж как мне понравился отец Ферапонт. Помню, вышли из кельи, я говорю Сергею, слушай, какой красивый человек, нельзя ли его сфотографировать? Это же Тициан, точеные скулы, ярко-голубые глаза и золото кудрей по плечам. Главное, в нем угадывалась нежность души. Человек я по натуре стеснительный, и показать кому-то свою работу для меня пытка. А тут без тени смущения я сразу отдал ему рисунок. Отец Ферапонт долго и молча смотрел на портрет преподобного Амбросия, а потом как-то быстро взглянул на меня и сказал, «Тебе надо заниматься этим». Причем сказал это с такой внутренней силой, что, вернувшись от него, я тут же перевел портрет в прорезь и начал резать икону преподобного Амбросия Оптинского. Я никогда не резал до этого, но как же хорошо работалось. Позже меня благословили вложить в мощевик на иконе частицу мощей преподобного Амбросия, и я передал эту икону в дар храму. Так нежданно-негаданно начался мой путь резчика. Помню, отец Ферапонт показал мне свою первую работу – «Резной пароманный крест». Впечатление было очень сильным, но как передать его? Вот бывают нарядные кресты со множеством деталей и подробностей. Каждый завиток тут отделан так изящно, что можно любоваться им как самостоятельной картиной. Частности заслоняют главное, и на первый план проступает мастерство художника и его горделивое «я». Вот я какой мастер!» В работе отца Ферапонта была суровость и лаконичность. Глаз сразу схватывал фигуру спасителя. И уже в композиции означалось «Спаситель – центр вселенной», и все не главное рядом с ним. Изображение спасителя на кресте – это всегда вероисповедание художника и ответ на вопрос «како веруешьи?». Ведь бывают изображения совсем не спасительные, с переизбытком плотского чувственного начала, что особенно часто встречается у католиков. Тут на кресте несчастный страдающий человек. Его, конечно, жалко, как жертву насилия, но столько здесь плотской немощи и бессилия, что это именно человек, а не Бог. Так вот, в распятии отца Ферапонта меня больше всего поразила фигура спасителя. Это Бог, добровольно вошедший на крест. Бог и все. Словами не скажешь, но от креста исходила божественная сила. Меня так поразила эта работа отца Ферапонта, что я тут же начал вырезать нательный крест для нашего батюшки Никиты, сделав его чуть крупнее обычного. Готовую работу я хотел показать отцу Ферапонту, но не нашел его и показал другим. И начались толки. Да канонично ли это, и кто так делает? Человек я по натуре мнительный, а тут готов был провалиться сквозь землю от стыда, и чего полез не в свое дело. Все, не буду больше резать кресты. Так бы оно и вышло, но тут мимо меня шел в храм Инок Трофим и попросил показать ему работу. Взял он этот крест и простоял с ним всю службу, а сам все глядел и глядел на спасителя. Он мне ни слова не сказал, но возвращал работу с такой неохотой, что даже на меня не взглянул, но смотрел, молясь на спасителя. И вдруг я понял, что должен нарезать кресты. Когда неожиданно для меня мои работы оказались нужными храмам и людям, я объяснял для себя это тем, что новомученики Трофим и Ферапонт как бы благословили меня на этот путь своим сердечным участием. Я молюсь им всегда и благодарю за себя и за своих детей. Завершает рассказ Отец-эконом Оптиной пустыни Игумен Досифей Вот сидел Отец Ферапонт в своей келье и резал кресты, как казалось мне, медленно. А работал между тем так добросовестно и качественно, что сейчас, смотрю, пол Оптиной носят его пароманные кресты. И у меня, слава Богу, его крест. Можно было привести еще рассказ, как отец Ферапонт плел четки, используя самые разные материалы. Шерсть, бусинки, суровые нитки или лен. Однажды он выстелил снопы льна на снегу, вытрепал его, а потом из льняной пряжи плел четки. Но такой рассказ был бы повторением предыдущего. А потому, скажем, в завершение. После смерти отца Ферапонта в его келье нашли мешок с четками, которые он сплел, занимаясь Иисусовой молитвой. И сейчас многие в Оптиной носят эти намоленные четки новомученика Ферапонта Оптинского. Я тебя в порошок сотру Когда инока Ферапонта поставили по послушанию на склад, один человек сказал, «Ох и намучаетесь вы с отцом Ферапонтом, он же из прошлого века сбежал». Сперва никто ничего не понял, но кое-что прояснилось потом. Пока монастырь был маленький, со склада выдавали по единому слову «Отец эконом благословил». Но монастырь разросся, и как раз в ту пору ввели новый порядок. Теперь, чтобы получить что-то со склада, надо было выписать накладную. Накладные были тогда непривычны, и кто-то пробовал хитрить, доказывая, что если ему не выдать немедленно, скажем, гвозди, то вся работа из-за бюрократии встанет. Инок Трофим, тоже работавший по послушанию на складе, поступал в таких случаях просто, весело бежал в бухгалтерию и, оформив накладную, тут же выдавал необходимое. Инок Ферапонт сначала выдавал, а потом шел в бухгалтерию за накладной. Ничего никогда у него со склада не пропало, но в бухгалтерии происходили сцены. Бухгалтер Лидия вспоминает. Начнешь ему пенять, что сначала надо выписать, а потом выдавать, а у самой сердца переворачивается. Как же переживал отец Ферапонт. Стоит потупись и лишь тихо скажет, но мы же христиане, как можно не доверять людям? Он был человеком не от мира сего и такой чистоты, как хрустальный. Он жил по законам Евангелия, а это мученичество в наш век. Разумеется, оформить накладную задним числом – это непорядок. Но, может, потому и появляются среди нас такие люди, как отец Ферапонт, чтобы напомнить об ином порядке. Всего век назад в нашем Отечестве купцы заключали многомиллионные сделки без всяких бумаг, но на доверии православных друг к другу. И страшная угроза – я тебя в порошок сотру – означало вот что. Купец записывал долг мелом где-то на притолоке. И если случался злостный обман, то имя должника стирали в порошок. То есть просто стирали запись, уже не требуя возвращения долга и предавая обманщика Божьему суду. Когда-то больше всего боялись греха и Божьего суда. Избегать женщин и епископов Любимой книгой Инока Ферапонта были писания преподобного Иоанна Кассианна Римлянина. «Вот настольная книга каждого монаха», – говорит он. А преподобный Иоанн Кассиан в частности учит, что монаху надо всячески избегать женщин и епископов. Избегать епископов – это, говоря по-современному, избегать почестей и сана, ибо именно епископ рукополагает в сан. А отец Василий с отцом Ферапонтом были из рода того древнего монашества, что знает лишь две дороги из кельи – в храм и в гроб. Однажды отца Василия назначили благочинным оптиной пустыни, но он пробыл на этом послушании два дня, числился два месяца, а потом заболел и, видно, вымолил у Господа освобождение от почетного послушания. Когда отца Ферапонта поставили жезлоносцем, он пробыл на этом послушании всего день. Предлагали ему и иные послушания, являющиеся ступеньками к диаконскому и священническому сану, но инок ответил – недостоин войти в алтарь. Родным для отца Василия и отца Ферапонта был оптинский скит с его особо строгим древним уставом. Отец Василий еще в иночестве подавал прошение с просьбой перевести его в скит, но, видно, не было воли Божией на то. А отец Ферапонт, хотя и числился монастырским иноком, чаще бывал на службах в скиту и здесь нередко читал псалтырь. Особенно он любил скитскую полуношницу, начинавшуюся в два часа ночи. Душа его тяготела к этим уединенным ночным службам, и в час, когда спит земля, не спят монахи и молят Господа о всех недугующих, скорбящих и обремененных. Что же касается древнего монашеского правила «избегать женщин», то в условиях современных монастырей, окормляющих множество паломниц, оно, похоже, неисполнимо. И все же порог кельи отца Василия не переступала ни одна женщина, даже монастырская уборщица, он предпочитал убираться сам. А с отцом Ферапонтом было такое искушение. Однажды его поставили на вахту у святых ворот, велев следить, чтобы в монастырь не входили посетительницы, одетые неподобающие, и выдавать им в таких случаях рабочие халаты и платки. И тут-то обнаружилось, что отец Ферапонт не видит женщин и даже не понимает, а кто в чем одет. Комендантом монастыря был тогда горячий кавказец, и слышали, как он распекал отца Ферапонта. «Ты что, не видишь? Да ты обязан каждую сперва разглядеть!» А инок Ферапонт лишь сокрушенно каялся. «Прости, отец, я не достиг совершенства, чтоб разглядывать женщин. Я виноват! Прости, несовершенен я!» Комендант потребовал снять инока Ферапонта с этого послушания, и инок вернулся в свою келью к возлюбленному преподобному Иоанну Кассиану, повествующему о древнем роде монашества. Килейные записки инока Ферапонта У инока Ферапонта были свои килейные записки. Он выписывал для себя из святых отцов то главное, о чем говорил убежденно, «это надо делом проходить». Все стены кельи были в таких выписках, и он часто перечитывал их, стараясь исполнить заповеданное святыми отцами. Уцелела лишь малая часть таких записок, и все же приведем их, чтобы понять, каким был духовный труд инока. Килейное правило оптинских подвижников Читается все на славянском языке Первое. Две кофизмы Второе. Две главы из апостолов Третье. Главу из Евангелия и помянник Четвертое. Пятисотницу на вечер после благословения перед сном в 9-10 часов Ежедневно. Заступница усердная Затем 90-й Псалом и Богородица Дева Радуйся 24 раза. Преподобный Паисий Величковский Если хочешь победить страсти, то отсеки сласти. Если удержишь чрево, войдешь в рай. Когда кто познает душевную и телесную силу изнеможения, то вскоре получит покой и от страстей. Покой и сластолюбие – бесовские удицы, которыми бесы ловят души иноков на погибель. Нечистота сердца – блудная сласть и сердечное греховное разгорячение. Нечистота тела – падение на деле во грех. Нечистота ума – скверные помыслы. От рожжения плоти восстают мысли и оскверняется ум, от мыслей – сердце, а через это благодать удаляется, и нечистые духи имеют дерзость властвовать над нами, понуждают плоть на страсти и направляют ум куда хотят. Соединяемая с постом молитва, трезвенная, опаляет бесов. Довольно нам о себе заботиться только, о своем спасении. К братнему же недостатку, видя и слыша, относись как глухой, слепой и немой, не видя, не слыша и не говоря, не показывая себя мудрым, но к себе будь внимателен, рассудителен и прозорлив. Когда хранили епископа Игнатия Бринчанинова, то пели ангелы «Архиерею Божий, святителю Отче Игнатия». Господь заповедал отречение от естества падшему и слепотствующему человечеству, не сознающему своего горестного падения. Для спасения необходимо отречение от греха, но грех столько усвоился нам, что обратился в естество, в самую душу нашу. Для отречения от греха сделалось существенно нужным отречение от падшего естества, отречение от души, отречение не только от явных злых дел, но и от многоуважаемых и прославляемых миром добрых дел ветхого человека. Существенно нужно заменять свой образ мыслей разумом Христовым, а деятельность по влечению чувств и по указанию плотского мудрования заменить тщательным исполнением заповедей Христовых. И же есть от Бога глаголов Божиих послушает. Патрологические труды профессора Попова Естественный нравственный закон — внутреннее побуждение к лучшей жизни. Поэтому кто хочет достигнуть утраченного совершенства, тот пусть отсечет все похоти своей плоти, чтобы возвратить свой ум в прежнее состояние. Авва Исаия Совершенство состоит в том, чтобы не рабски, не по страху наказания удаляться от порочной жизни, и не по надежде наград делать добро с какими-то условиями и договорами, торгуя добродетельной жизнью, но теряя из виду все, даже что по обетованию соблюдается надежде, одно только представлять себе страшным, лишиться Божьей дружбы, и одно только признавать драгоценным и вожделенным, соделаться Божьим другом. Это, по-моему, и есть совершенство в жизни. Святитель Григорий Низский О полезности молчания блаженный диадох свидетельствует так, как двери в бане, часто отворяемые, скоро выпускают жар, так и душа, если она желает часто говорить, то хотя бы говорит и доброе, теряет соответственную теплоту через дверь языка. Как невозможно видеть глазу без света или говорить без языка, так без Иисуса невозможно спастись или войти в небесное царство. Господь требует от тебя, чтобы сам на себя был ты гневен, вел Брайн с умом своим, не соглашался на порочные помыслы и не услаждался ими. Но чтобы искоренить грех и живущее в нас зло, то сие может быть совершено только Божию силою. Ибо не дано и невозможно человеку искоренить грех собственную своею силою, бороться с ним, противиться, наносить и принимать язвы в твоих это силах, а искоренить Божие дело. Преподобный Макарий Египетский Молчание есть тайна жизни будущего века. Преподобный Исаак Сирин Если понадобится помощь Мир по-своему жестко давит на монашество, требуя обмерщения его. И если посмотреть газетные публикации о монастырях, то сразу обнаружится их основополагающая мысль Монахи, мол, для общества полезные люди, поскольку опекают больных в больницах и возят подарки в детдом. Разумеется, в Оптиной все это делают. И все же оценивать пользу монашества по делам благотворительности это все равно, что оценивать микроскоп по принципу «им, дескать, можно и орехи колоть». Александр Герасименко вспоминает, как однажды сказал отцу Ферапонту, что монашество должно спасать мир. «Нет», — ответил он, — «монашество — это путь личного спасения. Стяжи мир в себе, и тысячи вокруг тебя спасутся», — учил преподобный Серафим Саровский. «Но как же давлеет соблазн спасать тысячи при неумении спасти даже себя?» И сугубо монашеская жизнь отца Василия и отца Ферапонта казалась иным непонятной. Почему безмолвствуют в уединении, когда надо кого-то спасать? Из посмертной публикации об отце Василии. «Мы не понимали его жизни, обвиняли в крайностях и даже дерзали считать эгоистом». Из разговора. «Я всегда преклонялся перед отцом Василием как человеком глубоко интеллигентным, но угрюмости отца Ферапонта, простите, терпеть не мог. Но хоть бы словечко людям сказал». Из другого разговора. «Откуда вы взяли, что отец Ферапонт был угрюмым?» — удивился и радиакон Нил, живший с ним в одной келье. «Очень добрый был человек». Да, но в чем это выражалось? В благорасположении сердца. Можно оказать всему миру гуманитарную помощь, но в душе остаться жестоким и злым. Когда говорят о монашеской благотворительности, то почему-то забывают, что монаху с его обетом нищеты благотворить, собственно, не с чего. У отца Василия была единственная выношенная ряса, и он часто штопал ее. Перед смертью ему сшили новую рясу, но клобук был прежний, штопанный. Конечно, бывает, что друзья привезут монаху пакет фруктов. И путешествует потом этот пакет по всему монастырю, ибо брат спешит явить любовь брату, тот следующему, пока не съедят эти фрукты чьи-нибудь дети, обнаружив на дне пакета записку иерманаху Василию от... Инок Ферапонт посылок из дома не получал, а знакомых паломников, одаривающих фруктами, у него не было, но однажды кто-то подарил ему баночку сгущенки. Иеродиакон Илеодор вспоминает. Подходит ко мне однажды отец Ферапонт и спрашивает, «Отец Илеодор, это вы возите передачу в больницу?» И протягивает мне баночку сгущенки, а в глазах такая любовь, что я был ошеломлен. Тут, думаю, мешками передачи в больницу возишь, а ему и дать нечего, кроме этой маленькой баночки и такой чистосердечной любви. Помню, вез я тогда продукты в больницу и думал, накормить человека, конечно, надо, но больному нужнее всего любовь. Это старый спор. О социальной пользе и христианской любви. В архиве Достоевского хранится письмо Скрипача Императорского театра, прицавшего Христа за то, что не обратил камни в хлебы. Скрипач писал с возмущением, что надо сперва накормить человечество, а потом толковать о любви и Христе. В ответном письме Достоевский рисует картину сытости человечества без Бога и спрашивает, «А не превратимся ли мы тогда в сытых свиней, уже не способных поднять голову к небу?» Он пророчески предрекает, «Хлебы тогда обратятся в камни». Это пророчество, похоже, сбывается, и люди все чаще говорят о голоде среди изобилия безблагодатной каменной пищи. «Чадо мое», — говорил преподобный Нектарий Оптинский, «мы любим той любовью, которая никогда не изменится. Ваша любовь однодневка, а наша и сегодня, и завтра, и через тысячу лет все та же». После убийства у Иннока Ферапонта в кармане нашли письмо со словами «Если понадобится помощь, буду рад оказать ее». Кому было адресовано это письмо, неизвестно. Но годы спустя представляется, что письмо адресовано всем нам, ибо многие люди получают сегодня помощь по молитвам новомученика Ферапонта Оптинского. Рассказывает Иннок Макарий Павлов. «После убийства, по благословению старца, мне достался окровавленный кожаный пояс Иннока Ферапонта, пронзенный мечом в трех местах. Удар был один, но пояс припоясывал бестелесного Иннока почти дважды. Однажды в Москве отец Георгий Полозов, настоятель храма в честь иконы Божией Матери Знамения на речном вокзале, попросил меня дать им на время поясного мученика, объяснив, что они попали в трудное положение. При храме была православная гимназия, но помещения для нее не было. Старцы благословили им строить здание для гимназии, но денег на это у храма не было, а главное, не выделяли землю под строительство. И когда они стали хлопотать о разрешении на строительство, то восстали такие антиправославные силы, что во всех инстанциях был дан категорический отказ. Конечно, они много молились и уже в безвыходной ситуации решили обратиться за помощью к новомученику Ферапонту Оптинскому. Мне рассказывали, что когда в алтарь внесли пояс новомученика, то сразу почувствовали исходящую от него благодать. Они стали молиться новомученику Ферапонту о помощи, и свершилось чудо. Храм выстроил прекрасную двухэтажную гимназию, и до того красивую, прямо старинный замок с башенками. Раба Божия Надежда пишет. Моя племянница Ольга с детства ходила в церковь, а потом перестала ходить, не причащаясь даже на день своего ангела. Но по милости Божией она побывала в Оптиной пустыне и помолилась здесь на могилках новомучеников. После этого она увидела во сне юношу, который сказал ей, «Ольга, за тебя молится монах Ферапонт». Ольга спросила, а где он? Юноша обещал показать его и повел ее по мосту через огненную реку. Ольга испугалась, искры до ног долетают, а юноша обернулся, подал ей руку и, проведя через огненную реку, привел в маленькую белую церковь. Зашла Ольга в церковь, а икон здесь нет, и людей очень мало. Тут идет им навстречу монах и говорит, «Ольга, ты к нам пришла, а мы молимся за тебя и за весь мир. Меня зовут монах Ферапонт». Ольга спрашивает, «А почему у вас в храме нет икон?» «А у нас все святые живые, они здесь сами с нами молятся. А почему людей в храме мало? Потому что мы мало их отмолили». Рассказывает оптинский иконописец Ирина Лужина. «Когда я уезжала из Петербурга в Оптину пустынь, в подземном переходе метро меня окликнула незнакомая схемонахиня, игумене Марье с Нового Афона, как выяснилось позже. — Куда ты едешь? — спросила она. — В Оптину пустынь. — Ах, Оптина, — сказала схемонахиня, — как бы я хотела там побывать и сложить свои косточки в этой святой земле, но нет воли Божией на то. Ты знаешь, всем трем новомученикам молюсь, всех троих поминаю, а отец Ферапонт так и сверкает в моем сердце. К сожалению, я почти ничего не знала о новомученике Ферапонте, да и в Оптиной мало кто знал его. Но я слышала от людей, что он отзывчив на молитвы и многим помогает в их повседневных нуждах. Однажды и у меня была такая нужда. В нашей келье было тогда многолюдно, помолиться негде. И я решила устроить уголок для молитвы в иконописной мастерской. Иду на послушание и думаю, Господи, где достать аналой и кому бы заказать изготовить его? Вдруг меня окликают. А ты не хочешь взять себе аналой отца Ферапонта? Вот радости было. Принесла я аналой в иконописную мастерскую и удивилась. В углу между подоконником и стеной было совсем небольшое свободное место, и аналой отца Ферапонта с точностью до миллиметра вошел туда, как на заказ был сделан. Позже я узнала, что отец Ферапонт изготовлял аналой для оптинсов и будто принял мой заказ. Часть пятая. Инок Трофим. Первопроходец. Мать отца Трофима Нина Андреевна Татарникова лежала после инсульта, когда пришла телеграмма о смерти сына. Трофим был ее первенец. Старший из пятерых детей он был общим любимцем, а братья и сестры так убивались от горя, что мать заставила себя встать. Саша, брат Трофима, в голос, как женщина, кричал, рассказывала она. А Лена, сестренка, от нервного потрясения заболела и слегла. Не до своих болячек тут. Детке, говорю, хочу быть с Трофимом. Поеду к нему. Врачи запретили везти больную самолетом. И поехали сыновья с матерью из Сибири поездом, не поспев к погребению. Поплакали они на могиле, сказав по-сибирски, уработался Трофим. Больно тяжко с малолетства работал, вот и лег отдыхать. Сыновьям надо было возвращаться на работу, и мать сказала, поезжайте домой, я останусь здесь, хочу быть с Трофимом. А потом на могилке она сказала, ох и трудно тебе досталось, сыночек, ты у нас первопроходец, дорогу протарил, и я по твоей дорожке пойду. Слово первопроходец в Сибири бытовое, и означает вот что. В пургу наметет снега по грудь, а первопроходец утопчет дорожку, и за ним идут остальные. Точно так же идут на болото за клюквой. Первыми сходят первопроходцы, а вернувшись доложат, что гать на болотах они починили, идти безопасно, а клюквы хоть лопатой греби. Тут вся деревня придет в движение. Первопроходцы прошли, и нам пора. В церковь мать Нина до этого не ходила, но теперь она пошла за сыном по-сибирски, как идут за первопроходцем, то есть ступая след в след. Когда ей передали четки отца Трофима, мать Нина спросила, а что Трофим с ними делал? Проходил Иисусову молитву. С тех пор мать четки не выпускала из рук, повторяя неустанно, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». В храме мать Нина стояла как свечка, не пропуская ни одной службы, начиная с полуношницы, которую так любил Трофим. А узнав, что Трофим работал по послушанию на хоздворе, она, скрыв болезнь, пришла туда просить себе работы. «Сыночек не может, так я помогу». Мать Нина спросила ее, «Какое послушание тебе дать?» «А я всякую работу люблю. Хлеб пекла, телят пасла, за коровками ходила, а за курами нет». Почему-то решили, что ей будут интересны куры и определили мать Нину на курятник. Всем до боли не хватало в эти дни отца Трофима, но у матери были те же огромные голубые глаза и та же ласковая улыбка для всех. «Я как на свадьбе была тогда», — говорила она о тех днях. «Все плачут, меня утешают, а мне чудится свадьба идет. Народу много, цветов много, а я улыбаюсь и не понимаю совсем ничего. Может, от сильных лекарств это было? Мне же горстями давали всего». Было в этих днях действительно нечто от свадьбы. Сразу после погребения в Оптину приехала женщина, потерявшая сына. Он был шофер и на узкой дороге, где не разминутся, навстречу ему вылетел автобус с детьми. Кто-то должен был погибнуть, он или дети. И шофер погиб, спасая детей. Мать хранила для свадьбы сына три нарядно расшитых рушника-полотенца, чтобы сделать свадебную перевязь друзьям жениха. Когда она услышала об убийстве трех оптинских братьев, то пало ей на сердце, что три свадебных полотенца предназначены им. Приехав в Оптину пустынь к могилам новомучеников, мать сделала свадебные перевязи на их крестах, будто кресты друзья жениха. Долго стояли кресты в этих свадебных перевязях, рождая воспоминания о брачном пире. Радуйся, Кана Галилейская, начало чудесам положившее. Радуйся, пустынь оптинская, наследие чудотворства приявшее. А чудотворения действительно совершались. Мать Нина хотела остаться в Оптиной навсегда, но после сорокового дня ее благословили. Иди, мать, в мир и приведи к вере детей. В дорогу ей надавались только сумок с подарками, что, выгрузившись с ними на вокзале, мать Нина спохватилась, что забыла в машине рюкзак с молитвословом сына, а машина уже уехала. Уж как она расстроилась из-за молитвослова, взывая, «Трофим, сынок, я рюкзак забыла!» Рассказывает Игумен Михаил Семенов, в ту пору оптинский шофер Сергий. Отвезли мы мать Нину на вокзал, возвращаемся, а мотор вдруг заглох. Не заводится машина, и все. Стали искать, кто бы дотащил нас на буксире до Оптиной. Полез я за буксировочным тросом и увидел, что мать Нина забыла рюкзак. «Да это же Трофим, говорю, нас остановил. Скорей на вокзал!» Машина тут же завелась, и мы успели приехать на вокзал до отхода поезда, отдав маме отца Трофима рюкзак. Мать Нина рассказывает о жизни в Братске. «Вернулась я домой, а в храм не иду. Сижу дома и плачу. Убили сыночка. В Оптиной я почему-то этого не чувствовала, а тут сомлела от горя и исхожу в слезах. Вдруг стук в дверь. Входит батюшка отец Андрей и говорит от порога. «Мать Нина, ты что же в храм не идешь? Там Трофим тебя ждет, не дождется». Я подхватилась и скорее в храм бежать. Зашла в церковь и обомлела от радости. Тут Трофимушка чувствует, тут. «Батюшка, говорю я отцу Андрею, я ведь теперь из храма не уйду. Дайте мне хоть закуточек при храме. Трофим правда тут, и я хочу быть с ним». «Дали мне келью и послушание, храм убирать. Храм у нас братский огромный, а уборщица я одна. Все меня жалеют и помочь предлагают, а я отказываюсь и говорю, да разве я одна убираюсь? Мне Трофим помогает, сынок». Не все мне верили, но это правда. «Я воды приготовлю, возьму швабру и говорю, сынок, пойдем убирать. Я не убираюсь, а летаю по храму и ни капельки не устаю». Раньше самой большой болью инока Трофима было неверие его семьи. Сестры Наталья и Елена были даже некрещенными. А теперь этим горем терзалась мать. Но как привести к вере уже взрослых детей, она не знала, и лишь молилась, взывая, «Трофимушка, сынок, спаси их!» «Лена, а ты как к вере пришла?» Спросили младшую сестру отца Трофима, когда она приехала в Оптину. А Лена заплакала. «Думаете, просто потерять любимого брата?» Через боль и пришла. Елена была самой младшей в семье, и Трофим выненчил ее на своих руках. «Лет десять ему было», — вспоминает мать Нина. Взял Лену на руки, подошел с ней к зеркалу и говорит, «Мама, смотри, Лена — это копия я. Вот вырасту большой, сперва Лену выдам замуж, а потом уже сам женюсь». А малышка так благоговела перед старшим братом, что без него, как шутили, не смела дышать. После убийства Лена от нервного потрясения тяжело заболела. Она таяла в больнице на глазах у врачей, а Трофим часто являлся ей во сне. Когда Лена была уже думали при смерти, Трофим сказал, тревожась, что надо строить ей домик. «Какой домик?» — недоумевала Лена. «Он про что, про гроб говорит?» Ярче всего Лена запомнила два сна. Сразу после убийства она увидела Трофима, стоящим в святом углу у икон в пурпурной мантии из неизвестной богатой ткани. Лена пала в слезах к его ногам, а Трофим укрыл сестру своей мантией, и ей стало радостно и тепло. Но чаще она чувствовала во сне, что брат сердится на нее. Как-то Лена увидела его во сне измученным и с такой скорбью в глазах, что она вздрогнула, услышав, как наяву его голос. «Устал я уже молиться за вас. Все нутро изорвал ради вас, а вы все не идете в храм». И однажды Елена, уверовав, вошла в храм. Муж Елены, Андрей, шофер-дальнобойщик, не препятствовал Лене ходить в церковь, однако смысла в этом не видел. Но когда мать Нина дала ему иконку преподобного Серафима Саровского из келья отца Трофима, он из уважения к родственнику повесил ее у себя в кабине и ушел с этой иконой в дальний опасный рейс. Водители шли с грузом плотной колонной, держа на готове монтировки, чтобы в случае нападения защитить свою жизнь и груз. Вдруг машина у Андрея сломалась. Замыкающий колонну остался его прикрывать, а колонна ушла вперед. Когда, починившись, они нагнали колонну, им сказали «Счастливые вы! Пока вы чинились, на нас напали и разграбили груз». Водитель, замыкавший колонну, теперь следовал везде за Андреем, решив «Он счастливчик, и шоферское счастье везет». А дальше было вот что. На лесной дороге, по которой только что прошла колонна, перед машиной Андрея упало дерево. Пока он и следовавший за ним водитель искали объезд, на колонну снова напали грабители. Из всей колонны довезли груз в целом только Андрей и шофер, следовавший за ним. Счастливых совпадений в том рейсе было так много, что Андрей остановил машину у церкви и спросил батюшку, «Какой святой шоферу помогает?» Святитель Николай был ответ. Так появилась в кабине Андрея вторая икона, святителя Николая Чудотворца, подаренная ему, кстати, в день возвращения из рейса мамой отца Трофима. И все-таки это была еще не вера, а скорее борьба за выживание, заставляющая шофера опытно искать, а что помогает. Но однажды произошел такой случай. Андрей с напарником остановились заправиться у бензоколонки на пустынные дороги среди леса. Они уже собирались отъезжать, как путем преградила легковая машина, и вооруженные люди предложили следовать за ними, чтобы отвезти некий груз. У Андрея захолонуло сердце. Он сразу понял, кто они такие. Милиция предупреждала по радио, что в этом районе действует банда. Шофера приглашают отвезти груз, в дороге убивают, а машину затем продают. Андрей отказался ехать и, надеясь откупиться, предложил им деньги. Но вооруженные люди уже сели к нему в кабину, вытолкнув оттуда напарника, и сказали с усмешкой, «Не хочешь, заставим, езжай!» Смерть коснулась души Андрея, и он впервые взглянул на иконы в кабине, не как на дорожный талисман, но взмолился с жаром, крикнув в душе в отчаянии, «Трофим, выручай!» И тут неожиданно, как в кино, к машине Андрея на большой скорости подъехала милицейская машина. Бандиты бросились бежать, но к бензоколонке уже мчались машины на перехват, не давая им уйти. Оказывается, милиция выслеживала банду, настигнув ее в страшный для Андрея миг. Бандитов связали и бросили к ногам водителей. «Бейте их за всех убитых! Большая кровь на них! Они ведь и вас хотели убить!» Но Андрею было уже не до них. В потрясение он молча сел в машину, а дома сказал «Бог есть!» В Сибири долго запрягают, да быстро едут. И однажды, как рассказывала мать Нина, крестилось сразу 14 человек Трофимовой родни. Правда, сестры утверждают, что их было больше. Вспомни, мама, нас же полхрама стояло, а храм у нас вон какой большой. В общем, для крещения Трофимова рода настоятель храма отец Андрей выделил специальный день. После того, как дети пришли к вере, мать Нина вернулась в Оптину пустынь и стала работать здесь на послушании пекаря. А новомученик Трофим Оптинский, как и при жизни, не оставлял попечением свою семью. Рассказывает сестра отца Трофима Елена. Уйду на работу и переживаю, как там сынок без меня. И как в детстве мама оставляла нас на попечение Трофима, так и я, уходя на работу, молилась ему и просила присмотреть за сынком. Однажды возвращаюсь с работы на дачу, а перепуганный свекор спешит мне навстречу и рассказывает, что он не успел закрыть погреб, а сын мой упал туда. Погреб у нас бетонированный, высотой 4 метра. Сын не чувствовал боли, но я тут же повезла его в больницу. Там сделали рентген, а врач после осмотра сказал, «Мамаша, зачем же вы нас разыгрываете? Ваш сын абсолютно здоров, а такого не бывает, чтобы ребенок упал с 4 метров на бетон и ни одного ушиба не было». Врач почему-то мне не поверил, а свекор сказал, «Бог есть». Рассказывает сестра отца Трофима Наталья. С Трофимом мы были очень привязаны друг к другу, может, потому, что он был старший брат, а я старшая сестра. После убийства брат почти каждую ночь являлся ко мне во сне и говорил что-то про церковь. Но я не понимала его, он говорил по-церковно-славянски, а я даже еще не крещеной была. Снам я не верю, но неожиданно для меня некоторые сны сбывались, а потому расскажу о них. «После рождения третьего ребенка врачи установили у меня бесплодие, и 6 лет детей у нас с мужем не было. Потом я крестилась и вскоре увидела себя во сне на сносях, а рядом вижу стоит Трофим и очень радуется, что у меня родится ребенок. И правда месяца через два обнаружилось, что я жду ребенка. Детей мы с мужем очень любим, и я всегда считала, сколько даст Господь деток, столько и надо рожать. Но тут мы переехали на новое место жительства, не могли прописаться, а без прописки не брали на работу. В общем, жили впроголодь, на картошке. И тут все набросились на меня. Самим есть нечего, а еще нищету плодить, пожалей мужа, подумай о детях, и я как под гипнозом пошла за направлением на аборт. А мне ответили, врач уехала на совещание в область. Трижды я ходила за направлением, но Трофим меня даже на порог больницы не пустил. Вдруг я почувствовала, брат защищает меня. Я, смелев, решила рожать. Какая же удивительная дочка у нас теперь растет. Дети буквально влюблены в сестренку, а муж души в ней не чает. Вот, говорит, послал Господь утешение. А еще я убедилась, на каждого ребенка Господь дает пропитание. Как только я решила рожать, нас тут же прописали, появились заработки, и мы даже машину смогли купить. Мама отдала мне молитва слов Трофима, и я по нему молюсь, но утром у меня в голове муж и дети, а вечером, когда дети уснут, я читаю сначала правила, а потом молюсь своими словами Божией Матери и Трофиму. Прошу я Трофима не только за себя, и все удивляюсь, как же быстро он приходит на помощь. Однажды пришел к нам знакомый попросить денег в долг, сел на кухне и заплакал, потому что кругом безработица. На работу нигде не берут, а он лишь занимает в долг, не в силах прокормить семью. Стала я вечером молить Трофима, помоги человеку ради Христа, а на следующий день знакомый приходит к нам радостно и говорит, что его взяли на такое хорошее место, о каком он даже не мечтал. Вот другой случай. Летом 1997 года мама взяла двух моих старших дочек в Оптину, и я обещала приехать за ними через неделю. Но тут заболела младшая дочка. Мы пролежали с ней месяц в больнице, а потом оказалось, что ехать не на что, зарплату задерживают. А дочки мои с бабушкой, оказывается, уже залили слезами могилу Трофима. Что с мамой? Почему не едет? Снится мне Трофим до того сердитый, что даже смотреть на меня не хочет. Надо, говорю мужу, срочно ехать в Оптину, а то брат очень сердится на меня. Машина у нас своя, а бензина на дорогу нет. Муж объехал тогда шесть поселков, но что-то случилось, и бензина нигде не было. Стал я просить Трофима о помощи. И вот что интересно, бензин завезли на единственную бензоколонку возле нашего дома. Но на дорогу надо хоть немного денег. Стал я вечером молиться Трофиму. Братик, ты всегда помогал нам при жизни деньгами. Пошли хоть немного денег на дорожку, если есть такая возможность. Молилась я Трофиму вечером 18 августа, а утром 19 августа на преображение нашла в почтовом ящике извещение, что мы выиграли в денежно-вещевой лотерее пять тысяч долларов. В тот же вечер, 18 августа 1997 года, когда Наталья просила Трофима о помощи, в Оптиной пустыне на Всеношной в честь преображения Господня Нину Андреевну Татарникову облачили в подрясник монастырской послушницы. Предполагался монашеский постриг, но мать Нина сказала, не заработала еще. Хочу быть в Царстве Небесном вместе с Трофимом, а мне до него не дотянуться пока. Благословите сперва потрудиться. 18 апреля 2002 года на девятую годовщину памяти трех оптинских новомучеников состоялся монашеский постриг послушницы Нины, матери отца Трофима, с наречением имени Мария в честь преподобной Марии Египетской. Так складывалась история этого отныне православного рода. А теперь, уже зная об исходе событий, обратимся к биографии инока Трофима, понимая, как промысл Божий вел по жизни эту семью. Замечайте события вашей жизни «Мы белорусы», – рассказывала о себе мать Нина. «Родина наша, Витебская область, Ушачевский район, деревня Слобода. Маму звали Мария Мицкевич, папу – Андрей Пугачев, детей в семье было пятеро. А еще жили с нами бабушка и дедушка, Кузьма и Зося Мицкевичи. Семья у нас была православная. А сибиряками мы стали так. Я родилась в самый голод в 1933 году. Тогда деревнями вымирали от голода, и дедушка Кузьма все думал, как спасти нашу семью. Однажды он услышал, что в Сибири есть хлеб, и поехал туда. Когда святителя-патриарха Тихона спросили, почему произошла революция 1917 года, он ответил, поститься перестали. А преподобный оптинский старец Иосиф сказал, выслушав жалобу о неурожае. Да, всего мало, только грехов много. Неурожай Господь посылает за то, что совсем перестали посты соблюдать, даже и в простонародье. Так вот и приходится поститься по неволе. Под знаком голода поста по неволе и началась сибирская родословная Инна Катрофима. Хлеб и работу дедушка Кузьма нашел в поселке Дагон Иркутской области. Здесь белорусская Нина вышла замуж за сибиряка Ивана Татарникова, а Трофим был у них первенец. О сибирском роде Татарниковых известно то немногое, что деда Трофима, кузнеца Николая Татарникова, расстреляли в Иркутске в 1937 году, а позже он был реабилитирован. Из всех арестованных вместе с кузнецом Николаем православных людей живым вернулся из лагерей лишь один односельчанин и рассказал, за что нас арестовали, не знаем, но били и издевались по-страшному. На этапе кормили одной селедкой, а пить не давали. После Иркутска Николая на этапе уже не было и передавали, что он расстрелян в тюрьме. Семья о погибшем не узнавала. Так было заповедано в Сибири узниками тех лет. Не носить передач, не хлопотать, не запрашивать, но уезжать по возможности в другое место, скрываясь и скрывая свою родословную. Шло массовое уничтожение православного народа. Сибиряки это трезво поняли, и узники уходили в тюрьму, как в безвестность, порывая все связи с родными и желая одного, чтобы жертва была не напрасной. Расстреляют деда, но родятся и вырастут православные внуки. И 4 февраля 1954 года, на день памяти апостола Тимофея, у православного мученика кузнеца Николая родился внук, будущий новомученик Трофим Оптинский. Рассказывает мать Нина. Он как родился, свекровь говорит, вот родился Алексей, человек Божий, назовем его Алексеем. А я тогда в церковь не ходил и думаю, да ну еще какой-то человек Божий, назовем его Леонидом, Лениточкой по-нашему. Крестить детей у нас было негде. Да и не думали мы о том, хотя сын, похоже, был не жилец. Кричал днем и ночью, да так надрывно, что доярки идут мимо окон и охают. Уже лет двадцать спустя встретилась в городе с одной дояркой нашего села, а она меня спрашивает. Нина, твой мальчик, что кричал, так поди, умер? Почему, говорю, живой, уже в армии служит? А она смотрит на меня и не верит. Страшно вспомнить, как кричал мой сынок. Я с ним ночи не спала и до того измучилась, что ночью стала закрывать печь, а сама вынула из печи заслонку, да и заснула с ней в обнимку. Утром смотрит, заслонки нет, а мы с сыночком как два трубочиста чумазые. Свекровь с перепугу психиатра вызвала. Нина у нас сошла с ума, а психиатр говорит, вас лишить сна, вы еще хуже будете. Пожалейте ее, дайте поспать. Почти два года, не смолкая, кричал надрывно некрещенный младенец. А как окрестили, сразу затих. Заулыбался после крещения и рос отныне добродушным богатырем, о котором бабушка Зосе говорила по-белорусски, Леня у нас веселый какой. В крещении из Рима свершилось чудо, но по неверию не осознали его. Мать Нина продолжает рассказ. Мы ведь без церкви отвыкли от веры. Уж на что моя мама Мария была верующей, а в церковь в город ездила причащаться только на Пасху, добывала на Рождество. Это ж за сотни километров надо ехать, да еще в городе заночевать. Где тут наездишься, если пятеро детей? Но посты мама держала строго. А еще вязала бесплатно всей деревне нарядные узорчатые рукавички и раздавала их людям во славу Христа. Трофим в бабушку Марию пошел. Она бегучая была. Все дела бегом делала, а ночью вязала во славу Христа. Врач придет к ней и ругается. Мария, у тебя такая страшная гипертония, а ты вся в клубках и ночами не спишь. Видно, дошли ее клубочки до Бога, потому что всех удивила кончина мамы. Умерла она у сына в Барнауле, попросив перед смертью схоронить ее в родной деревне. А пока доставали цинковый гроб и хлопотали о перевозке, времени прошло немало. На погребении сын запретил вскрывать гроб, думая, что по срокам тело уже разложилось. Но родные, нестерпев, распаяли гроб, а я как закричу, «Мама живая!» Такой красивой я маму еще не видела. Лицо румяное, свежее и улыбка на устах. Вот уж воистину не смерть, а успенье. На сороковой день я впервые съездила в церковь помянуть маму. А потом уж забыла про храм. Я ведь даже сына крестила случайно. Приехала в город Тулун навестить бабушку Зосю, а там церковь была. Бабушка Зосина стояла, а крести Леню, он ведь такой больной. Я и вправду тогда боялась, что сын у меня, наверное, калека, а вырастет, будет на всю жизнь инвалид. После крещения инвалидность исчезла. Но я теперь лишь задумалась, почему. После убийства мать специально поехала в Тулун, в ту церковь, где крестили сына, и свершилось что-то важное, что ей хотелось понять. Там ей показали старинные синодики храма, где было множество женских монашеских имен, а также сохранявшиеся с той поры фотографии церкви с рядами монахинь подли нее. Разволновавшись, мать Нина спросила, был ли тут прежде женский монастырь или просто монашеская община. Ее поразило тогда, что уже крещение сына свершилось под тайным знаком монашества и стало пониматься непонятное прежде. У всех ее детей нормальные семьи, и только самый ее красивый сын-первенец никогда не был женат. Мать Нина вспоминает, он знал для девушек одно слово «сестра». Придет в клуб, девушки окружат его гурьбой, Леня, Ленечка пришел, а он им «сестренки, мои сестреночки». Нравился он девушкам и влюблялись в него. Одна девушка, зубной врач, уговаривала его, «женись на мне, Леня, я тебе буду хорошей женой». Я шутя говорю сыну, «женись, она мне зубы вставит». «Ага», — говорит, «она тебе зубы за месяц вставит, а мне за это до гроба с ней жить». Жена не палка, надоест не выбросишь. Уж как только его не пытались женить. Одна девушка к колдуну ходила привораживать сына и сказала ему, «Сделано тебе, запомни, сделано, мой будешь или ничей». Не понимали его девушки, и я не понимала, что он лишь божий, а больше ничей. Сын был начитанный, работящий, не пьющий. И местным парням было обидно, что девушки ставят его им в пример. Однажды восемь человек подкараулили сына ночью, повалили и избивали жестоко, а он лишь голову руками прикрывал. Сила у сына была немалая, мог бы как следует им надавать, но характер такой никогда не дрался и даже обида ни на кого не держал. Только сказал наутро обидчикам, «Не умеете драться, а чего деретесь? Смотрите, на мне синяков даже нет». Это правда, синяков на нем не было, видно, Божия Матерь хоронила его. А незлобивым он был с детства. Помню, он так любил лошадей, что ради этого в подпаски пошел. У нас ведь в Сибири пасут верхами, и сын все каникулы пас коров. Я не нарадуюсь, зарабатывает, а мы бедно жили тогда. Останавливает меня однажды на улице председатель колхоза и говорит, «Пожалела б ты Нина сына, да как ты его этому зверю, пастуху, в подпаске отдала? Он же с пьяну так бьет мальчонку, что ведь с дуру насмерть забьет». Ой, я бежать. Коров пасли далеко от деревни, и я пять километров бежала бегом. Смотрю, выезжает из леса на коне мой Леня и спрашивает удивленно, «Мама, а ты чего здесь?» По тебе соскучилось, сынок. Молчим оба. А дома выбрала момент и спрашиваю, «Это правда, что тебя пастух бьет?» «Да ну, он отходчивый!» Пошумит, пошумит, и все. Никогда он не жаловался и не роптал. Позже в подпаски пошли младшие братья и рассказывали, что драчливый пастух уже больше не дрался, уважая Леню. Так не злобия победила злобу. «Замечаете события вашей жизни», говорил преподобный оптинский старец в Арсенофии, «Во всем есть глубокий смысл. Сейчас они вам непонятны, а впоследствии многое откроется». И мать Нина, уверовав в Бога, стала заново пересматривать свою жизнь, понимая многое уже по-другому. Мать Нина рассказывает, «Жили мы без Бога и с одной мыслью, как бы выбиться из нужды. Я работала уборщицей на четырех работах, а платье было всего одно. Постираю к празднику, вот и обновка. Аленя был моей главной опорой, и мы, как две лошади в одной упряжке, тянули вместе большую семью. Бывало, приду с работы усталая, а сын мне белье стирать не дает. Мама, давай я постираю, ручища у меня смотри, какие огромные. И правда, так выстирает, да бела, да хруста, что женщины девятся. В колхозе платили тогда копейки, и мы на август уходили в тайгу. У нас в сельпо принимали ягоды и соленые грузди по пятьдесят копеек за килограмм. Мы с Леней по двадцать пять килограмм брусники в день из тайги выносили, а груздей нарежем не донести. Тащим с Леней на палках кромыслах по четыре ведра каждый и младшие дети сколько могут несут. На меня моя тетка помню ругалась. Да чего ты жадная на работу, ни себя, ни детей не щадишь. Одни маслы от детишек остались. А мы правда выхудаем за сезон, зато детей обуем оденем и идут уже в школу нарядные мои труженики ученики. Порядок в доме был такой. Каждому с утра даю задание. Тебе дров наколоть, тебе хлев вычистить, а тебе воды наносить. Леня был огонь, быстро все сделает и рвется младшим помочь. Мама, Лена еще маленькая, давай я за нее работу сделаю. Сынок, говорю, а вырастет Лена ленивый, кто лентяйку замуж возьмет? Гулять полагалось, когда дело сделано. А еще я почему-то боялась уличных компаний, мало ли что дети там наслушаются. Сперва наказывала, чтобы играли у себя сошлось. Дети очень любили друг друга и своего общества им хватало, все же пятеро. Однажды соседка попрекнула меня. Все картошку копают, а твои дети гуляют. А чего им не гулять, говорю, вон с утра сколько выкопали, не отстаем от людей вроде, а пока впереди идем. Тут она как заплачет, а мой сын лодырь не хочет копать. Бью его, все руки отбила, и свои праздники были у нас. Я до копки картошки всегда устраивала. Денег нет, займу, а накуплю подарков. Арбуз, баранки, конфеты. Сын зароет подарки в конце последних борозд, а где что закопано никто не знает. Тут не работа пойдет, а веселье, и все как львы рвутся вперед. А докопаем картошку до подарков, костер разложим, вот и праздник. Трудно жили, но дружно. Переезжали мы несколько раз. Я все райское место искал, то есть где побольше земли. И вот земли у нас было уже семьдесят соток, свой хороший дом с усадьбой, а в усадьбе всего, коровы, свиньи, овцы, куры, своя пасека и моторка для рыбной ловли. Я в пекарне тогда работала, хлеб горячий всегда был к столу. Не нарадуюсь, что встали на ноги, а у Лени грусть порою в глазах. Однажды сказал совсем непонятное, вот живем мы, мама, а как не живем? Неживые мы будто и давно умерли. А я не пойму, о чем он. Хорошо ведь живем? Не понимал я сына, конечно. Уж больно он книги любил читать. До утра бывало сидит за книгой, а у меня досада в душе. Сама я пока не пришла к Богу, а одну тоненькую книжку прочла. Название не помню, про принцессу. А принцесса была такая несчастная, что открыла я книгу и про все позабыла. Дети голодные, обед подгорает, а мне дела нет, так принцессу жаль. Не могла оторваться, пока не дочитала, и решила нельзя мне читать, детей упущу, зарастем грязью, и не читала с тех пор ничего. А Леня все с книгой, и все ему мало. Я сержусь, что толку от книг, одно мечтание. У меня же свое мечтание, поросят еще прикупить. Запомнился случай. Лене было шестнадцать лет, и поехали мы с ним на поминки. Народу съехалось много. Смотрю, старики окружили Леню и с уважением слушают его. Я удивилась, а старики говорят, умный сын у тебя Нина, образование бы ему дать. Дома рассказываю мужу, Иван, говорят, сын у нас умный, может зря мы его затуркали с картошкой и поросятами, а что мы могли тогда ему дать? После восьмилетки Леня окончил железнодорожное училище, дающее одновременно образование за девятый и десятый класс, и до армии работал машинистом мотовоза. В армии он получил электрика, а отслужив устроился по этой специальности на траулер сахалинского морского пароходства ловить рыбу. Отплавал пять лет, побывал в Северной и Южной Америке и в скандинавских странах. Мать Нина вспоминает. В плавание Леня уходил на полгода, а в отпуск приезжал как Дед Мороз, большой мешок за плечами и чемодан в руке. Вытряхнет вещи из мешка и скажет вот разбирайте шмотки привез. Все заграничное, модное, нас оденет и соседям подарки еще привезет. Народу набежит, все расхватают. Алёне, смотрю, не осталось ничего. Мне обидно. Вот привез он себе из-за границы хорошую кожаную куртку и ходил в ней. Смотрю, уже выпросили куртку у него. В чем ходить будешь, говорю сыну? У тебя даже куртки нет. А он спокойно, ну нет и нет. Ничего ему для себя было не надо. Большую зарплату, какую получал в плавании за полгода, всю до копейки отдавал мне. Соседи удивлялись, он же взрослый человек, ему и на свои нужды надо. Но Лёня иного порядка не признавал. Мама, лучше я у тебя попрошу, если что надо. Он очень старался помочь семье, видя нашу бедность. Мама, а почему ты говоришь про бедность? Удивился присутствовавший при разговоре брат отца Трофима Геннадий. Ведь хорошо уже жили тогда. И Ген опустился в воспоминания, описывая рыбную ловлю с отцом на моторке, а главное домашние погреба. А карака, мед, сало, сметана в крынках. Эх, сейчас бы поесть, как ели тогда. Мать слушала, опустив голову. Это правда, был у них достаток, да все рухнуло в одночасье. О покойном Иване Николаевич Татарникове мать и дети говорят с неизменным уважением. Это был беззаветный труженик, отдавший все свои силы и любовь семье. Мать с отцом прожили вместе долгую счастливую жизнь, чтобы познать в итоге правду пословицы «счастье мать, счастье мачеха, счастье бешеный волк». Они добились всего, о чем мечтали, когда Ивана Николаевича назначили завскладом. А на складе, среди прочего, выдавали дефицит, запчасти для бензопилы. В тайге ведь у каждого бензопила, и Ивану самогонку чуть не за шиворот лили, горюет мать Нина. Он же сроду не пил, даже на собственной свадьбе. Беда вспыхнула, как пожар, и приняла такие масштабы, что дети уже заикались от страха, и пришлось им из дома бежать. Словом, был свой дом и достаток, а теперь была нищета и комнатка в 13 квадратных метров в мужском общежитии. Все, построенное без Бога, однажды рухнет. Теперь мать Нина это знает. А еще она знает и говорит, Ивана надо было отмаливать, а я не умела молиться тогда. Семейное горе оставила свой след в монашеской жизни инока Трофима. Он нес тайный молитвенный подвиг за людей, страдающих винопитием. И в Оптиной пустыне помнит, как к нему прибегали заплаканные женщины, и, укрывая платком синяки на лице, шептали, помолись, Трофимушка, опять гоняет. Он вздыхал, ты и сама помолись. А наутро инока видели с покрасневшими от бессонницы глазами. Есть в Козельске семья, за которую отец Трофим молился особенно много. История этой семьи – это история двух однолюбов, проживших пятнадцать лет в разводе из-за запоев мужа. Верующая жена вместе с отцом Трофимом несла подвиг молитвы за мужа, и Господь даровал ему исцеление. Муж крестился, и они обвенчались. Хорошая эта семья, православная. А новомученика Трофима здесь почитают как святого. Алексей – Человек Божий Брат был человеком огромной воли и умел добиваться чего хотел, рассказывал Геннадий. В любом деле он стремился достичь совершенства, а достигнув желанного, вдруг менял направление и брался за новое дело. Он всю жизнь чего-то искал. Он искал некий высший смысл жизни, и мать вспоминает, что к любому явлению сын подходил со своим излюбленным вопросом. Хорошо, а какой в этом толк? В юности инок Трофим захотел повидать мир и повидал его, но вожделенная заграница оставила в нем удручающее впечатление. Та же жизнь бестолку, но с бестолковщиной посытней. Жизнь у меня была тяжелая, сказал инок уже воптиной, не рассказывая о себе больше ничего. А Геннадий, ходивший с ним в плавание два года на БМРТ Кватангри, рассказывал, как нелегко доставались рыбакам большие по тем временам деньги. Гена принимал тогда на палубе сети с рыбой, и его израненные плавниками руки являли собой кровоточащую рану. Генну жалко, говорил дома отец Трофим. Сам же он в ту пору работал в морозильном цехе, укладывая штабелями упаковки мороженой рыбы. Это была монотонная работа на конвейере и однообразие нарушали только шторма. Душно, сказал отец Трофим однажды, а вскоре нашел себе отдушину, увлекшись фотографией. У святителя Григория Двоеслова есть мысль, что Господь дал нам две книги откровений, Библию и сотворенный им Божий мир. И если пестрые портовые лавки оставили Трофима равнодушным, то величие Божиего мира потрясало его. И он с упоением снимал море великое и пространное, там агади, их же не с числа, животное малое с великими, там корабли приплавают. Псалом 103. При получении заграничного паспорта он сменил имя, сказав дома, «Мама, я теперь Алексей, человек Божий». Вряд ли это было явлением веры. Православные люди не меняют имя, данное им при крещении, но и атеист не скажет о себе, что он человек Божий. Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Брат брался за любое дело с размахом. Все, говорил он, надо делать на высшем уровне, а иначе какой толк? Фотоаппаратура у него была суперкласса, а еще он купил кинокамеру и уйму книг. Я просто содрогался порой, сколько же он денег тратит на книги. И покупал он не романы, а книги по различным отраслям знаний. Вот была у нас своя пасека, так ему мало меду наестся, но надо про пчел еще все знать. Брат был мастером художественной фотографии, и его снимки публиковались в газетах. Потом он сошел на берег, работал на железной дороге в Южно-Сахалинске и одновременно внештатным фотокорреспондентом в газете. Несколько редакций приглашали его перейти в штат, но в семье у нас тогда было неладно, и ради семьи он вернулся в Братск. Здесь он устроился в фотоотелье, но, разочаровавшись, создал свою фотостудию. Снимать у нас толком никто не умел, а брат хотел, чтобы и в наших краях была своя художественная фотография. Вложил он в это дело немалые деньги, надо было зарабатывать, а заказы шли однотипные, фотографии на паспорт. Тогда как раз паспорта меняли. И брат бросил это дело, передав фотоаппаратуру мне. С тех пор вот уже пятнадцать лет я снимаю по субботам свадьбы в ЗАГСе. Гена, а смог бы Трофим пятнадцать лет снимать свадьбы? Нет, он всю жизнь чего-то искал. Я даже все его профессии назвать затрудняюсь. Уж чего он только не перепробовал и в каких только секциях не занимался. Яхты, борьба, каратэ, школа больных танцев, народных танцев. Между прочим, пластика у брата была такая, что он даже в тридцать лет без растяжки садился на шпагат и менеджеры уговаривали его перейти на профессиональную сцену. По своим дарованиям он мог бы достичь многого. Характер был сильный и хватка деловая. А он искал, как голодный, в чем же смысл всего. Душа искала Бога, еще не ведая о том. Мама, надо детей спасать, сказал Трофим, вернувшись домой и увидев заикающихся от страха сестренок. Он перевез семью в братск в общежитие, взяв на себя отцовский крест кормильца. Рассказывает мать Нина. Жили мы с дочками в мужском общежитии. Я ради комнатки работала там уборщицей, а ведь в мужском общежитии пьют. Лена была еще малышкой, а Наташа была уже красивой девушкой и заглядывались на нее. Прихожу с работы, а Наташка ревет. Леня говорит, меня отшлепал. Оказывается, нарушив его запрет, она пошла в комнату к мужчинам играть в карты. Там же нетрезвые бывают, а наша девица с ними сидит. В общем, Леня так поставил, что никто из мужчин к нам на порог не входил, и наши девочки мужского общежития не знали, и люди нас уважали за то. Слава Богу, девочки выросли скромными и в целомудрии замуж пошли. Рассказывает сестра отца Трофима Наталья. С одной стороны, брат нас с сестренкой баловал и покупал нам красивые модные вещи, а с другой стороны, у него были свои представления о том, что можно, а что нельзя девушке. Помню, я уже работала, считая себя самостоятельной, и обижалась на требования брата приходить домой не позже восьми-девяти часов вечера. Но ослушаться я не смела, зная, что как стемнеет, брат выйдет меня встречать. Он берег нас от нечистоты. Брат очень хотел, чтобы у нас были настоящие хорошие семьи, а сам даже девушки не имел. Многим он нравился и легко знакомился. А через несколько дней говорит, не надо мне это, но как объяснить? По-моему, он так и родился монахом. Внешне брат был веселый и общительный, но очень сдержанный и целомудренный изнутри. Брат никогда не ходил на дискотеки, хотя танцевал замечательно. В юности мы занимались с ним вместе в школе бальных танцев и брали в паре призы на конкурсах. Однажды менеджер предложил нам с братом заключить контракт для выступления на профессиональной сцене, но мы с Леней только переглянулись и заключать контракт не пошли. Вспоминаю нашу юность и вижу одну картину. Леня все время над книгой сидит. У него даже прозвище было в братске «Букинист». Рассказывает брат отца Трофима Геннадий. Разочаровавшись в фотографии, брат затеял новое дело шить обувь. Хорошей обуви в Сибири тогда не было, как, впрочем, и плохой. И брат решил шить фирменную обувь. Купил специальную машинку, а уж модной фурнитурой и дратвой припас столько, что у меня до сих пор дома его ящики стоят. Для начала он устроился в обувную мастерскую, и вскоре весь город к нему в очередь стоял. Вкус у брата был хороший, а уж выдумщик он был такой, что принесут ему развалившуюся обувь, какую и в починку нигде не берут. А он новые союзки поставит, аппликации вместо заплат, фурнитуры модной подбавит, и выходила из старья обувь прочнее и наряднее новой. Работать он умел, а коммерсант из него был никакой. Говорю это, как человек, которого нужда заставила заняться коммерцией, и у которого свой магазин автозапчастей. Брат думал о ином, как людям помочь. И пока другие сапожники копейку гонят и десять пар перечинят, брат, смотрю, одну пару вылизывает. Я уж не говорю о том, что дома он всем соседям чинил обувь бесплатно. Рассказывает мать Нина. Первые сапоги сын сшил мне. Уж до того нарядные вышли сапожки, а такие прочные, что и поныне целые. Правда, я на каблуке уже не ношу. Одной бабушке сшил сапоги, так она за него все Бога молила. У меня, говорит, такой хорошей обуви за всю мою жизнь никогда не было. Спаси, Господи, мастера. Пошла о сыне слава по городу, и люди даже издалека к нему обувь в починку везут. Приходят в мастерскую и просят, позовите мастера Татарникова. А к другим мастерам не идут. Стали мастера попрекать сына. Что ты, как дурачок, с одной парой возишься? Ты сделай по-быстрому, чтоб дольше месяца не держалась, а там опять чинить принесут. Так ты нас всех без работы оставишь. А сын так не мог. Начались конфликты из-за того, что все стремятся попасть к Татарникову. Приходит сын однажды с работы совсем тихий и говорит мне, видно, надо мне, мама, уходить из мастерской. Обижаются на меня мои товарищи, и нет мира у нас. Рассудили мы с ним, что мир все же дороже. И сын стал дома шить унты на заказ, а для трудового стажа устроился скотником на ночные дежурства. Платили тогда скотникам копейки, и на эту работу лишь пропащие шли. Другие скотники выпьют бутылку и спят всю ночь. А Трофиму коровок жалко, и до чего же он работать любил. Ферма у него блестит, коровки веселые. Стали доярки Трофима нахваливать, а скотников ругать. Один татарников за вас всю работу делает, а вам лодырем лишь бы пить да спать. Скотникам теперь житья не стало, и говорят они сыну, нашелся дурак за копейки вкалывать, уходи пока цел. Господи, думаю, да что за горе. Руки у сына золотые, и на работе им не нахвалятся, а везде он в итоге дурак. У нас одни родственники богатые даже говорили, таких дураков как он у психиатра надо лечить. Это теперь от Рафимы песни поют и стихи складывают. А сколько мой сыночек при жизни вытерпел лишь за то, что работать любил. Вместо комментария к этой истории расскажем притчу ярославского мастера Егорова, изготовляющего старинные изразцы для церквей. Церковные изразцы всегда делали с румпой насадкой с обратной стороны, и такие изразцы держались веками. Но начальство Егорова решило, что возиться с румпой невыгодно, а прибыльнее поставить на поток современные плоские изразцы. Мастер Егоров обычно настолько молчалив, что многие считают его немым, но тут он рассказал притчу. Обиделась совесть, что ей тяжелее всех жить на белом свете, и дала себе потачку на копейку. Раз на копейку, два на копейку. Идет однажды совесть по улице и слышат кричат «Эй, бессовестная!» Обернулась совесть, а это ей кричат. У архиепископа новомученика Феодора Поздеевского есть объяснение, почему в мире царствует культ развлечений. Значит, произошел в греховной жизни человека разрыв идеи труда, который законен и обязателен для человека «делать рай» с идеей удовольствия от труда. Греховный человек трудится неладно, а потому ищет развлечения как отдыха от труда. Вот примета нашего века – гигантские свалки еще новых, но уже негодных вещей, а рядом супериндустрия развлечений. Как же трудно иным прийти к Богу из-за выжженной оскверненной совести? И как искала его чистая душа Трофима, уже зная, что за все, что сделано не по совести, надо будет держать ответ? И все-таки ему предстояло еще перемучиться в миру, изживая в себе его иллюзии. Вот одна из таких иллюзий. Мир духовно болен, душа это чувствует, а люди все настойчивее ищут целебные снадобья и здоровую пищу, надеясь через плоть исцелить изнемогающий дух. Трофим увлекся было таким оздоровлением и даже бросил есть мясо, но как-то из интереса он раскрыл книгу целителя и, обнаружив, что это магия, тут же с отвращением захлопнул ее. И все же наелся, как жаба грязи, рассказывал он потом в оптиной. Не миновала его и та модная ныне религия чрева, когда голоданием очищаются от страстей. Мать вспоминает, что в комнате у сына висел график, по которому он голодал дважды в месяц по десять дней подряд, надеясь бросить курить. Курил он чуть ли не от первого класса, рассказывала мать, но даже взрослым при родителях курить стыдился. Помню, уже после армии он возил зерно на ток, а я увидел его с сигаретой. Подошла сзади и говорю, татарников, оставь докурить. Он вмиг спрятал сигаретку, а сам так покраснел, что мне неловко стало. Чего уж, думаю, взрослого человека в краску вгонять? Ладно, кури уж, говорю ему дома, а он брошу. И он бросал, голодая по двадцать дней в месяц. Жесточайший эксперимент дал один результат. Кожу на лице обтянуло так, что проступал череп, а бросить курить он не смог. Так попустил Господь для смирения человеку с железной волей. И уже в Оптиной он говорил, надо было паститься, а я голодал. А курить Трофим бросил так. Уверовав Бога, он являл такое усердие к церкви, что его пригласили прислуживать в алтарь. Но, учуя в запах табака, священник сказал, что надо выбрать Бог или табак. И тогда по молитве и силою Божией была разом отсечена многолетняя страсть. Инок Трофим называл сигареты трубою сатанинскую, а быв искушенным, смог и искушаемым помочь. Один послушник рассказывал, что, приехав в Оптину паломником, он убегал в лес покурить. Он молился на могиле Инока Трофима об избавлении от страсти, и тот явился ему во сне, сказав грозно, «Ты что мою могилу пеплом посыпаешь?» И послушник пережил такой страх, что тягу к курению как рукой сняло. Известен и другой случай. На могилу к Иноку Трофиму приезжал его земляк, рассказав о себе, что раньше он сильно пил и курил. После убийства Трофим явился к нему во сне и сказал, «Я молюсь за тебя, а ты меня водкой поливаешь и пеплом посыпаешь». К сожалению, фамилию этого земляка не догадались записать, но человек специально приезжал из Сибири, чтобы поблагодарить за исцеление. Рассказывает мать Нина. Ох и поездили мы на Трофиме, а он безропотно тащил тяжкий воз. Помню, увезли в роддом жену брата Сани, а бедность была такая, что пеленки не на что купить. И вдруг приходит от Трофима огромная посылка с полным приданом для девочки. Все розовое, нарядное. Мы радуемся, но и дивимся, а как он угадал, что девочка родится? Покупал он все с размахом. Белье обветшало, тащит тюк простыней. Квартиру получили, купил тюк темно-розового шелка на шторы. Богатые шторы, нарядные. Дорогие, поди, спрашиваю сына. Не знаю, красивые, вот и купил. Вся молодость Трофима ушла на то, что он называл без прикрас жратва и шмотки. Но он самоотверженно нес этот крест, надеясь, что встанет семья на ноги, а там уж останется одна забота, душа. Между тем уже отыграли свадьбы младшим и получили квартиру. Но для новой квартиры нужна была новая мебель, а еще вон как дорожает колбаса. И любимый вопрос Трофима, какой в этом толк, имел уже точный ответ. Беличье колесо материальных забот будет неостановимо вращаться, пока его не остановит стук молотка по гробу. Это настроение Трофима хорошо передает его последнее письмо родным из Оптиной пустыни. Речь в письме вот о чем. Однажды к Инноку приехали братья Геннадий и Александр с племянниками. Гена был крещен в детстве, а Саню с племянниками окрестили в Оптиной. Так нам понравилось в монастыре, рассказывал Геннадий, что уезжая обещали, все, теперь будем ходить в церковь. Пообещали, да закружились в делах некогда. Иннок Трофим знал об этих ловушках мира, а потому взывал к родным в письме. Последнее письмо Иннока Трофима. Добрый день, братья мои, сестры и родители по жизни во плоти. Дай Бог когда-нибудь стать и по духу, следуя за Господом нашим Иисусом Христом. То есть ходить в храм Божий и выполнять заповеди Христа Бога нашего. Я еще пока Иннок Трофим, до священства еще далеко. Я хотел бы, чтобы вы мне помогали, но только молитвами, если вы их когда-нибудь читаете. Это выше всего жить духовной жизнью. А деньги и все подобное, жратва и шмотки, семена дьявола, плотское дерьмо, на котором мы все свихнулись. Да хранит вас Господь от всего этого. Почаще включайте тормоза около церкви, исповедуйте свои грехи. Это в жизни главное. Саша с пацанами ходили ли в церковь после крещения для причастия? Если нет, пусть поспешат. Дорог каждый день, мир идет в погибель. Ради церкви можно ездить и в Тулун. Помоги вам, Господи, понять это и выполнять. Я вас стараюсь как можно чаще поминать. Можете сообщить мне имена всех умерших прародителей отца и матери. Как они там живут? Я не пишу никому лишь только потому, что учусь быть монахом. А если ездить в отпуск, если будут приезжать родные, то ничего не выйдет. Это уже проверено на чужом опыте. Многие говорят, какая разница? А потом, получив постриг, бросают монастырь и уходят в мир. А это погибель. Монах должен жить только в монастыре и втайне. Стараться быть один. Монас один. То есть монастырь это житие в одиночку и молитва за всех. Это очень непросто. Поздравляю вас, родители, братья и сестры, с вашими женами и мужьями, всех, кто меня знает, с праздником Рождества Христова. Всем вам духовной радости, благ и здравия о Господе нашем Иисусе Христе. Спасибо за деньги, кофе и фото. Посылку еще не получил. Почему молчит Саша? Или в какой обиде? И Лена, и Наташа. Вы меня правильно поймите, я не потерял, нашел. Я нашел духовную жизнь, это моя жизнь. Это очень непросто. Молитесь друг за друга, прощайте друг другу, а все остальное суета, без которой можно прожить. Только это нужно понять. Дай Бог вам разобраться и сделать выбор. Простите меня, родители, братья и сестры, с любовью о Господе, недостойный инок Трофим. Декабрь 28 дня 1992 призывы инока ходить в церковь не были тогда услышаны. Шел неудержимый рост цен и позицию инока Трофима в отношении жратвы и шмоток хозяйственные сибиряки оценили как нежизненную. То же самое было перед уходом в монастырь и встреча отца Трофима с Богом предшествовал тяжелый духовный кризис. Рассказывает мать Нина. Раньше бабушка Зося говорила Леня у тебя веселый какой. А теперь мой сын был невесел. Сидит как больной и смотрит часами в одну точку. Не пойму зарабатывает а вечно без денег. Пока зарплату домой несет все в долг пораздаст да таким кто отдавать не привык. Помню он был на заработках в Забайкалье а я полетел его навестить. Привезла гостинцев а комендант общежития мне говорит вот вы подарки привезли сыну а у него же все украдут. К нему днем и ночью в окно лезут. Леня жил на первом этаже и был тогда на работе. Дожидаюсь я сына и вижу какой-то уголовник влез в окно в его комнату съел что было в тумбочке и шарит по карманам. Тут Леня с работы идет сейчас думаю вместе поймаем вора. А Леня лишь потупился и говорит значит ему нужнее да его же восемь раз обворовывали причем порой у него на глазах. Переживала я сильно за сына думаю думаю и не знаю что делать и надумала раз припугнуть приехал он с заработков с пустым карманом а я говорю почему не работаешь я работаю кто работает тот зарабатывает вот заявлю в милицию пусть проверят а работаешь ли ты если без копейки живешь ну пугало так а сын говорит не ходи никуда мама я хочу уехать и жить один он и раньше часто уезжал из дома все отыскивая себе место на земле но ведь всегда возвращался а тут как уехал из дома в 1987 году так больше я его живым на земле не видела по словам Гены брат уехал тогда на Алтай вычитав в газете что в алтайском крае есть райская долина где растут дивные яблони и разводят племенных лошадей 33 года своей жизни он искал рай на земле и лишь обретя Бога написал в письме крупными буквами нашел как свершилось обращение Трофима неизвестно но сразу после обращения он живет лишь церковью и для церкви работает на восстановление храма в селе Шубенко прислуживает в алтаре читает и поет на клиросе в церкви города Бийска а дома мать волновалась сын уехал и пропал и вдруг позвонил из Бийска мамин брат представляете иду мимо церкви а наш Леня в рясе стоит он теперь поп речь шла очевидно о стихаре алтарника но семья была еще далекая от церкви в стихарях не разбиралась а потому в ошеломлении обсуждали новость хорошо это или плохо что Леня поп поразмыслив решили что священники хорошие люди а что в газетах их ругают так кто же верит брехне шло время и когда Гена с Сашей выбрались наконец в Бийск проведать брата то бабушки в церкви им сказали что он уехал отсюда неизвестно куда рассказывает брат отца Трофима Геннадий мы продолжали искать брата еду я однажды в братске мимо храма и думаю наверное все священники связаны между собой зашел в церковь и говорю батюшка у нас брат пропал а мы ищем его а отец Андрей отвечает да да я знаю тут для вас посылка от брата он теперь инок Трофим у меня тут волосы дыбом на голове встали так состоялась встреча Геннадия с будущим духовником их семьи отцом Андреем настоятелем храма в честь преподобного Андрея Рублева инок Трофим присылал сюда посылки с церковной утварью и литературой а отец Андрей ездил в Оптину и с иноком Трофимом у них завязалась духовная связь рассказывает мать Нина Сразу после убийства отец Андрей устроил при храме музей новомученика Трофима собрали его вещи фотографии и пригласили нас на вечер памяти хотели чтобы я выступила а у меня ком в горле только чай прихлебываю чтобы слезы внутрь заглотить а отец Андрей так хорошо о Трофиме рассказывал от многих я слышу теперь о нем вот есть у нас в Братске учительница музыкальной школы Муза Юрьевна ездила она в Москву и рассказала сижу на вокзале а рядом женщина другой говорит что ездила она в Оптину пустынь и исцелилась на могилке новомученика Трофима да он же говорю я им наш из Братска вот ведь встреча радуйся в монастырь отец Трофим пришел в 36 лет а всего прожил на земле 39 лет 2 месяца и 14 дней о возрасте инока оптинцы узнали лишь после его смерти и удивились не может быть он был по юношески стремителен и всегда сиял такой радостью какая свойственна лишь очень молодым или очень счастливым людям один человек даже сказал о нем ну какой он монах нет монах стала доказывать ему девочка Наташа Попова вон афонские монахи какие веселые и отец Трофим просто веселый монах новоначальные в ту пору старались быть крайне серьезными и поводы для недоумения веселый монах им давал порою вот например такой случай четырехлетняя девочка Александра выросшая при оптиной однажды стояла в слезах у храма мама на работе детей в монастыре нет и она плакала от одиночества чего киснешь спросил ее Трофим есть хочу а у меня варенье есть варенье девочка съела да и забыла о нем но надолго запомнила рассказывая с восторгом как дядя Трофим с ней в прятки играл иным казалось что жизнерадостность Трофима проистекает из его легкого характера мол здоровье железная сила избыток вот и доволен всем человек и лишь позже узнали как же перемучился Трофим пока не нашел Бога он был уже усталым путником изнемогшим в поисках смысла жизни когда ему открылся Господь и отныне его жизнь была таким ликованием о Господе что уже в Оптиной он говорил да как же я раньше не знал о Господе я бы сразу ушел в монастырь всех нас Господь осыпает несчетными дарами сказал на проповеди в Оптиной один иеромонах но не подобны ли мы тем десяти евангельским прокаженным из которых лишь один благодарил Господа за исцеление жизнь инако Трофима была радостным благодарением Господу за его великие дары православную веру монашество и особый дар Оптину пустынь вот иные стремятся на Афон в Дивеево или в Киево Печерскую Лавру а для меня здесь и Лавра и Дивеево и Афон говорил инак Трофим об Оптиной пустыне вспоминает иеромонах Максим в ту пору инак на Пасху 1993 года в храме было шумно от многолюдства и я не выдержав ушел в алтарь инак Трофим понамарил в алтаре и увидев меня спросил а ты почему здесь молитва не идет пожаловался я радуйся тогда и молитва пойдет подсчитано что слово радуйся употребляется в Новом Завете 365 раз как раз по числу дней в году и каждый день своей жизни инак Трофим нес в себе это радуйся Господь дал отцу Трофиму всего два года девять месяцев монастырской жизни вот этапы ее он приехал в Оптину пустынь в августе 1990 года осенью того же года на Казанскую ему разрешили носить подрясник а официально приняли в братью великим постом 27 февраля 1991 года в неделю торжества православия на день праздника равноапостольного Кирилла учителя Славенского постриг выночества свершился 25 сентября 1991 года на отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы с наречением имени в честь апостола Трофима святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил в свое время книгоношем что издание и распространение православной литературы это апостольское служение и Господь не случайно дал отцу Трофиму апостольское имя друзья часто жертвовали ему деньги я сперва отказывался говорил инок а потом понял Господь дает на эти деньги он покупал православные книги и рассылал их по Сибири а в эту пору там было не купить ни Библии ни Евангелия основными послушаниями инока Трофима были старший звонарь панамарь и тракторист но прежде расскажем о послушаниях не главных и связанных с особой любовью инока к книгам и драгоценному наследию святых отцов он был мне братом в древнем потереке вобравшем в себя сказания о подвижниках первых веков есть такие слова пророки написали книги и пришли отцы наши и упражнялись в них и изучили их наизусть затем пришел род сей и положил их праздными на окна к сожалению мы порою даже не осознаем как доступны ныне книги святых отцов и не в пример прошлым векам дешевы век назад чтобы купить добротолюбие надо было продать корову а именитым невестам давали в приданное полные четь именей и такое приданное считалось богатым для инока Трофима православная а особенно старинная книга была величайшей драгоценностью а свою келейную библиотеку он собирал из книг преимущественно на церковно славянском языке многие творения святых отцов были тогда еще недоступны но в монастырь часто жертвовали ветхие дореволюционные книги и тогда любитель книг проявил смекалку освоил профессию переплетчика получив послушание в переплетной мастерской отданные в переплет книги он уносил на ночь к себе в келью утром ходил с покрасневшими глазами но сиял а еще ради свободного доступа к книгам он благословился помогать в монастырской библиотеке рассказывает петербургская журналистка а ныне послушница Зоя Афанасьева я приехала в оптену пустынь поработать в архивах не подозревая что отныне останусь здесь я тогда только что пришла к Богу и так боялась батюшек что на исповеди у меня буквально каменело лицо я не могла никому открыться и терзалась в одиночестве многими сомнениями и тут Господь послал мне инакатрофима которому я могла сказать все познакомились мы так я работала тогда на послушании в библиотеке монастыря а инактрофим помогал нам помню увидел меня в первый раз и говорит о новая матушка сразу видно санкт-петербургская дама она мне тогда была телогрейка и огромные кирзовые сапоги которые мне благословили в монастыре у меня два высших образования но вскоре я обнаружила что не знаю и не понимаю многого что уже прочел и усвоил инактрофим монахи народ просвещенный и наша отечественная литература не случайно вышла из монастырей вспоминаю с каким благоговением отец трофим брал в руки старинные церковные книги у него даже менялось лицо а однажды он бережно положил передо мною старинное рукописное евангелие и сказал что уже в самом начертании букв дышит дух монахов переписчиков прежних веков он старался уловить этот дух и переписывал евангелие от руки срисовывая титлы а еще он сказал что у души особая связь с церковнославянским языком в ту пору в монастыре долго жила и работала паломница Ирина когда отец трофим станет иеромонахом сказала она он будет моим духовным отцом потому что я могу ему сказать все и получить ответы на все мои вопросы он действительно многое знал и однажды я поймала себя на мысли что стала готовиться к встречам с отцом трофимом чтобы рассказать ему все мои сомнения открыться было непросто я начинала говорить по умному и витиевато а отец трофим бывало выслушает и скажет ладно теперь давай по простому не могу по простому вот в том ты и беда что не можешь он был горяч и мог сказать ну и дура ты мать таких простых вещей не понимаешь а следом воскликнуть да ты же умничка ты все поняла с ним было легко как с родным человеком для меня все сестры как братья сказал он однажды а ты и подавно свой брат это правда он был мне братом и я потом вдоволь наплакалась на его могилке потеряв такого родного человека рассказывает москвичка Евгения Протокина для меня трофим был палочкой выручалочкой уж каких только обидных слов я не наслушалась от моей неверующей родни и если на дачу возле оптиной мои друзья и родные приезжали охотно то в монастырь их было не затянуть ты просто ненормальная говорили они и таких вот тугих людей я под разными предлогами знакомила с отцом Трофимом они так полюбили Трофима что в монастырь не просто идут а бегут через эту любовь и началась для моих ближних дорога к Богу помню случай подвез нас до оптиной один шофер и рассказал по дороге о своей беде раз уж вы довезли нас до оптиной говорю шоферу может зайдете в монастырь у меня здесь есть друг инок Трофим он человек с большим жизненным опытом может подскажет что вам после разговора с Трофимом шофер был в таком потрясении что лишь повторял да вот это батюшка какой батюшка говорил Трофим кратко и образно один мой знакомый страдал унынием а Трофим сказал ему читай псалтирь вот бывает небо в тучах и на душе хмура а начнешь читать вдруг солнышко проглянет и такая радость в душе сам испытал поверь я весь в боге и живу только им признался однажды инок Трофим и когда стали собирать воспоминания о веселом общительном иноке то обнаружилось житейских разговоров он ни с кем не вел и мысль его всегда восходила к богу но вот что запомнилось о нем рассказывает паломник трудник Сергей Сотниченко из Мариуполя как-то я хотел выйти из храма когда гасили свечи перед Шестапсалмием Трофим стоял тогда за свечным ящиком и остановил меня не уходи сейчас лучше раньше уйти или позже а на Шестапсалмии выходить нельзя Шестапсалмия это страшный суд еще помню как один человек вернулся из тюрьмы и рассказывал Трофиму о тамошних нравах тюрьма сказал Трофим это монастырь дьявола все как у нас только наоборот у нас учат смирению а там гордости в ту пору мы с Трофимом чинили часы для братьев и паломников а запчастей не хватало а я увидел у Трофима часы и говорю в шутку о мне как раз такие на запчасти нужны отдай их мне проходит день или два и он приносит мне свои часы и говорит я подумал и решил а зачем мне они в храме есть часы куда больше рассказывает Татьяна Щекотова из Петербурга с Трофимом мы дружили но обращался он со мной строго однажды я бухнулась на колени увидев что ермонах в алтаре колено преклоненно читает молитвы мирянам в это время земные поклоны делать не положено и Трофим поднял меня с колен сказав ничего не делай неосознанно в ту пору я коротко стриглась ходила с непокрытой головой а в храме набрасывала на голову капюшон а Трофим подарил мне на праздник книги и нарядный белый платок с цветами с тех пор и стала ходить в платочке а после убийства и ермонах Павел сказал мне смотри не занашивай платок Трофим его на мощах освещал автомеханик Николай Изотов работавший тогда в Оптиной рассказал Трофим был мой лучший друг рассказывать о нем можно часами но приведу лишь один случай пришел я раз на работу злой с женой поругались весна у всех огороды распаханы а я до восьми работал тогда в монастыре ну когда мне трактористы искать Трофим увидел меня и спрашивает что не веселый так и так говорю жена на развод грозит спадать а Трофим успокаивает меня и говорит мы сейчас возьмем благословение у отца эконома и в обед мигом распашем твой огород в обеденный перерыв он действительно быстро распахал мой огород на мини тракторе жена довольна а я тем более едем в монастырь а Трофим спрашивает ты утреннее это правило читаешь когда говорю некогда с утра бегом на работу бегу ну пятнадцать минут тебя не утянут с тех пор неопустительно исполняю утреннее правило из воспоминаний бывшего оптинского паломника трудника ныне настоятеля пустыни спаса нерукотворного в деревне Клыково игумена Михаила Семенова отец Трофим был для меня первым живым монахом которого я увидел так близко я смотрел на него во все глаза я работал тогда по послушанию шофером и нас с Трофимом послали в командировку в Липецк была зима гололед мы везли железо и машину с тяжелым грузом вело порой юзом в этой поездке я дважды попал в аварию помню съезжаем с горы жму на все тормоза а машина идет юзом и летит уже вижу в кювет все думаю смерть и слышу как крикнул Трофим господи помилуй а только он вскрикнул машина встала как вкопанная вылез я из кабины и стою в шоке смотрю машина зависла над обрывом и лишь одним колесом на шоссе стоит как не опрокинулись непонятно я растерялся а Трофим быстро разгрузил железо чтобы машина не кренилась и побежал в деревню за трактором вытащили нас приезжаем в деревню а там бабуля по просьбе Трофима уже чай вскипятила и принимает нас как родных отогреваемся в тепле а я дивлюсь на Трофима как легко и хорошо у него все получается бабули а она бедно жила припасы наши оставил а она нам все сынки сынки и приглашает еще приезжать понравился мне Трофим а все же чёток сперва не увидел думал он просто сидит в кабине и молчит и лишь позже обнаружил что он всю дорогу молился перебирая скрытно чётки в рукаве это тайное непоказное монашество инока Трофима я открыл для себя не сразу а пока расскажу про вторую аварию в городе нас снова потащило по гололёду и я стукнул машину частника вмятина была небольшая но денег заплатить за ремонт у нас не было и частник сказал что вызовет ГАИ и меня лишат водительских прав мы везли тогда с собой на продажу коробки серебряных крестов Трофим дал частнику сколько-то серебряных крестов тот обрадовавшись простил нас а я расстроился лучше бы говорю Трофиму у меня права отобрали чем монастырское добро раздавать а он отвечает брат мы едем по послушанию а лишат тебя прав застрянем здесь послушание превыше всего и еще меня удивило моих аварий Трофим не заметил он вообще никого не осуждал привязался я после этой поездки к Трофиму и повадился ходить к нему чай пить но однажды Трофим это пресек монах должен молиться а не по кельям ходить раз пришел значит по делу провожая меня на восстановление храма в деревню Клыково он сказал не слишком увлекайся хозяйственной деятельностью наше дело Богу молиться а Господь по молитве все дает рассказывает рисофорная послушница Эннского монастыря в 12 лет я стала наркоманкой и 2 года скиталась с компанией хиппи по подвалам и чердакам это был ад я погибала и когда в 14 лет я приехала в Оптину то сидела уже на игле как же я полюбила Оптину и хотела жить чистой иной жизнью но жить без наркотиков я уже не могла мне требовалось срочно достать дозу и я уже садилась в автобус уезжая из Оптиной как дорогу мне преградил незнакомый инок тебе отсюда нельзя уезжать сказал он и вывел меня из автобуса это был инок Трофим потом я 2 года жила в Оптиной и каждые 2 недели пыталась отсюда бежать а Трофим опять перехватывал меня у автобуса убеждал уговаривал а я дерзила ему я уже знала уехав из Оптиной я не расстанусь с наркотиками и впереди лишь скорая страшная смерть но вот непонятное наверное многим наркоман не может жить в монастыре в него вселяется бес и гонит из монастыря на погибель наркоман становится игралищем демонов и уже не владеет собой я пыталась держаться но стоило появиться кому-то из наших как мой батюшка был от меня в отчаянии сколько можно опять это были такие адские муки что я решила покончить с собой достала смертельную дозу наркотиков и спрятавшись в развалинах казанского храма приготовила шприц чтобы сделать укол от смерти меня отделяли секунды как в храм вдруг вошел инок трофим я сразу спряталась решив переждать пока он уйдет а он почему-то не уходил молился читал и искал что-то и так продолжалось уже три часа когда он нашел меня то сразу все понял а я сорвавшись кричала ему я устала жить устала терпеть зачем ты торчишь тут уже три часа трофим устроил меня тогда в больницу и выхаживал как старший брат до сих пор в ушах звучит его голос терпи потерпи еще немножко ради господа нашего еще потерпи исцеление шло долго и трудно но оно все-таки произошло ему предшествовал один случай я уже долго жила забыв о наркотиках и радовалась с прошлым покончено вдруг поздно вечером мне передали что в лесу у озера остановились наши и приглашают меня на кайф и тут прежнее вспыхнуло с такой силой что я безумев побежала в лес вот загадка для меня непонятная почему-то всегда в таких случаях дорогу мне преграждал трофим он перехватил меня на дороге куда бежишь ночью наши приехали и я хочу их навестить что опять бесочки прихлопнули я пойду с тобой чтобы отделаться от трофима я так грубо оскорбила его что он потупившись молча ушел бегу я к озеру по знакомой дорожке и вдруг гроза гром молнии темень и я заблудилась в лесу ямы коряги я куда-то падаю и об одном уже в страхе молю господи прости и выведи коптиной а тьма такая и гром грохочет что я не знаю где монастырь вернулась я в оптину уже поздно ночью ворота были заперты но меня обжигала такая вина перед трофимом что я умолила меня пропустить смотрю в храме свет а там инок трофим молится улыбнулся он мне устал и улыбкой слава богу вернулась а я лишь прошу трофим прости меня христа ради я больше не буду прости когда мне исполнилось шестнадцать лет вопроса о выборе пути для меня уж не было я хотела быть такой же как инок трофим и ушла тогда в монастырь в страстную пятницу 1993 года наша матушка игуменья поехала в оптину и взяла меня с собой инок трофим обрадовался моему приезду и подарил мне икону воскресения Христова и сплетенные им шерстяные четки но уезжала я из оптиной в тревоге что с трофимом глаза больные и вид изможденный мне кажется он что-то предчувствовал и подвязался уже на пределе сил а позже мне рассказали что где-то за час до убийства он подошел к одной насельнице нашего монастыря и попросил передать мне поклон а чего передавать сказала та да она еще сто раз сюда приедет вот сам и передашь инок трофим молча постоял рядом с ней и ушел когда на пасху мы узнали об убийстве в оптиной весь монастырь плакал а у меня было чувство победа попраны демонские полки и трофим победил слезы пришли потом а сперва было чувство торжества ад где твоя победа господи слава тебе сестреночки инок трофим пришел в оптину в год открытия шамардинской казанской амросиевской пустыни когда 27 мая 1990 года состоялось освящение первого храма обители в честь иконы божьей матери утоли моя печали то на этом великом торжестве старались не замечать выбитых и прикрытых фанерой окон храма и хулиганских надписей на стенах шамардино начиналось с малой горстки сестер живущих в мирском плену к храму примыкали сараи с поросятами а из открытых окон бывших монастырских келей неслись магнитофонные вопли и телевизионная реклама сникерсов и ммм восстанавливать шамардино начинала оптина пустынь сама еще восстающая из руин но если мужской монастырь вскоре стал силой с которой приходилось считаться то беззащитность женского монашества развязала тогда многим языки местная печать писала что призвание женщины быть женой и матерью а не вести противоестественный образ жизни местные парни говорили то же самое но уже в непечатных выражениях да что вы в шамардино не идете там благодати больше говорил инок трофим паломницам желавшим посвятить себя монашеству но оседавшим почему-то в мужском монастыре там отвечали ему местные сестер оскорбляют а работа такая что инвалидом станешь и все это правда женская обитель нищенствовала позволяя себе нанять рабочих лишь на то чтобы скажем покрыть крышу храма а всю тяжелую черную работу сестры делали сами со стороны порой бывало страшно смотреть как худенькие юные сестры ворочают ломом огромные камни расчищая развалины монастыря слабые девушки такой валун с места не сдвинуть даже сильному мужчине не сдвинуть с ними ангелы работают сказал в изумлении один паломник и шамардино являло собою не плоть а дух восставая из праха неусердием слабых женских рук но не молчной молитвой ко творцу и господь дал знамение в подтверждение благодатного покрова над обителью когда на храме в честь казанской иконы божьей матери установили крест то над ним встал в небе столб света шамардино было болью и любовью инокатрофима его потрясал подвиг женского монашества и он говорил сестры немощные а как подвизаются куда нам до них он работал по послушанию на шамардинских полях а главное болел за шамардино всей душою расспрашивая приезжавших оттуда как там сестреночки из воспоминаний инокине ха это было в августе 1990 года я только что поступила в монастырь во время утренней службы в храм вошел молодой человек обративший на себя внимание тем неподдельным интересом с каким он осматривал церковь и иконы будто впитывая все в себя я сразу почувствовала в нем что-то родное и близкое такая же стремящаяся к Богу душа так и оказалось после службы он по-братски поприветствовал меня и спросил остаешься в монастыре да он просиял молодец сестра что пошла в монастырь я тоже еду в оптину пустынь в братью поступать и представился Алексей это он когда в оптину ехал то заехал сперва к нам потом он стал часто бывать в шамардино потому что работал возле нас на полях придет на службу и обязательно принесет нам в подарок то книжки то просфоры первое время он в мирском приходил и лишь скуфейка была монашеская а раз стоим на клиросе и видим Алексей пришел в подряснике взялся он за полы подрясника и стал радостно раскланиваться нам показывая что его уже одели а в оптину приедешь он подбежит и спросит как вы там один раз я его даже одернула за такое поведение Алексей ну нельзя же так ты же монах он потупился как провинившийся школьник прости прости меня а однажды спрашивает меня ты сколько Иисусовых молитв в день читаешь а я ему с умным видом не количество важно а качество он ничуть не обиделся но признался что читает в день столько-то молитв огромную цифру назвал раньше было все проще нас сестер в монастыре было очень мало часто приходилось ездить в оптину и ехали сюда как к себе домой зная что есть родной человек всегда поможет подскажет помню отец Трофим стоял тогда за свечным ящиком и всегда старался дать что-нибудь сестрам в утешение свернет большой кулек и просфоры туда с горкой положит а еще молитвки печатные даст он очень жалел сестер и помогал нам особенно когда копали картошку вот рассказы шамардинских сестер об уборке картошки в 1992 году осень выдалась на редкость дождливой картофелеуборочные комбайны вязли в грязи и от них пришлось отказаться но если мужской монастырь все же справлялся с уборкой то на шамардинских сестер работающих на соседнем поле было жалко смотреть почти почти постоянно моросил мелкий дождь со снегом сапоги и телогрейки за ночь не просыхали и сестры ходили в поле простуженными боясь что картошка уйдет под снег над шамардинским полем стоял немой молитвенный вопль о помощи и тут помогать им приехал на тракторе инок трофим прокопав несколько рядков он выскакивал из кабины хватал в каждую руку сразу по два ведра картошки собранной сестрами бежал с ней к машине высыпал и опять копал бежал и сиял подбадривая уставших а еще он катал на тракторе послушницу Юлию а послушнице было тогда десять лет сколько же веселых неправильных действий совершал при жизни инок трофим и смысл их открывается лишь ныне ведь суть не в том чтобы спасти картошку но в том чтобы спастись духовно не впав в уныние среди надсадных трудов инокиня сусанна вспоминает работал инок трофим так радостно что и у нас уже весело работа пошла а он бегает с ведрами шутит сияет а потом благословился у благочинной испечь картошку для сестер быстренько развел костер на опушке а прокинул туда вверх дном ведро картошки а тут обед привезли мы согрелись у костра и так утешились печеной картошкой что получился вроде праздник у нас и вот что удивительно инок трофим прокапывал редки по два три раза и каждый раз попадалась отличная крупная картошка с этого поля мы обычно собирали пять машин картошки а тут накопали тридцать рассказывает инокиня иустина рабочих рук в монастыре не хватает и однажды уже после смерти отца трофима на уборку картошки смогли послать лишь четверых меня одну болящую сестру и двух стареньких паломниц тракторист накопал нам в этот день очень много рядков а ночами бывали заморские и выкопанную картошку нельзя было оставлять в поле но разве вчетвером столько убрать мы падали от усталости выбившись из сил а день уже клонился к вечеру и тут я стала что есть мочи молить отца трофима о помощи и запела стихиру святии мученицы и же добрей страдавшей и венчавшейся молитесь о господу спастись и душам нашим и вдруг откуда ни возьмись выходит на поле много сестер человек десять наверное я даже глазам своим не поверила у нас в монастыре теперь обычай перед работой мы молимся о помощи новомученику Трофиму и он действительно помогает нам Воспоминания послушницы Елены Мне было 14 лет когда перед Пасхой 1992 года мы с мамой и младшим братиком ему было 11 лет приехали в Оптину пустынь и остались здесь работать на послушании Инок Трофим полюбил моего братишку брал с собой на звонницу и научил звонить они звонили с братом а мне тоже так хотелось быть звонарем Инок Трофим много помогал нашей семье помню у нас в келье не было замка а он принес и врезал замок а еще он подарил брату четки смастерил нам кадильницу и давал ладан для нее обязательно надо ходить на полуношницу говорил он проспишь полуношницу и весь день кувырком ничего не ладится а сходишь на полуношницу и живешь весь день иначе как по воле Божьей однажды Инок Трофим вдруг попросил у нас прощения за все сказав кто знает может я скоро умру может не доживу мы не поняли о чем он умру не доживу на прощенное воскресенье перед своей последней пасхой Инок Трофим стоял у иконы Божьей Матери умиления я подошла к нему а он весело ну что будешь просить прощения и положил мне в ноги земной поклон прося у меня прощения кто знает может не встретимся больше а я провинился может пред тобой потом я стояла на отпевании у гроба Инока Трофима как раз на том месте не метро в сторону где он положил прося прощения земной поклон никогда до этого дня у меня даже мысли не было о монашестве но пасха 1993 года была таким потрясением что душа отвергла мир мне показалось во всем мире и в оптиной что-то сильно изменилось а у нас появилось трое новых молитвенников перед Господом и я молилась у гроба Инока Трофима чтобы помог мне устроить мою жизнь молилась о поступлении в монастырь просила терпения и смирения а еще так хотелось быть звонарем а вскоре мой духовный отец сам заговорил со мной о монашестве и через год я поступила в монастырь где и стала звонарем через день после погребения было явлено чудо стали мироточить все три креста на могилах новомучеников я это видела своими глазами было обильное благоухание и все приходили помазываться помазалась и я начав с того дня молиться новомученикам и вот несколько случаев помощи по их молитвам 29 августа 1995 года наша матушка игуменья благословила меня съездить в Оптину строго-настрого наказав чтобы я вернулась в тот же день в Оптиной я задержалась на всеношной и спохватилась лишь в 7 часов вечера помолилась на могилках оптинских старцев и новомучеников попросив помочь мне добраться до Шамардино и тут раба Божия Фатинья вызвалась проводить меня идем мы в сумерках через лес как вдруг из кустов вышли трое мужчин с гитарой и стали к нам приставать мы быстрее от них а они за нами нам стало страшно мы с Фатиньей очень испугались и стали молиться она оптинским старцем а я новомучеником призываю их поименно и вдруг слышу в лесу тишина оглянись шепчу Фатиньи я боюсь оглянулись а на шоссе пустынно и в лесу не слышно шагов будто не люди это были а призраки и исчезли вдруг тут нас нагнала машина из Оптиной и довезла до деревни прыски полдороги проехали а до Шамардино еще шагать и шагать стемнело и шагово И в темноте по шоссе, а я переживаю Попадет мне, думаю, в монастыре из-за того, что ночью вернулась Стала снова взывать о помощи к новомученикам Вдруг возле нас тормозит машина, ехавшая нам навстречу А шофер говорит, куда подвезти, садитесь Развернулся и довез нас до Шамардино За кого молиться, спрашиваем шофера Скажите ваше имя А он улыбается, Василий Блаженный А это имя отца Василия в монашеском постриге И мы поняли, кто нам помог Однажды у меня сильно разболелся зуб А была моя череда петь на клиросе Боль нестерпимая, а подменить меня некем Стою на клиросе, и так мне плохо Что уже не молюсь, но вопию новомученикам Вдруг боль исчезла Я сперва не поверила Все жду, что зуб опять заболит Но зуб уже больше не болел Паломница из Брянска Галина Кожевникова Прислала в Шамардино свои воспоминания Когда в 1991 году я впервые приехала в Оптину То чувствовала себя здесь так одиноко, что думала Чужая я всем Помню, чистила на послушании подсвечник пальцем А тут подошел послушник Алексей, отец Трофим Дал мне металлический стержень Помог, пошутил Он посоветовал мне с детьми почаще бывать в Оптиной А когда мы приезжали, хлопотал, чтобы получше устроить нас И приносил детям просфорки, фрукты, конфеты Он был всегда радостный И не ходил, а летал Так что его светлые волосы и подрясник Даже вихрились от быстрой ходьбы Время отец Трофим ценил необычайно Я все удивлялась Только что видела его в храме А он уже выезжает на тракторе из монастыря В те годы вышла книга «Христа ради юродивые» Послушник Алексей стоял за свечным ящиком и читал ее Видишь, говорит, читаю, не оторвешься Он посоветовал мне купить ее Но денег на книгу у меня не было И он по почте прислал ее мне Уже после смерти отца Трофима с этой книгой вышла такая история Один человек оклеветал меня А батюшка, поверив, сказал мне такое, что я ужаснулась Уныние было страшное Наутро заказала панихиду об убиенных оптинских братьях Умоляя их помочь А вечером батюшка вызвал меня к себе И, разобравшись во всем, так утешил, что я пришла домой ликующая Взяла книгу «Христа ради юродивые» А оттуда выпала записка, пролежавшая пять лет незамеченной Если в дальнейшем что-либо вам понадобится, сообщите Алексей Рассказываю потом про эту записку батюшке А он говорит, улыбаясь Теперь поняла, кто тебе помог Когда я желавшим ордено, местные жители рассказывали Там, где отец Трофим сажал картошку стареньким бабушкам Колорадского жука почти не было Хотя на соседних огородах его было полно А у одной бабушки вообще не было Причем несколько лет подряд Местные жители даже специально ездили в Оптину Чтобы узнать, какую молитву от жука читал отец Трофим Но инока в Оптиной не нашли А когда позже отца Трофима спросили про молитву от жука Он ответил, да я одну только Иисусову молитву читал Послушница Юлия рассказала После смерти отца Трофима Некоторые местные жители брали земельку с его могилы И, разведя водой, кропили ею огороды С верой в помощь новомученика В избавлении от колорадского жука Один человек сказал мне, что жуки у него после этого исчезли Именем моим бесы и жденут В Оптиной пустыне и поныне ходит легенда Будто инок Трофим отчитывал бесноватых А возникла легенда так Рассказывает Александр Герасименко В скиту в одной келье с отцом Трофимом Жил одно время бесноватый паломник Во время приступов он взвивался в воздух И по-звериному изрыгал такое, что все убегали из кельи А отец Трофим жалел болящего и старался ему помочь Однажды, когда бесноватый стал извиваться Трофим зажал его между колен Кропит святой водой и, что есть мочи, читает молитвы Да воскреснет Бог и живые в помощи И всех святых на помощь зовет Особенно помню он взывал о помощи К преподобному Серафиму Саровскому А бесноватый кричит нечеловеческим голосом Не молись, меня сжет В общем, я от этого крика сбежал А когда вернулся, они уже мирно пили чай После этой отчитки вызвали отца Трофима к отцу-наместнику И он уже больше не отмаливал бесноватого Но лишь обмахивал ему лицо скуфейкой Когда он после приступов без сил лежал Самое интересное, что через три года после смерти отца Трофима В Оптину приехал Диакон Я узнал его и спросил Помнит ли он, как отец Трофим отчитывал его Ничего, говорит, не помню, что было в болезни А я так обрадовался его исцелению, что и расспрашивать не стал Каждому, кто знает чин отчитки, ясно, что инок Трофим, конечно же, не отчитывал Но война с бесами у него шла насмерть Ибо он воочию видел их Как-то раз он проговорился об этом москвичке Тамаре Савиной Живущей на даче близ Оптиной И Тамара спросила Трофим, а какие они? Лучше не спрашивай Такая мерзость, что говорить тошно А помолчав добавил Знаешь, чего бесы больше всего боятся? Благодарение Господу И когда тебе будет плохо Читай благодарственный Акафист Спасителю И от всего сердца благодари За скорби, за радость, за самое тяжкое Вот начнешь читать А они в келью набьются и такое творят, что стены дрожат А дочитаешь, а глянешься, нет никого Тишина и такая радость на сердце, что смерть не страшна Лишь бы с Господом быть Весной 1993 года Инок Трофим пахал у Тамары огород и подарил ей Акафист святым мученикам Киприану и Иустини Читай и распространяй Бесы этого Акафиста как огня боятся Сам на опыте испытал После смерти Инока Тамара пришла к иерманаху Михаилу за благословением читать и распространять Акафист А он сказал Мать, какие твои силы с бесами биться? Приподнимет, пришлепнет и все Читают этот Акафист лишь по особому благословению И вот почему В свое время философ Константин Леонтьев, а в постриге монах Климент Открыл для себя силу этого Акафиста И специально ездил по домам, читая его над бесноватыми Успех был поразительный, но сам Константин Леонтьев заболел тогда тяжким нервным расстройством Исцелившись лишь по молитвам еще живого святого, преподобного Амвросию Оптинского Что же касается совета отца Трофима читать этот Акафист То за ним стоит неподдельное да простодушие смирение Инока Он искренне считал себя хуже всех, полагая, что другим доступно куда большее Он не ведал еще, что ему уже уготован венец новомученика И в нем действует своей силой Господь После смерти в келье Инока нашли множество переписанных его рукою молитв против вражьей силы А игумен Антоний вспоминает, как отец Трофим рассказывал, что воочию видел бесов, силищихся столкнуть его вместе с трактором во враг Лишь Иисус своей молитвой отбился, рассказывал он тогда А еще вспоминают, как отец Трофим не раз зарекался Все, не буду больше за бесноватых молиться, бесы больно бьют Но мог ли он отказать кому, когда слезно просили, Трофимушка, помолись? Так и вел он до самой кончины тяжкую брань с бесами Одержав в ней победу в своей мученической смерти за Христа Увидеть эту победу глазами нельзя, но кое-что зримо Живет в Оптинских краях молодая женщина, которую сострадание к беде назовем условно Анечкой Человек она деликатный и очень переживает, что возле святых мощей из нее рвется звериный рык Анечка хочет исцелиться, и зимой 1995 года от могилок Оптинских старцев услышали рык Эта Анечка, припадая к земле, ползла к могилкам, ее отшвыривала, она падала и снова ползла К ней поспешили на помощь, подвели к могилкам, и Анечка благодарно затихла «Анечка, а тебя на могилке новомучеников сводить?» — предложили ей «Нет, я не выдержу», — отвечает она, — «там жжет сильно» «Это вы, счастливые, к новомученикам без страха ходите, а я только после причастия могу» Рассказывает мать Нина Через год после убийства пошла я на могилку Трофима, помолилась, поплакала и присела на лавочку Смотрю напротив могилки Трофима, но поодаль стоит женщина и как-то странно дрожит Детка, говорю, что с тобой? Я, говорит, знала инока Трофима при жизни Хочу подойти к его могилке, а не могу Подвела я ее к могилке, она как закричит Мат, оскорбление, ужас Простите, говорит, у меня болезнь такая И в голос кричит Тут из медпункта врач отец Киприан выглянул Это кто там так страшно кричит? Больная, говорю, чем бы помочь? Уведите ее от могилок, она и затихнет И правда, она затихла, когда я ее от могилок увела Приветливая стала, хорошая И не подумаешь, что больная Но я тогда не знала, что есть болезнь беснования Впервые увидела и перепугалась Рассказывает врач Ольга Анатольевна Киселькова Однажды я привела на могилу новомучеников Девушку, страдающую наркоманией У могилы отца Трофима она сказала Ох и бьет тут сильно Как же сильно бьет Потом ее родители рассказывали мне Что девушка исцелилась Я люблю все послушания, кроме Когда на могиле новомученика Трофима начались чудотворения Один паломник-трудник сказал в простоте Повезло Трофиму, жил не тужил Ехал себе на тракторе, да и въехал в Царствие Небесное Так богомудро прожил инок свою жизнь Что остались сокрытыми скорби тяжкого монашеского подвига И запомнился он многим веселым трактористам Не знающим, казалось, никаких проблем Тракторист он был умелый И думали многоопытный А образ сельского умельца Настолько укоренился в сознании Что в одном из газетных некрологов О нем писали как о труженике сельского хозяйства Немало потрудившимся на полях нашей родины А затем на монастырских полях Некролог озадачил родных инока Во-первых, он до оптиной никогда не работал на тракторе А главное, был горожанином И жил в деревне лишь до окончания восьмого класса Где он научился пахать, не знаю, рассказывает мать А права получил так Поехал из Братска в деревню навестить дядю А там трактористы на права сдавали Он пошел со всеми и сдал Вот послушание инока в монастыре Он был гостиничным, маляром Стоял за свечным ящиком, пек хлеб Работал в кузнице, в переплетной мастерской, на складе А главное послушание Старший звонарь, панамарь, тракторист Он был мастером золотые руки И каждое дело исполнял так талантливо Будто с измольства был обучен в нем И лишь после убийства узнали, что он никогда не был кузнецом, трактористом, переплетчиком, пекарем А до монастыря и звонить не умел Сыночек мой, да когда ж ты всему научился, удивлялась потом мать Ответа на этот вопрос нет, но известны слова инока Трофима Господь по молитве все дает И вот рассказ о том, как инок Трофим пек в оптиной целебный хлеб Печь свой хлеб заставила нужда Как раз в 90-х годах при отсутствии неурожаев и стихийных бедствий В стране наступил тот подозрительный голод, когда хлеб стали выдавать по карточкам В долгих очередях за хлебом козельчане возглашали Москву на вилы А в монастырской трапезной для паломников нередко объявляли Братья и сестры, простите нас Христа ради, но хлеба к обеду сегодня нет Тогда и было решено возродить хлебопашество и выпекать свой хлеб Печь хлеб в оптиной никто не умел И на послушание пекаря поставили отца Трофима, полагая, что он деревенский А в деревне хлеб все же пекут Рассказывает Пелагея Кравцова Прибегает ко мне Трофим и спрашивает Поля, как хлеб пекут? Рецепт пирога, говорю, могу дать А хлеб? Да кто ж теперь хлеб печет? Вспомнили с ним, как в старину проверяли качество хлеба На хорошо выпеченный хлеб можно сесть Он пыхнет и снова пышно поднимется Ох и побегал он тогда по бабушкам, пока нашел рецепт настоящего старинного хлеба Зато караваи у него выходили пышные, как куличи, а вкусные Бывало, купишь в магазине хлеба, а не выдержав, зайдешь в пекарню Трофим, дай настоящего хлебца отведать Помню, как вместе хрустели горячей корочкой В трапезной для паломников рассказывали случай Один бизнесмен, уезжая из монастыря, попросил дать ему рецепт монастырского хлеба И сказал Я имею личного повара и питаюсь в лучших ресторанах Но у меня больной желудок и хлеба не принимает А ваш хлеб просто целебный, ем и наслаждаюсь Рецепт ему, разумеется, дали, спохватившись после его отъезда, что не сказали главного Сколько же молился над каждой выпечкой отец Трофим Да он по сорок акафистов над каждым замесом читал Сказала одна женщина из трапезной А ты считала? Спросили ее Никто, конечно, не считал Но все видели, как отец Трофим полагал Многие земные поклоны перед иконой Божией Матери Спарительница хлебов И действительно долго молился Хлеб был намоленный Необычайно вкусный монастырский хлеб шел на расхват Им благословляли в дорогу именитых гостей А кое-кто брал и без благословения Рассказывает паломник Трудник С В ту пору мы увлекались доброделанием И спешили делать людям добро, причем за чужой счет Знакомых приезжавших в монастырь я водил в пекарню к Трофиму Угощаться горячим хлебом Они ахают, как вкусно А я уже целые экскурсии веду Трофим, дай людям хлеба в дорогу А этому побольше, он совсем без денег Трофим виновато потупится, но даст В общем, за наше доброделание И самочинную раздачу хлеба Поставили Трофима на поклоны Как же все переживали за Трофима И хотелось провалиться сквозь землю от стыда А Трофим, напротив, епитимью нес радостно, а земные поклоны любил Когда Трофима поставили на склад, то стало иначе Раньше один доброделатель многое брал со склада без благословения, чтобы одаривать людей А тут пришел он на склад А Трофим ему говорит Если благословят, хоть все забирай Не мое это, а Божие Тот раскричался Я людям помогаю, а ты не любишь людей Где твоя христианская любовь А Трофим говорит Господь тут хозяин, а не мы с тобой Если ты, а не Бог в монастыре, хозяин Вот тебе ключи от склада, а я ухожу Положил он на стол ключи от склада А доброделатель тут же ушел Жизнь инако Трофима, как и жизнь каждого человека Не обходилась без искушений Но вот итог многолетней работы по сбору воспоминаний о новомучениках Никогда ни один человек не слышал от инака Трофима Инака Ферапонта и иеромонаха Василия Ни одного слова осуждения Рассказывает столяр-краснодеревщик Николай Яхонтов Один брат сильно осуждал монастырское начальство Приходит к отцу Трофиму и говорит возмущенно Мы молиться сюда приехали, а не в хозяйственной деятельности увязать А тут один автопарк чего стоит А отец Трофим говорит Брат, зачем мы сюда приехали душу спасать или других осуждать Тут Господь хозяин Божия Матерь Игуменья Если что не так, Божия Матерь поправит А мы кто такие с тобой? Об автопарке в монастыре По древней традиции паломников в Оптиной кормят бесплатно А за стол садятся порой 500 человек Вот и уходят в рейсы монастырские машины, чтобы купить продукты не у перекупщиков, а где подешевле А еще уходят в город машины за воском для свечей и развозят православную литературу Шоферы в монастыре всегда очень нужны Когда после смерти инока Трофима стали разбирать вещи в его келье То из них выпали водительские права Чему удивились? Как? Права профессионала водителя нашли также в келье инока Ферапонта И опять удивились? Как? Водительские права были и у иеромонаха Василия Но он их даже в монастырь с собой не взял Зная, человека с правами тут же посадят за руль Начнутся бесконечные поездки И тогда прощай монашеская жизнь Я люблю все послушания, кроме тех, когда надо уезжать из монастыря Говорил инок Трофим За послушание ему и отцу Василию случалось уезжать из Оптиной Но добровольно? Никогда Научи меня Божий любить Рассказ прихожанки Н.Д. Был у меня с отцом Трофимом загадочный случай Шел рождественский пост 1990 года Постное масло у нас в Козельске выдавали тогда по карточкам 100 граммов в месяц на человека А была у нас тогда приоптенная православная община мирян Мы несли послушание странноприимства А при такой уйме народа в доме майонезной баночки масла хватало лишь на три дня Пост проходил без масла От сухой перловой каши уже соднило горло А сын просил Мама, картошки пожарь А на чем? А когда паломники из Москвы привезли нам много сливочного маргарина Начались пищевые грезы В уме уже шкварчала на сковородке поджаристая картошечка А к ней грибочки с лучком Резвыми ногами мы побежали в монастырь за благословением на сливочный маргарин А ермонах Михаил сказал Не могу благословить на нарушение поста Молитесь, чтобы Господь послал постного масла Отошла я от батюшки злая Не могу молиться, жареные картошки хочу Лишь за послушание перекрестилась на силу, сказав Господи, пошли маслица И тут из алтаря вышел отец Трофим Прошел через переполненный храм прямо ко мне и дал бутылочку святого масла Вам Я удивилась, а женщина, стоявшая рядом со мной, сказала Счастливые вы прямо из алтаря святого масла принесли Хорошо бы, говорю, еще и растительного А вас растительное интересует Приходите к нам в магазин Оказывается, эта женщина работала в магазине воинской части Где закупили много постного масла и решили помочь православным в пост Растительное масло с той поры в доме не переводилось А случай с отцом Трофимом не выходил из головы Я уже знал, он ничего не делал неосознанно Женщинам, молившимся с непокрытой головой, он дарил платочки Будущим монахам и монахиням четки А мне досталось святое масло на исцеление от некоего недуга души И хотелось понять, от какого Как от какого, сказал мой духовный отец Конечно, от маловерия Вот другая история о моем маловерии Собрались мы сделать в доме ремонт, закупив все необходимое Но тут в свои 84 года тяжело заболела мама И где уж ей выдержать месяц разорения в доме Решили, ладно, обойдемся без ремонта А Успенским постом 1995 года электрик стал долбить стены Отыскивая повреждения вскрытой проводки И вдруг разом рухнули многослойные деревенские обои А дом превратился в берлогу с лохмотьями обоев по углам Побежал я в расстройстве на могилу отца Трофима и говорю Трофимушка, что делать? Мама болеет, а на ремонт нет ни денег, ни сил Ни о каком ремонте я даже не помышляла, просто поплакалась Возвращаюсь домой, а там мама отца Трофима с моей мамой чай пьют Срочно делай ремонт, говорит мне мама Трофима Как я люблю обои клеить, и все бы тебе сделала, но разболелась я Начала я рассказывать, что ходила к отцу Трофиму Но досказать не успела, как в дом вошла паломница Люба из Олексина И говорит от порога Ну, я как знала, что надо ремонт делать И даже рабочий халат с собой взяла Ставьте воду варить клейстер Какой клейстер, Люба? Садись чай пить А Люба уже рабочий халат натягивает Некогда, я на три дня приехала И надо в три дня закончить ремонт Уж до чего я люблю ремонт делать Мой муж все боится, что пока он на рыбалке Я опять проверну ремонт Но и Люба про мужа не досказала Как пришла молдаванка Дарьюшка И тоже прямо от порога говорит У нас в Молдавии трижды в год белят На Рождество, на Пасху и на Михайлов день Можно я у вас побелю? А мама Трофима лишь улыбается Ну, нагнал Трофим людей За три дня сделали ремонт Побелили, поклеили обои Покрасили двери и окна И лишь пол не успели докрасить Оставив пока сохнет проход Люба и Дарьюшка не пропускали при этом Ни одной службы в Оптиной А когда мы вышли в лес возле дома Продышаться от краски То наткнулись на опушке на такое изобилие опят Что нарезали сразу корзин десять Да и бросили резать хватит Как выяснилось позже Год был не грибной И соседи удивлялись Где же вы грибы отыскали? Да не искали мы Было такое море золотистых нарядных опят Будто устроил нам отец Трофим праздник Не своей силой это сделано Сказал про трехдневный ремонт Иерманах Марк Испафнуть его Боровского монастыря Возглавлявший когда-то Оптинскую православную общину мирян Давно уже нет нашей общины Но однажды Господь собрал нас Вместе на праздник в Оптиной Кто-то приехал в Ресофоре Кто-то уже в Мантии И получился у нас вечер воспоминаний Об инаке Трофиме И о тех временах Когда мы буквально изнемогали душою От казалось бы добрых дел От странноприимства и вечных разговоров В доме гудела голова От многопопечительности Опустошалась душа А искушения с жильцами-паломниками Бывали такие Что потом приходилось Нести и пятимью за осуждение Собственно разговор начался с вопроса А как же Трофим? Уж сколько он помогал людям И не изнемогал при этом душой Почему? И тут все вспомнили Один незначительный вроде бы случай В конце литургии Одна малышка умудрилась Засунуть руку в такую узкую щель батареи Что вытащить ее оттуда было невозможно Реву было минут на сорок Вокруг рыдающего ребенка Собралась толпа И каждый силился вытащить руку Но от этих усилий рука лишь посинела Распухла А малышка кричала все отчаянней На крик из алтаря вышел отец Трофим Помолился перед иконой Божией Матери А потом стал играть с ребенком Изображая как киска умывается И зайчик морковку жует У малышки сразу улыбка до ушей И лишь просит Еще киску покажи Еще зайчика Ну дитя есть дитя А против инока поднималась досада Тут дело делать надо и руку спасать А он играет в зоопарк Но когда ребенок успокоился и обмяк Отец Трофим неуловимым движением Вынул руку из батареи Это совсем простая история Вдруг припомнилась теперь уже Как притча о доброделании Мы ведь ожесточенно дело делали А у Трофима было иначе Сначала молитва к Божией Матери И любовь к этому измученному Испуганному ребенку Дитя и инок полюбили друг друга И лишь потом освободилась рука Как же нам всем не хватает Этих огромных голубых глаз отца Трофима Сказал на проповеди Игумен Владимир Любви не хватает А без нее все становится Тусклым и серым Вот и сидели Вспоминая сияющие любовью Глаза Трофима Бог есть любовь Рядом с Трофимом Душа это чувствовала И как же было радостно с ним Делать и рай Фараон дал израильтянам много работы Чтобы они много ели И оттого забывали о Боге своем Сказал последний афонский русский старец Иеромонах Тихон Жизнь инока Трофима Можно было бы пересказать в иных словах Он много молился Мало спал Мало ел Ограничивая себя даже в питье Но как же много он работал Рассказывает монахиня Александра Старшая сестра по хоздвору Стояло такое засушливое лето Что на огородах все горело А без овощей чем людей кормить И мы бегали с ведрами воды От пруда поливая огород Но ведь тут не три грядки надо полить А поля И мы уже падали с ног Да как же вы мучаетесь Сказал отец Трофим И придумал, как через пожарные шланги Качать насосом воду из пруда Но шланги с водой были такие тяжелые Что таскать их по огородам Мог только сам отец Трофим Возвращался он в послушание Уже к ночи И мы с ним ночами поливали огород Ох, Трофим, говорю, быть мне в аду Приду в келью и падаю А на правила сил уже нет А я, говорит, приду в келью Встану на молитву И вот помню, что начал читать Отче наш А закончил ли, не помню Помолчал и сказал Нет, Александрушка, будем мы с тобой в раю Мы же ради Господа себя забываем А разве Господь забудет нас? Из воспоминаний Пелагеи Кравцовой Красивый был человек Трофим И до чего же красиво работал У нас все рабочие любили его А разобраться, что мы с ним Чаи распевали, что ли Но столкнешься на минутку по делу И сразу радость Родной человек Вот придешь, бывало, на склад А нужного инструмента там нет Ну, на нет и суда нет А когда на складе работал Трофим Он тут же скажет Сейчас подумаю, чем заменить И ведь обязательно выручит В Библии о работе на совесть сказано Делайте рай Именно так работал инок Трофим И историю возрождения Оптиной пустыни Невозможно представить без его трудов Он приехал сюда Застав ту мерзость запустения На святом месте Когда отказывалась Плодоносить земля Местные жители Построившие после войны поселок На монастырских угодьях Нещадно кляли эту землю На которой почему-то Ничто не росло Землю для огородов Завозили самосвалами Создавая искусственный Плодоносный слой И все равно земля Была как больная На яблонях не было яблок На смородине ягод И стояли в парше сады Любителей природы Потрясенных величием Оптинского бора Ждало иное потрясение Лес был будто мертвый Не слышно пение птиц Не плодоносят черничники А из грибов Лишь редкие Скрюченные сыроежки Что это радиация Спрашивали в тревоге Первые насельники Мерили приборами Но радиации не было Как не было грибов И рыбы в реке Первые насельники Лишь из книг узнавали Что когда-то тут были Богатейшие монастырские И рыбные ловли Кормившие обитель И губернию А местные жители Рассказывали За грибами ездили на телегах И брали лишь шляпки От белых грибов А еще старикам Запомнились Монастырские Помидорные поля Здесь без всякой пленки И совсем как на юге Помидоры росли В таком изобилии Что по благословению Отца-наместника Священно-мученика Исаакия Второго Расстрелянного в 1938 году Их раздавали всем желающим А потом наступил экологический кризис Говорили старики Не связывая оскудения с тем Что ушли в лагеря молитвенники И ушла от земли благодать Инок Трофим застал на месте Былых помидорных полей Дурно пахнущее полуболото На Костромском диалекте Такую землю называют Обидище От обида на то Что ни к чему Непригодна эта земля Ни пашня Ни пастбище И даже ни болото На котором все же Клюква растет Пахал инок Трофим Обычно на тракторе Но трактор По обидищу Не пройдет Топка Даже пахарь с плугом Обидище не осилит Если это не пахарь-богатырь Инок Трофим Почему-то запомнилось Как стоят на ветру Конь и пахарь Инок Трофим Долго молится Повернувшись лицом К востоку А ветер Треплет его светлые волосы И взвивает Гриву коня Потом Перекрестившись Он берется за плуг А земля Такая тяжелая И издали Кажется Что конь и пахарь Уже ползком Ползут по земле Конь Припадает на колени И сильно Тянет шею Вперед А инок Трофим Лежит грудью На плуге Упираясь в землю Носками сапог Сейчас здесь снова Растут помидоры Розы Капусты И огурцы Экое силище У монахов Такую гиблую землю Поднять Сказала бабушка Ольга Юрина Никто из нас Не верил А сказать бы Не поверили В лето После убийства Местные женщины Всполошились Лес оживает Черника пошла И потащили Из леса Чернику Ведрами А на следующий год Местные рыбаки Стали приторговывать Такой рыбой Что лишь Пол леща Умещается В ведре А хвост Наружу торчит Завелись птицы Ветви яблонь Потяжелели От яблок А козельчанин Владимир Рассказывал Что они с женой Нашли возле Оптиной Четыреста Белых грибов По привычке Видеть во всем Случайности Никто не усматривает Той взаимосвязи Что пролилась На землю Кровь Новомучеников И по их молитвам И их заступлением Вернулась К святой земле Благодать Тричисленные Мученики Оптинские Новомученики Обычно приходят На помощь Втроем Причем Иноков Трофима И Ферапонта Все почему-то Видят в монашеских Мантиях Но прежде чем Рассказать о Посмертных Чудотворениях Приведем Один случай В Оптину Из Шамардино Приехала Инокиня И рассказала Что монахине Ф Приснился Встревоживший Ее сон На Шамардинской Звоннице Возле церкви Бьет в набат Отец Трофим Снег вокруг Красный А к храму Бегут как на пожар Отец Василий И отец Ферапонт Запишите Этот сон Сказала Инокиня Монахиня Ф Сильно Тревожится По учению Святых Отцов Снам доверять Нельзя Мы категорически Отказались Записывать Сон Как из Шамардино Сообщили Там пожар Загорелось В нижнем Этаже Храма И как раз У той стены Где бил В набат Отец Трофим Сгореть бы Храму Ибо пожар Занялся Потаенно И полыхнул Сильно Но молитвами Новомучеников Помиловал Бог Вот почему В рассказы О посмертных Чудотворениях Мы включили Некоторые Явления Новомучеников В тонком Сне Подвергнув Их Предварительному Рассмотрению Духовно Опытных Отцов Случай Исцеления Паломницы Записаны Из ее слов Свидетелями Исцеления Я Нина Пичук 58 лет Из Байрам-Али Из Туркмении Приехав В Оптину Пустынь Тяжело Заболела Температура К ночи Была Выше 40 градусов Перед этим На всеношной Я исповедалась Помолилась Божией Матери Преподобному Амвросию Оптинскому И побывала На могилах Новомучеников Почему-то До Оптиной Я о новомучениках Не знала И фотографии Их Никогда Не видела Вернулась Я с могилок В гостиницу И слегла Я вся Горела Огнем И не пойму Задремала Я Или видела Все наяву Но вижу Пришли Ко мне И молятся О моем Здравии Преподобный Амвросию Оптинский Батюшка У которого Я исповедовалась И трое Неизвестных Монахов Что удивительно Вижу Этих Монахов Нераздельными Будто Они срослись Друг с другом В плечах Почему-то Сразу Пришло На ум Что это Оптинские Новомученики А когда Позже Увидела Их Фотографии То сразу Их Узнала На утро Проснулась Совершенно Здоровой И исцеление Произошло В ночь С 4 На 5 Октября 1993 Года Из воспоминаний Александра Герасименко Вскоре После убийства Монах Амвросий Рассказывал Сон Будто Висит У него В прихожей Архиерейская Полумантия Необыкновенной Красоты Он Хотел Взять Ее Себе Но Услышал Голос Это мантия Отца Ферапонта Из письма Натальи Буркаевой Пензенская Область Город Новоломов Сынишке Было 5 лет Когда мы Побывали В Оптиной А в 6 лет Сразу После убийства Братьев Он проснулся Утром И спрашивает Мама Мы сейчас В Оптиной Не были Нет Говорю Вижу Что он Как-то Возбужден И спрашиваю Сыночек А что Такое А он Говорит Мама А ведь Эти монахи Живые Я их Сейчас Видел Они Шли По дорожке И улыбались Там Как в Оптиной Только Красивее А кругом Цветы Большие Яркие Я спрашиваю Антоша А что еще Ты Видел Храм там Тоже есть Да Есть Но какой-то Не такой Покрасивее И весь Расписной И все Там Ярко Свет Кругом Рассказывает Москвичка Инженер С А ныне Монахиня Н Я Инвалид Второй Группы Из-за Перенесенной Черепно-мозговой Травмы В Москве Я часто Падала В обморок От головокружений А Оптина Пустынь Меня спасла Поселившись В доме Возле Монастыря Я Постепенно Окрепла И стала Работать В монастыре Врушании Но любых Поездок В автобусе Я боялась Как пытки Мне сразу Делалось Дурно И от боли Раскалывалась Голова А тут Кончились Деньги И надо было Съездить В Москву Тем более Что один Знакомый Взявший У меня Деньги В долг Сообщил Что собрал Нужную сумму И готов По приезде Мне все вернуть У меня был Такой страх Перед автобусами Что перед поездкой Я долго молилась У могилок Новомучеников Умоляя их Помочь Мне доехать до Москвы А получив деньги Благополучно вернуться Набрала я В пакет Земельки С могил Новомучеников Села в автобус И не заметила Как доехала В Москве Звоню Знакомому А тот Радостно Сообщает Что приготовил Деньги И ждет Меня у себя Приезжаю А он говорит Раздраженно Что никаких денег У него нет И вернуть ему Долг нечем Вышла на улицу И чуть не плачу Что это Насмешка Что ли А пакетик С земелькой Сжимаю в руке Вдруг вижу Под ногами Деньги лежат Нагнулась Подняла Снова вижу деньги И снова поднимаю Так Семь раз Нагнулась И собрала Ровно столько Сколько он Мне был должен Вернувшись домой Звоню ему И говорю Что теперь он Мне больше ничего Не должен Потому что Господь вернул Мне долг Рассказываю Что нашла деньги А он спрашивает В таких-то купюрах Да И тут он признается Что перед моим приездом Его одолело Искушение Выпить Схватил он Приготовленные Для меня деньги Сунул в карман И побежал В гастроном За водкой А у кассы Обнаружил в кармане Дыра И денег нет Именно эти деньги Я нашла И по молитвам Новомучеников Все кончилось Хорошо для моего Знакомого И для меня Рассказывает Иконописец Тамара Мушкетова В Оптиной пустыне Жил и работал На послушании Столяра Москвич Саша Момзиков Где-то через полгода Ему понадобилось Ехать домой Денег на дорогу У Саши не было И отец Эконом Пообещал Отправить его В Москву Монастырской машиной Собрал Саша Чемодан И неделю Ежедневно Ходил к воротам А уехать не мог То мест в машине Нет То еще что Случится Саша расстроился Да что ж такое Не могу уехать И все Саше Говорим ему Сходи на могилке Новомучеников Они же всем помогают А он лишь Отмахнулся Да ну Постоял с чемоданом Но на могилке Смотрим Пошел Помолился Там и отправился К знакомым В переплетную Мастерскую Чай пить Только сел А дверь распахивается И отец Митрофан Говорит Саша Ты чего тут Рассиживаешься Весь монастырь обыскали Там у ворот Машина тебя ждет Рассказывает паломница Трудница Людмила Степанова Ныне Иннокенедомна Закупили мы в городе Все необходимое Для оптинской Златошвейной Мастерской Груз получился Тяжелый А ни одна машина Нас до оптиной Не везет Взмолились мы О помощи Новомученикам И тут же Возле нас Затормозила машина А водитель Пригласил садиться Но таких случаев Помощи с транспортом По молитвам Новомучеников В оптиной пустыне Такое множество Что даже Не знаю А удобно ли мне Об этом рассказывать Протоиерей Валерий Настоятель храма Святителя Николая В городе Козельске Рассказал Когда мы были В оптиной пустыне Моей матушке Тамаре стало плохо Боли были Невыносимые И я тут же Отслужил литию На могилках Новомучеников Матушка Чтобы унять боль Приложила к больному месту Земельку с их могилок И боль прошла Конечно Когда выяснился диагноз Пришлось прибегнуть К операции Но я считаю Немаловажным Отметить Что по молитвам Новомучеников Матушка Получила облегчение В болезни И приступ Острой боли Мгновенно Был снят Иеромонах Василий Мозговой Сообщил В Варламо Хутенском монастыре Господь свел меня С Иеродиаконом Димитрием Из Псковской Епархии Рассказавшим О себе Следующее Он сильно заболел И так задыхался Что не мог спать Лежа А только сидя Тогда их батюшка Предложил помолиться Об исцелении Оптинским Новомученикам И отслужил Панихиду По отцу Василию Отцу Ферапонту Отцу Трофиму Вечером Отслужили Панихиду А на утро Иеродиакон Димитрий Был здоров Когда у них На приходе Одну рабу Божию Разбил Паралич Батюшка Снова Отслужил Панихиду По оптинским Новомученикам После Панихиды Больная Смогла Уже Шевелиться А до этого Была Недвижима Рассказывает Паломница Трудница С Украины Зоя Корчак В 1997 Году В одной Келье Со мной Жила Паломница Из Финляндии Надежда Пиетарила У Нади Была Саркома Она Перенесла Несколько Операций Врачи Признали Ее Безнадежной Ожидая Что она Со дня На день Умрет Для врачей Меня уже Нет Говорила Надя Я уже Не существую Но я Еще Живу Что умирает И приехала В Оптину Пустынь Буквально На день Чтобы поклониться Перед смертью Святым Но Духовник Монастыря Схиигумен Ильий Благословил Надю Пожить В Оптиной Подольше И она Очень мучилась Сперва Есть Она Уже Не могла Сил Выполнять Послушание У нее Не было И даже Со стороны Было Видно Как тяжело Она Больна Надя Очень любила Слушать Рассказы Об Оптинских Новомучениках И ходила Молиться На их Могилке Однажды Она Вернулась С могилок Радостно И говорит Со мной Сейчас Отец Василий Как живой Говорил Как Но Она Была В таком Потрясении Что Даже Рассказывать Об этом Не могла И Лишь Потом Призналась Стою У могилки Отца Василия И плачу Думая Что Скоро Умру И уже Не увижу Финляндию Мужа И моих Детей Наклонилась Приложиться К кресту На могиле И вдруг Слышу Голос Отца Василия Ты не Умрешь Над тобой Покров Божией Матери И твоя Миссия На земле Рассказывать Людям О явленных Тебе Чудесах А какой Был Голос У отца Василия Спросила я Не утерпев Очень Красивый А у Отца Василия Был Действительно Красивый Голос После Этого Случая Надежда Была У двух Прозорливых Старцев Рассказав Что Врачи Со дня На день Ждут Ее Смерти Ты не Умрешь Сказал Ей Один Старец Вот Над тобой Покров Божией Матери И тебе Дано Назначение Рассказывать Людям О явленных Тебе Господом Чудесах А старец Николай С острова Залит Сказал Жить Будешь Только Не Греши После Этого Надя Долго Жила В Оптиной Много И охотно Работала На послушание Убирая Храм И если Прежде Ее Видели Бессильной От болезни То Теперь Удивлялись Сколько Же В ней Энергии Надя Часто Исповедовалась И причащалась Не пропуская Ни одной Службы И была Буквально Влюблена В Оптину А аппетит У нее Теперь Был Такой Что Она Все Покупала Продукты И говорила Видел Бо Мой Муж Как Я Теперь Ем Дома Фрукты Виноград Муж Не знал Уже Чем Накормить А Меня Отвращала От Всего Надя Рассказывала В Оптиной Что Болезнь Дана Ей Господом В покаянии Когда Ты Еще Будучи Неверующей Она Сфотографировалась В Мексике В обнимку С идолом И на тех местах Где тело Соприкасалось С идолом Образовались Раковые Опухоли Которые Ей Вырезали Потом На операциях Уже Из Финляндии Надя Прислала Мне Очень Радостное Письмо Сообщив Через Мою Болезнь Бог Привел Мужа К вере Муж У нее Прежде Был Лютеранином А они Ведь Не признают Поклонение Святым И их Иконам А когда Надя Преображенная И полная Сил Вернулась Из Оптиной То увидела Что ее Муж На коленях Молится Перед Иконами Через Год Из Финляндии Пришло Известие О кончине Рабы Божией Надежде Пеетарилы Передавшей В дар Оптиной На молитвенную Память Икону Владимирской Божией Матери Всего Год Прожила Она После чудесного Случа На могиле Отца Василия И этот Год По словам Нади Был Самым Прекрасным Временем Ее Жизни Она Много Ездила По Монастырям И часто Писала В Оптину Изумляясь Обилию Явленных Ей Чудес И Великой Милости Божией Последнее Письмо Было Из Иерусалима С Фотографиями Обретения Благодатного Огня И Множеством Цветов На Пасху Как бы Я хотела Подарить Эти цветы Всей Братьей Оптиной Писала Она Слава Богу Слава Богу Ей Дано Было Прожить Этот Год В Радостном Благодарении Господу Разве Этого Мало Что же Касается Миссии Рассказывать Людям О явленных Ей Чудесах То Она Была Выполнена И Сейчас На Экраны Вышел Фильм Надежда С Рассказами Надежды Пиетарилы Часть Шестая Иеромонах Василий Восходящая Звезда Я родился Зимою Когда ветер И снег Когда матери Стукнуло Сорок Так писал О своем Рождении Юноша Игоря Расляков Которому Дано Было Стать Иеромонахом Василием Его Матери Анне Михайловне Было Уже Сорок Лет А отцу Ивану Федоровичу Сорок Три Когда 23 декабря 1960 Года На день Памяти Святителя Иосафа Белгородского У них Родился Первенец Сын Игорь В церковь Семья Тогда не Ходила Но Ребенка Крестили По убеждению Русский Человек Значит Крещеный Рассказывает Анна Михайловна Не Хотела Я Детей Сперва В бараке Щелястом Жили Придешь С фабрики А я Ткачихой Работала И пока Печь Затопишь Так Продрогнешь Что Подумаешь Где Тут Дитя Заводить А квартиру Получили Лишь Под Старость Лет Старые Мы Говорю Мужу Чтобы Дитя Заводить Ребенка Надо Вырастить Выучить Разве Мы Доживем Где Мне Было Знать Что Переживу Сына А Муж Всей Душою Ребенка Хотел И Была У них Сыном Любовь Не Разлей Вот Говорят Что С детьми Трудно А я С сыном Не знал О забот Рос Он Послушный И Самостоятельный В третьем Классе Сам Записался В секцию Водного Пола И в спорте И в школе Лишь С успехами Шел Только Скажет Бывало Мам Я в Болгарию Уезжаю А еще Был в Румынии Югославии Венгрии Испании Голландии Много Куда Ездил Я Всего И не Упомнила О покойном Иване Федоровиче Рослякове Известно Немногое Родился Он В 1917 Году И Шестимесячным Младенцем Был Доставлен Из Рязанских Краев В Московский Детдом Был он Молчаливым Щепетильно Честным И Добрым Придешь К ним В гости Вспоминает Крестный Отца Василия Тетя Нина А Иван Готов Все На стол Выложить И последнюю Рубаху С себя Снять После Детдома Иван Федорович Работал На заводе В Великую Отечественную Войну Пять лет Служил Моряком На Дальнем Востоке А потом Как Выдвиженец Был направлен На работу В милицию Оперу Полномоченного Рослякова Там хвалили И отмечали В приказах За бесстрашие При задержании Преступников Но Время Было Такое Что Честнейший Иван Федорович Оказался В милиции Не ко двору И его перевели Во вневедомственную Охрану Института Судебной Психиатрии Имени Сербского Вот Тайное Предисловие К будущей Трагедии Ивана Федоровича Направили Охранять Отделение Куда потом Привезли Убийцу Его сына Всегда Спокойный Он на этой Работе Очень нервничал А дома Говорил Притворяются Пока Врача Нет Они здоровые А врач Придет Он таракана Поймает Врачиху Не затошнит Западная Пресса Создала Тогда Институт У имени Сербского Славу За стенка Для диссидентов Но Москвичам Было известно И другое Высокие Покровители Устраивали Сюда По звонку Влиятельных Преступников Уходивших Потом От правосудия Под прикрытием Психиатрического Диагноза Это Откровенное Беззаконие Было для Ивана Федоровича Таким Потрясением Что По убеждению Родных И послужило Причиной Его Преждевременной Смерти Но Прежде Свершилось Вот что Иван Федорович Уходил Теперь На работу С иконой Божией Матери Спрятав Ее В карман Гимнастерки Будущее Еще Было Сокрыто Но Уже Стоял На посту С иконой Отец Милиционер Игорь Тяжело Пережил Смерть Отца Написав Позже Бог Сказал И услышал Я дважды Что Для каждого Суд По делам Когда Умер Отец И Однажды Когда К смерти Готовился Сам Из воспоминаний Классного Руководителя И преподавателя Литературы Школы Номер 466 Города Москвы Натальи Дмитриевны Симоновой Когда В школу Приезжала Комиссия С проверкой Учителя Старались Вызвать К доске Игоря Рослякова Зная Что В этом Случа Школа Блеснет Он С отличием Шел По всем Предметам И был Настолько Скромным Что Хотелось Бы Сказать Вот Обыкновенный Школьник Но Это Не так Это Был Человек Одаренный И Отмеченный Свыше Ему Рано Были Знакомы Понятия Долг И Надо Уже С третьего Класса Жизнь Игоря Была Расписана По Минутам И Собранность У него Была Необыкновенная Уезжая На соревнования Он Отсутствовал В школе По 20 Дней Учителя Возмущались Опять Уехал А по возвращении Выяснялось Что Игорь Уже Прошел Самостоятельно Учебный Материал И готов Сдать Сочинения И зачеты Это Впечатляло Особенно Одноклассников Он Очень Много Читал И В 17 Лет Был Уже Взрослым Думающим Человеком И Одновременно Это Любил Поэзию Музыку Живопись А в те годы Следил Еще За модой Однажды Вернувшись Из-за границы Он Пришел В школу В джинсах А у нас Их Еще Тогда Не Носили Ему Сделали Замечание И Больше Этого Не Повторялось Вот Удивительное Свойство Игоря У него Никогда Не было Конфликтов С людьми Он Так Просто И Искренне Смирялся Перед Каждым Что Его Любили Все Класс Был Дружный Многие Знали Друг Друг Еще С детского Сада И Любили Собираться Вместе Вне Школы Помню В шестом Классе На вечеринке Игорь По-мальчишески Закурил И попробовал Вина Но Все это Ему Так Не Понравилось Что Было Вычеркнуто Из жизни Уже Раз И Навсегда И Когда Уже Взрослыми Одноклассники Собирались Вместе Все Знали Игорю Нужно Чтоб Был Чай А Еще Он Любил Сладкое Почти Все Девочки В классе Были Тайно Влюблены В Игоря А Мальчики Тянулись К нему Как К лидеру Но Сам Он Никогда Не Хотел Первенствовать И Дон Он Был Восходящей Звездой Многие Ездили Тогда В монастырь Чтобы Спасти Его Помню Как Я Впервые Приехала В Оптину И Мы Сидели С ним На Лавочке Под Липами Я Была Без Платка А В сумке Гостиниц Колбаса Но Я Ехала Не К Монаху А К Своему Ученику Тревожась За Его Участь И Не Подозревая Еще Милости Божией Когда Господь Дал Мне Ученика Ставшего Моим Учителем На Пути К Богу Помню Свою Первую Исповедь У Ермонаха Василия И Чувство Неловкости Что Я Учительница Должна Исповедовать Грехи Своему Ученику И Вдруг Отец Василий Так Просто Сказал Об Этой Неловкости Что Я Почувствовала Себя Маленькой Девочкой Стоящей Даже Не Перед Аналоем А Перед Отцом Небесным Которому Можно Сказать Все Мученическая Кончина Отца Василия Изменила Жизнь Не Только Нашего Класса Но И Школы Многие Крестились Стали Ходить В Церковь А Кто Ушел В Монастырь И Даже Люди Далеки От Бога Но Знавшие Отца Василия Не Могут Не Культуры Школы Номер 466 Анатолия Александрович Литвинова Игорь Росляков Был Самым Одаренным Учеником Нашей Школы И Бесспорно Лучшим Спортсменом Ее Конечно Он Был Известен Как Мастер Спорта Международного Класса Капитан Сборной МГУ И Член Сборной СССР Но Он Входил Еще В Сборную Команду Школы И Выступал На Районных Соревнованиях И На Первенстве Москвы По Легкой Атлетике Лыжному Кроссу И Волейболу Игорь Был Не Просто Загружен А Перегружен И Меня Очень Тронуло Когда Он Пожертвовал Престижными Соревнованиями Чтобы Помочь Школьным Товарищам В Финальном Матче По Волейболу Он Был Скромным Прилежным Тружеником А Еще Он Был Молчалив Какая-то Скорбь Была В Его Глазах Улыбался Он Редко Внешние Данные У него Были Прекрасные Это Был Целеустремленный Талантливый Красивый Юноша Я Удивился Когда Он Ушел В Монастырь Ведь Ему Очень Умному И Способному Человеку Успешно Окончившему Факультет Журналистики МГУ И Блестяще Выступавшему В Большом Спорте Открывалась Такая Богатая Перспектива В Жизни В Монастырь Я Впервые Приехал На Сороковой День Кончины Отца Василия И Оптина Так Потрясла Меня Что Теперь Искренне Завидую Нашей Наталье Дмитриевне Которая Была Рядом С Отцом Василием Все Эти Годы Рассказывает Тележурналист Мастер Спорта Олег Жолобов Член Сборной Команды МГУ По водному Полу О Дарованиях Игоря Раслякова Говорили Его Бог Поцеловал Это Был Выдающийся Спортсмен Нашего Века Так И Раскрывшийся На мой Взгляд В полную Меру Своих Возможностей Сначала Этому Помешало То Что Игорь Стал Невыездным Несколько Лет Подряд Он Завоевывал Звание Лучшего Игрока Года И при этом Его Не выпускали На международные Соревнования Потом Началась Перестройка Игорю Стали Давать Визу Правда В пределах Соц Стран Он Выполнил Тогда Норматив Мастера Спорта Международного Класса Был На взлете И Вдруг Ушел В монастырь Помню Прощальный Вечер Когда Мы Собрались Командой Провожая Игорю Воптину Все Охали Переживали И Как ни Странно Понимали Его Все Мы Были Еще Неверующими Но Уважали Веру Игоря И знали Он Не Может Иначе И Все И Как Когда-то Он Вел Нашу Команду В Атаку Так Став Отцом Василием Он Привел Нашу Команду К Богу Не Навязывая Своей Веры Никому Он Убеждал Нас Не Словами Но Всей Своей Жизнью И Вот Отдельные Случаи Запомнившиеся Мне Игорь Очень Строго Соблюдал Посты И Великий Пост Это Было Видно По Его Ребрам Когда После Смерти Отца Василия Я Со Всей Моей Семьей Еще Одним Членом Команды Крестился В Оптиной То Впервые Понял Как Не Просто Выдержать Пост Даже Если Сидишь Дома А Жена Готовит Вкусные Овощи А Игорь Великим Постом Даже Рыбы Не Ел Из-за Его Постничества В команде Было Сперва Недовольство Он Был Ведущим И Самым Результативным Игроком Команды И мы Боялись Проиграть Если Он Ослабеет Постом Помню Великим Постом Сидели Мы С ним На Бортике Бассейна В Сухуми И Игорь Сказал Главное Чтобы Были Духовные Силы А физические После Придут Дух Дает Силы А не Плоть На Следующий День У нас Был Решающий Финальный Матч С Балтикой Очень Сильной Командой В те Годы И как Стремительно Игорь Шел В атаку Забивая И забивая Голы Мы Победили И пост Был Оправдан В наших Глазах Носить Нательный Крест В те Годы Было Нельзя Но Игорь Не Расставался С Крестом И на соревнованиях Прятал его Под спортивную Шапочку Помню В Сухуме Мы пошли Искупаться В море А тут Начальство На пляж Приехало Увидели Что Игорь Ныряет В море С Крестом И в крик Позор Безобразие Скажите ему Чтобы немедленно Снял крест Начальство Уехало А мы Лишь Переглянулись И не сказали Игорю Ничего Мы настолько Уважали его Что знали Раз он Носит Крест У Игоря было Два прозвища Рослый Из-за его Высокого роста И немой Настолько он Был молчалив На сборах Кто на пляж Пойдет Кто к телевизору Сядет Кто в карты Режется А Игорь Все над книгой Сидит Читал он Очень много А мы Тянулись за ним Помню Купил он Себе за границей Библию И мы Библии Покупать А еще Помню Как один человек Из команды Попросил Игоря Написать ему Какую-нибудь Молитву Он написал ему Молитву По-церковно-славянски Сказав Лишь монахи Сохранили язык Слово Игоря было В команде Решающим Соберется Бывало Команда Говорят Говорят А Игорь Молчит А зайдет Дело в тупик Он скажет Краткое слово И все знают Решение Принято Помню Когда началась Перестройка И разговоры О демократии На собрании Команды Тоже заговорили Про демократию В спорте Говорили Говорили А Игорь Подвел итог Команда Это монархия Если не подчинить Игру единой воле То какая Будет игра Кстати Он свято Чтил память Убиенного Государя Нашего Николая Второго И нам Привил Эту любовь В Оптиной Пустыне Отец Василий Стал духовным Отцом Для многих Членов Нашей команды Но еще До монастыря Мы обращались К нему Со словом Батя Помню Мы были в Югославии На День Победы Игор Девятого мая У нас не было Но была с собой Бутылка Хорошего вина Помялись Мы и пошли К Игорю Батя Как Благословишь И он Благословил Устроить праздник Поехали мы На природу Накрыли стол И пели Песни военных лет Пел Игорь Прекрасно А отечество И память Военных лет Это для него Было свято У нас была Сильная команда Мастеров спорта Лидировавшая В те годы И когда мы выматывались На чемпионатах Начальство посылало нас На месячный отдых К морю И вот все едут К морю А Игорь В Псково-Печорский Монастырь И месяц Вкалывает там На послушаниях Мы любили В те годы Собираться командой На домашние праздники Соберемся И один вопрос А Игорь Придет? Он был душою Компании Хотя обычно Сидел и молчал Давно нет Нашей команды Но мы по-прежнему Собираемся Вместе Место сбора Теперь Оптина пустынь И в дни памяти Отца Василия Мы бросаем Все дела И едем На могилу Нашего бати Из воспоминаний Врача Ольги Анатольевны Кисельковой В свое время Игорь Расляков Был довольно известным Человеком В Москве Мне столько Расляков 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 Да когда же вы меня познакомите С вашим знаменитым Игорем Как удивились они Ты же весь вечер Сидела рядом с ним И тут я вспомнила Гиганта в кожаной куртке Молча сидевшего Весь вечер в углу Говорил Игорь Очень мало Но когда бросал реплику Чувствовалось Что это живой Остроумный человек Помню Мы вместе Разговлялись на Пасху А Игорь шутил Из поста Надо выходить Аккуратно Положите мне Пожалуйста Еще пару котлет А в оптины Эта гора мышц Обтаяла Буквально у меня На глазах Я даже сказала Батюшка Благословите Подкормить Игоря А то он так похудел Принесла ему Банку варенья А он мне Икону Державной Божьей Матери Подарил В 1997 году Мы гостили У родственников И сын Смотрел по телевизору Матч сборной страны По ватерпола Вот говорю сыну Отец Василий Тоже в сборной играл Сын мне не поверил Ну как Отец Василий Мог протыриться В сборную Ты хоть знаешь Кого туда берут Вечно ты Мам что-нибудь Выдумываешь Только я Хотел обидеться Как по телевизору Забили гол А комментатор Воскликнул Да Такую игру Мог прежде показать Лишь мастер спорта Игорь Росляков Сын был поражен Мама ведь Правда А я удивилась Как быстро Откликнулся Отец Василий И поддержал Мой родительский Авторитет Преподаватель МГУ Тамара Владимировна Черменская Вспоминает На втором курсе Университета Игорь подошел Ко мне и сказал Тамара Владимировна А я женился Событие Это всегда радостное Но он был Такой невеселый Что меня стали Мучить после этого Тяжелые сны Однажды мы Вместе гуляли И я сказала Игорь Мне почему-то Снятся про вас Странные сны Скоро эти сны Кончатся Ответил он Брак был недолгим Всего полгода Автобиография Написанная При поступлении В монастырь Я Росляков Игорь Иванович Родился 23 декабря 1960 года В городе Москве Окончил Среднюю школу Номер 466 Волгоградского Района Города Москвы После школы Один год Работал На автомобильном Заводе В 1980 Году Поступил В Московский Государственный Университет На факультет Журналистики В 1985 Году Закончил МГУ С квалификацией Литературный Работник Газеты В составе Университетской Ветерпольной Команды Выступал На всесоюзных И международных Соревнованиях Выполнил норматив Название Мастера спорта Был женат Брак Расторгнут Отделом ЗАГСа Волгоградского Района Города Москвы Детей От брака Нет С 1985 Года По 1988 Год Работал Инструктором Спорта В добровольном Спортивном Обществе Профсоюзов Эту Официальную Биографию Комментирует Тележурналист Мастер Спорта Борис Костенко Режиссер Фильма Оптинские Новомученики Профессионального Спорта У нас в те годы Как бы не было И мы с Игорем Должны были Показывать В автобиографии То, что значилось В трудовой книжке Работу на заводе В ДСО И тому подобное На самом деле Мы были студентами Днем учились А вечером Зарабатывали себе Спортом на жизнь Отца у Игоря В живых уже не было Мать была пенсионеркой И он не мог не работать Кстати, у Игоря Было два высших Дневных образования Институт физкультуры И университет Поступал он туда На общих основаниях Хотя мастера спорта Как известно Поступали иначе Сначала мы с ним Поступили на дневное отделение Института физкультуры А потом Сдав экстерном За первый курс Игорь поступил Сразу на второй курс Университета В общем Девять лет Были студентами И институт физкультуры Давался тяжелее Факультета журналистики Там была анатомия Физиология И очень строгая Кафедра военного дела Заменившая в итоге Армию Два диплома Достались трудно Но мы с Игорем Рассудили Что все же нужен Запасной диплом Тренера Чтобы не лгать Ради денег В газете Правда и спорт Отвращал Помню мы сидели В келье отца Василия А я стал вспоминать Сколько жизней Сломал большой спорт И через какую грязь Пришлось тут пройти Забудь об этом И не оглядывайся назад Сказал отец Василий Добавим К официальной биографии Еще один комментарий Написанный Игорем в стихах Мы все со споров Начинали С того, что Все не спровергали С обид Которых не снести А глядь Поближе к тридцати Стихами Перенял молитву И с прожитым Вступая в битву В нем Ничего не изменил И всех За все Благодарил И сердце Воскрешается Псалмами Если я в день Час-другой Не побуду один То чувствую себя Глубоко несчастным Говорил еще в миру Игорь Росляков В квартире родителей У него была Восьмиметровая Комнатка Келья И об этой комнатке Сохранились стихи Сегодня ты чего-то Невеселый Подметит Разговорчивая мать И мы Словно соседи Новоселы Расходимся По комнатам Молчать И слышу я Как швейная Машинка Справляется С заплатанным Шитьем И кто-то Разгулявшись По старинке О ночке Запивает за окном Это Кузьминки Рабочая окраина Москвы О которой до сих пор Говорят Москва деревенская Пятиэтажки Здесь упираются В Кузьминский лес А в сумерках Вдруг вздохнет Баяны Кто-то запоет Ах ты ноченька Ночка темная Что ты ноченька Разгулялася Писать Игорь Начал раньше Чем пришел К Богу Но уже следует Той древнерусской Православной Традиции Что отвергала Ложь и вымысел Как грех По стихам Игоря Можно сверять Даты А если в стихотворении Говорится про ночку Значит Ноченьку В Кузьминках Поют Написано было Немало Но ни поэтам Ни журналистам Он не стал Отвергнув В итоге Этот путь И чтобы понять Почему Обратимся к поэзии Игоря И к его пониманию Место поэта И журналиста В современном мире Ум Отверг Искренность И превратился В хитрость Писал о культуре 20 века Известный русский Философ Иван Ильин А по словам Протеерея Вячеслава Резникова Уже с конца 18 века Литература Стремится Занять место Церкви И поэты Журналисты Мыслители Берут на себя Роль пророков И мессий Пророки И лже-пророки Вот тема Над которой Часто размышляет В своих стихах Молодой журналист Игорь Расляков Сделав в итоге Обдуманный выбор Он наотрез Отказался От приглашения На работу В самые престижные По тем временам Газеты Сказав другу Я не хочу лгать А в небольшой поэме О современном Фаусте И Мефистофеле Он пишет О журналистике Еще более жестко Да Новости Творения Черта Фауст В этой поэме Наш современник Многознающий И скорбный Ученый О котором Мефистофель Говорит Познать ты Бездну захотел И вглубь Спускаясь Непрестанно Отодвигал Любой предел Зло в современном Мире выступает Под личиной Мудрости И добра А Мефистофель В поэме Проповедник любви Мефистофель Мефистофель Скажи Чтоб не было Раздора Гордыню Затоптав Свою Себя Призрел Люблю Другого Другого Хоть и Сатану И может Счастье Пришло бы Фауст Ты Проповедуешь Добро Мефистофель Такие времена Настали Что Добрыми И черти Стали Души Ленивой Жду Согласия Умом Ты Предан Мне Давно У современного Фауста С его Уже Плененным Вражьей Силой Умом Остался Последний Рубеж Сопротивления Его Живое Страдающее Человеческое Сердце И отвергая Предложенное Искусителем Счастье Он говорит Пусть Сердце Плачет Это Похоже Позиция Самого Игоря Пусть Сердце Плачет С его Способностями Он мог бы Создать Себе Имя В журналистике И в литературе Но он Трезво Понимает Своё Место В том Мире Где По словам Русского Философа 20 века Ивана Ильина Искусство Давно Уже Стало Нервирующим Зрелищем Чтобы Стижать Успех Надо Лже Пророчествовать Нервировать Ошеломлять Все Это Отвергнуто Ради Безыскусности Сердца Недоумевающего Перед Лицом Бедствий И Вобравшего В себя Боль Родной Земли Этой Теме Не будет Износа Горло Сдавит К России Любовь И по Венам Толкает Вопросы Словно Комья Славянская Кровь И все Тянет За русские Дебри Умереть В предназначенный Срок Игорь был Вхож В редакции Но стихи По редакциям Никогда Не носил Он писал их Как пишут Дневник Не помышляя О публикациях И зная уже Есть что-то Главное В жизни Что он Не понял Еще А что Можно сказать Людям Не поняв Главного Вот появится Духовный Опыт Тогда А пока Он оспаривает Те горделивые Законы Творчества Когда поэт Как мессия Диктует Миру Свою волю Вещь Избирается Поэтом Хотя По совести Признаться Чтоб Научиться Избирать По жизни Надо Поскитаться И много Сору Перебрать Бывало Чуть Найдет Волнение Спешу Дрожать Нетерпенье Приметы Неба И земли Зарифмовать Скорее В стихи А через День Переиначу Прибавлю Там Тут Зачеркну Когда же Что-нибудь Пойму Сожгу И даже Не заплачу Он Он Действительно Многое Сжег Или бросил В виде Ненужных Уже Черновиков Шел Такой Стремительный Духовный Рост Что он Быстро Перерос Свою Поэзию И все-таки Юношеская Тяга К поэзии Была Не случайный Это Была Попытка Пробиться К свету И душа Его Уже Не раз Переживала Священный Восторг Перед Величием Божиего Мира И тогда Ничего Мне не Стоит Бросить Все И уйти В монастырь И упрятать В келейном Покое Как в ларце Поднебесную Ширь Мыслей О монашестве Еще не было Но душа Уже Слышала Зов Встреча С Богом Была Для Игоря Таким потрясением Что весь мир Стал явлением Богоприсутствия И сердце Воскрешается Псалмами И городом Владеет Царь Давид Сразу После обращения Он Жаром Новоначального Создает Два больших Цикла стихов На темы Евангелия И Псалтири Пишет он В эту пору Много Горячечно Чтобы в итоге Бросить писать В Оптину Пустынь Отец Василий Пришел уже Человеком Непишущим И из-за этого Был даже конфликт Вскоре после Открытия монастыря Здесь начали Выпускать Свою газету Обитель Но если Желающих Писать Было много То умеющих Мало И тут Обнаружили Что отец Василий Профессиональный Журналист А стало Быть Должен Писать Для Газеты Отец Василий Отказался Вызвав Тем самым Осуждение Новоначальных Мы пишем Проповедуем А он Эгоист А один Послушник Оставивший Затем Монастырь Ради Творчества В миру Даже Сказал Обличающе Он же Как булавкой Пришпилил Себя К покаянию Да и Распялся На том Все Так И чтобы Понять Позицию Отца Василия Приведем Один Разговор С ним Однажды Иерманах П Принес Ему Кассету Современных Духовных Песен И спросил После Прослушивания Ну как Хорошо Хорошо Ответил Отец Василий Только Бутылки Не хватает Душевные Это А не Духовные Вот Стихами Старца Варсонофия Даже Отчитывать Можно Эти Слова Отца Василия По сути Кратко Передают Главную Мысль Из Неопубликованного Еще в Те годы Письма Святителя Игнатия Брянчанинова К послушнику Леониду Оду Бог Слыхивал Я С восторгом Читывал Один Дюжий Барин После Обеда За которым Он Отлично Накушивался И напивался Верин Привели К восторг Производимой Обилием Ростбифа И шампанского Поместившегося Во чреве Ода Написана От движения Крови И мертвые Занимаются Украшением Своих Мертвецов Не терпит Душа Моя Смрады Этих Сочинений По мне Уж лучше Почитать С целью Литературной Вадима Кавказского Пленника Переход Через Рейн Там Светские Поэты Говорят О своем И в своем Роде Прекрасно Удовлетворительно Благовестие От Бога Да Оставят Эти мертвецы Не знают Они Какое Преступление Переоблачать Духовное Искажать Его Давая Ему Смысл Вещественный От юности Отец Василий Посвятил Себя Работе Над Словом И после Встречи Со Словом Рожденным Духом Святым Для него Разом Померкли Все Словеса Земного Мудрования Отныне Цель Жизни Была Уже Иной Я От всего Отказался И все Почитаю За ссор Чтобы Приобрести Христа Послание К филиппийцам Глава Третья Стих Восьмой И на этом Пути Исподваль Возревал Данный Ему Господом Дар Он Отверг Душевное Ради Духовного Но все же Евангель Строки Для слез Горячих Не достало По словам Выдающегося Православного Богослова 20 века Владимира Лосского Человек Рожден Быть Поэтом Для Бога Таким Поэтом Для Бога Был Отец Василий Не подозревавший До поры Что его Родной Язык Церковно Славянский А призвание Не стих А стихира Когда После убийства Нашли Монашеский Дневник Отца Василия И впервые Прочли его Стихиры То поразило Открытие От нас Ушел Одаренный Духовный Писатель Так много Обещавший В будущем Жизнь Оборвалась На взлете Дневник 1988 Дневник Отец Василий Начал Вести Еще Перед Уходом В монастырь И нам Уже Случалось Приводить Выдержки Из него И все Ради Целостного Восприятия Текста Представляется Необходимым Дать Дневник Без Купюр Вот он 11 марта 1988 Года По благословению Отца А По второму Пытаюсь Начать Дневник Вечером Беседа Все мои слова Не по существу Не могу Точно Выразить Свои основные Духовные Проблемы Поэтому Беседа Течет Сама По себе И не Утоляет Моей Жажды 12 марта 1988 Года Утро Мать Нашла Мой Крещальный Крестик Мне 27 лет Я надел Этот крестик Впервые После крещения Бывшего 27 лет Назад Явный Знак Божий Во-первых Указующий Может быть Приблизительно День моего Крещения Мать Не помнит Это радостно Во-вторых Напоминающие Слова Христовы Возьми Свой Крест И следуй За мной Это Пока Тягостно На Всеношном Бдении Вынос Креста Крестопоклонная Неделя Великого Поста Воистину Крестный День 13 марта 1988 Года Литургия В церкви Пророка Илии Тренировка В гостях У Ливана 14-19 марта 1988 Года Город Тбилиси Пять игр Пост Познал опытно Слова Давида Колено Мое Изнемогли От поста И тело Мое Лишилось Тука Господи Спаси И сохрани 20 марта 1988 Воскресенье Литургия Богоявленский Собор 21 марта 1988 Года Не сидел Я в собрании Смеющихся И не веселился Подтяготеющей На мне Рукой Твоею Я сидел Одиноко Ибо Ты И исполнил Меня Негодование Книга Пророка Иеремии Глава 15 Не сидел Я в кругу Захмелевших Друзей Не читал Им Рубцова И Блока Опечалился Я И с печалью Своей Я сидел У икон Одиноко 22 марта 1988 Года Выставка Работ Константина Васильева Небольшой зал В здании Речного Вокзала Вся выставка Работ 30 Интересно Талантливо Красиво То есть душевно А хочется Духа Людям нравится Говорят Возвращение К истокам Каким Истоки Руси В христианстве А не в дремучем Лесу Васильев Видно Увлекался Вагнером Хоронили Под его Музыку Есть Несколько Работ О небелунгах Поэтому И в картинах О Руси Тот же Языческий Привкус Глаза Соколиный Взгляд Волчьи Глаза А хочется Побольше Доброты Любви Милосердия Но тут уже Христос Милости Хочу А не жертвы Я сжег Иудейские Древности Они были написаны В марте 86 Года То есть Ровно Два года Назад 23 марта 1988 Года В богослужении Задействованы Все пять Чувств Человека Цель Облаготворить Человека В пределе Возвысить Выявить Божественную Его сущность Дать ему Самому Ее Ощутить Насладиться Ею И побудить Стремление К сохранению И умножению Этой Духовной Красоты Которая Несмотря На наше Духовное Упорство Доходящее До полного Отрицания Существования Этой Красоты Все же Не оставляет И не Покидает Нас После Долгих Раздумий Над чем-то Очень важным Для нас И требующим Обязательного Разрешения Вдруг Рождается Примеряющая Мысль Именно Рождается Мы были Чреваты Этой Мыслью Вынашивали Ее Испытывали Муки И боль И наконец Радуемся Ее появлению Радуемся Искренне Как дети Эту радость Мы принимаем Порой за истинность Считая Что мы много Трудились И потому Достойны Ее Но все Подлежит Проверке Опытом Мысль Может быть Убедительной Изящной Интересной Но не всегда Истинной О трех Трех Видах Искусств Литература Слово Музыка Звук Художество Цвет Синтез Равно Содержание Плюс Форма Слово Сильнее Чем Звук И цвет Звук Более Тонок Как бы Расплывчат А потому Менее Конкретен Определен Цвет Более Определен Оформлен Но Менее Тонок И в том И в другом Как бы Существуют Начатки Слова Потому И звук И цвет Словесный И потому Они смогли Составить В синтезе Слова Слово Достояние Человека И явление Его Божественной Сущности У животных Есть и музыка И художество Например Пение Птиц И изящество Форм И красок У бабочек Отсюда Древние Культы Обжествления Животных Христианство По сути Словесно Потому И Человечно Слово Было Бог Ни звук Ни цвет Но Слово Иначе Евангелисты Должны Были Написать Симфонии И картины Чтобы Возвестить О Христе Итак Слово Это Оформленный Окрашенный Звук Или Наполненный Озвученный Цвет Слово Меч Оно Имеет В себе Направленность Вектор Действия Оно Заставляет Определиться И потому Создает Отношения Чувства Так как Они существуют Только по отношению К чему-то Кому-то Звук И цвет Скорее Апахала Они Приближают Красоту И соединяют Душу С нею Но Всю Душу То есть Все что в ней Хорошего И плохого Здесь Синтез А в слове Анализ В звуке И цвете Нет критерия Истины В музыке И живописи Это гармония То есть Осмысленный Порядок Словесный Порядок Здесь Есть слово Хотя сокрыто Но есть Слово Все осмысливает Оценивает И потому Побуждает Действовать Совершенствовать Или изменять А не просто Наслаждаться Красотою И гармонией Как в музыке И живописи Осмысливаем Значит Сравниваем С кем Со словом Божиим Оно Критерий Истинности Всего 2 апреля 1988 Года Всеношное В Богоявленском Соборе Физическое Ощущение Присутствия Благодати Божией Глаз Хлада Тонко Был даже Момент Благоухания Во время Чтения Евангелия Я ощутил Запахи Пещер Псково-Печорского Монастыря 3 апреля 1988 Года Вход Господень В Иерусалим Литургиев Пушкина Проповедь О Евхаристии Первое Уже Тысячу лет Господь Отбирает Слуг Себе Для Града Небесного Нового Иерусалима Из народа Русского По толкованию Святых Отцов Второе Беды Земли Наши От непонимания А потому и умоления Священством Частого Евхаристического Общения Отец Иоанн Крестьянкин Епископ Игнатий Бринчанинов Третье Евхаристия Причастие Четвертое Несозерцательное Присутствие В храме А деятельное 7 апрель 1988 года Великий Четверг Благовещение Пресвятой Богородицы Литургия В Пушкино Чтение 12 Евангелий С огнем Великого Четверга Ехали К Отцу А Беседа Четыре Столпа Жизни Православного Подвижника Вера Любовь Отдание Себя Волю Божию Смирение Нота Бене Будущее В руках Божиих Прошедшее В книгах Жизни Настоящее В наших Руках То есть Творить Жизнь Возможно Только стоя Во Христе Чем глубже Познание Нами Христа Тем величественнее Наша духовная Свобода А потому И ведение Судеб Божиих То есть Судеб Мира Пределы Духовной Свободы Это пределы Вселенной Задача Темных сил Формировать Природу Людских Отношений Социальных Институтов Лишь для Запугивания Порабощения Нашего Духа Дабы Он не Вырос В меру Полной Свободы В полную Меру Возраста Христа Если Такое Случается Бессильны Становятся Легионы Тьмы Против Одного Воина Христова Идея Романа Искра Подвижничества Высекается От Столкновения Воли Божией И Хотения Человеческого Советы И Оправдания Греха Свободы И Рабства Миропорядка Три Плана Три Круга Вселенский Исторический Бытийный 10 апреля 1988 Светлое Христово Воскресение Пасха Моя Третья Пасха Литургия В Пушкино Отдохнул В алтаре И в Шесть Часов Еще Одна Литургия Время Мистическая Сущность Спрашиваю Себя Был Пост Или Не Был Служба Была Или Нет Так Придется Когда Нибудь Спросить И о Своей Жизни Что же Реально Существует Душа Очищенная От греха Или Еще Замаранная Им Ликуй Ныне И Веселись Сионе Именно Ликуй Это Состояние Духа Потому Оно Внутреннее А не Внешнее Ибо Всякий Дом Устрояется Кем Либо А Устроивший Все Есть Бог Послание К Евреям Глава Третья Стих Четвертый Послание К Римлянам Глава Третья Стихи С пятого По Восьмой Мефистофель Десятое Июня Третья 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 Добродетель Мы должны Почитать Не ради Других Но ради Ее Самой Иоанн Златоуст Почему Мы должны Быть Добродетельными Почему Мы должны Творить Добро Отвечают Потому Что это Радость Для Людей Потому Что Добро Побеждает Зло А значит Лучше Быть На стороне Сильного Потому Что Добро Это Хорошо А зло Это Плохо И тому Подобное То есть Добродетель Утверждается Логикой Умонастроением Это Приемлемо Как первая Ступень На лестнице Восхождения К доброте Это Приемлемо Для Младенцев Не имеющих Чувства И навыков Различения Добра И зла Это Молоко А не Твердая Пища Если Только На этом Будет Зиждется Понятие Добра То Оно Зыбко А во Многих Случаях Мертво В нем Говорит Ум А сердце Молчит Нужно Сердцем Ощутить Вкус Добродетели Ее Сладость И Истинность Тогда Доказательство Необходимости Творить Добро Будет Находиться В самом Добре Тогда Не надо И доказательств Я Делаю Добро И через Это Делание Убеждаюсь Что Следую Истине Я Творю Добро Потому Что Это Добро Я Люблю Добро И Я Понимаю Что Надо Творить Добро Неоднозначное Выражение Итак Почему Я Должен Добродетельным Потому Что Я Люблю Добродетель 14 Июня 1988 Смерть Страшна Потому Что Она Знает Обо Мне Все Потому Что Она Обладает Мною Распоряжается Мною Как Госпожа Своим Рабом Христианство Дает Знание О Смерти И О Будущей Жизни Уничижая Этим Власть Смерти Да И О Христианине Смерть Знает Все Но Он Знает О Ней Ровно Столько Чтобы Не Бояться Ее Христианство Превращает Смерть Из Убийцы Во Врача Из Незнакомца В Товарища Сколько Б Не Рассуждали О Смерти Атеисты И Интеллигенты Она Для Них Остается Незнакомкой Явлением Не Вписывающимся Вкруг Жизни Явлением Потусторонним Потому Что Они Не Имеют Знания О Смерти Мы Боимся В темноте Хулигана Потому Что Он Незнаком Нам Мы Не Знаем Его Намерений А С Близким Человеком И В темноте Встреча Становится Радостной 15 Июня 1988 Года Красота Спасет Мир Писал Достоевский Красота Это Бог Сколько Бы Мы Не Исследовали Нашу Жизнь Сколько Бы Не Расчленяли На Составные Части Вроде Бы Для Того Чтобы Понять Ее Механизм Жизнь В Своей Целостности Будет Всегда Прекрасной Божественной И Непознаваемой До Конца Как Непознаваема Красота Сколько Бы Мы Не Исследовали Состав Почвы Находя В ней Все Новые Новые Металлы И Соли Сколько Бы Мы Не Проникали В Тайны Наследственности Создавая Новые Отрасли Науки Умножая Академии Институты Лаборатории Все Равно Цветок Выросший На Изученной Земле Цветок Взошедший Из Радость Которую Дарует Знание Должна Дополняться Радостью Созерцания Тогда Она Будет Совершенна Все Знаю Все Понимаю И Все Равно Удивляюсь Говорит Человек Изумление Перед Всем Изумление Несмотря Ни на Какие Знания Ни на Какие Беды Это Красота Это Спасение Миру Это Путь К Богу А жизнь Без Изумления Пред Красотой А значит И без Бога Пуста И Ничтожна С 21 Июня По 29 Августа 1988 Года Оптина Пустынь Крапива Выше Меня Ростом Растет У стен Монастыря Отдельные Мысли И Выписки Из Книг Горе Отнимающим Плату У Наемника Потому Что Отнимающий Плату То же Что Проливающий Кровь Преподобный Ефрем Сирин В Меру Жития Бывает Восприятие Истины Преподобный Исаак Сирин Прежде Всего Сознание Своей Немощи Терпение Самоукорение Это Путь К смирению Преподобный Амвросий Библия Ключ К Истории Дух Истории Потом Археологии Геологии И тому Подобное Крепко Сказал Господь Один Старый Иеромонах Прочитанные Книги Первое Жизнеописание Старца Амвросия Протеерей Четверяков Второе Жизнеописание Отца Амвросия Иеромонах Андроник Материалы Канонизации Третье Оптина Пустынь И ее Время Концевич Четвертое Историческое Описание Оптиной Пустыни Архимандрит Лев Кавелин Пятое Священная Поэзия Схиархимандрит Варсонофий Шестая Лествица Седьмая Иеромонах Климент Задергольм Константин Леонтьев Мир Существует Только до момента Его окончательного Самоопределения В сторону Добра Или Зла Схиархимандрит Варсонофий О коммунизме Ересь Страшнее Безбожия Открытого Безбожник Может Быстрее Обратиться К познанию Истинной Веры Чем Еретик Поэтому Может быть Промысл Божий Чтобы сохранить Чистоту Православия И оградить Его от Лукавства Ереси Предал Его в руки Безбожников Откровенных И воинствующих Почему Нет хорошего Образования В семинарии И академии Бог Смиряет Живите Пред Богом А не мудрствуйте Первое Это сохраняет Как ни парадоксально Чистоту Веры Потому что Богословие Безжития По Богу Которого В современных Условиях Почти нет Губит Второе Невозможность Приобрести Блестящее Образование Указывает На другой Единственно Верный Способ Познания Бога Путь Деятельной Жизни По заповедям Божьим И святоотеческим Преданиям Тогда Сам Бог Научает Нас Мария Египетская Житие Темные Силы Страшный Суд Я Есмь Путь Истина И жизнь Все вокруг Нас Буквально Все Без исключения Вся Сотворенная Жизнь Устроена Так Чтобы Привести Нас К познанию Бога Куда бы Человек Пристально Не взглянул Он Изумится Чем бы Он увлеченно Не занимался Он Поразится Глубиной Ремесла А Изумление Начало Философии Как говорили Древние Тут Начинается Искание Путь Который Необходимо Пройти Чтобы Обрести Истину А Обретая Истину Мы Обретаем Жизнь Я Есмь Путь Истина И жизнь Об Антихристе Число 666 Дважды Встречается В Библии Первое В Откровении Иоанна Богослова Как указание На Антихриста Глава 13 Стих 18 Второе Вторая Книга Паралипоменон Глава 9 Стих 13 Весу В золоте Которое Приходило К Соломону В один Год Было 666 Талантов Сегодня Золото Творит Чудеса И Знамения Самые Фантастические Проекты Могут Быть Осуществлены Если Есть Деньги От От их количества Зависит И фантастичность Начертание На правой руке Или челе Рука Считающая Деньги И производящая Коммерческие Операции Чело Бизнесмен Все Все Занято Помыслами О золоте Что бы Он Не делал Он Должен Извлечь Из этого Деньги Иначе Нет удовольствия От жизни То есть Все Помыслы Чело И все Дела Рука Заняты Добычей Денег Многие Писатели Говорили о деньгах Как о страшилище Эмиль Золя Гете Антихрист Финансовый Гений Золото И религиозный Мудрец Соломон Знающий И умеющий Все Чтобы поразить Всех Еще Гоголь Писал Все Что нужно Для этого Мира Это Приятность В оборотах И поступках И бойкость В деловых Кругах Поэтому Святые Отцы Всегда Так Выставали Против Сребролюбия Как Идолослужение И Беспочвенного Умствования Как Духовные Болезни Всякое Знание Имеет Сладость И этим Привлекает Потому что Дает Право Власти Над чем-то А значит И гордости Христианское Познание Преподает Скорбь Во многой Мудрости Много Печали Но Печаль Есть Двух Родов Говорит Апостол Павел Печаль О мире Производит Скорбь А печаль О Боге Дар Покаяния Откровение Глава 13 Стих 17 Не смогут Покупать Семнадцатый октября 1988 года Единомыслие не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны, святитель Иоанн Златоуст Пятнадцатый октября 1988 года Уехал в Оптину Четырнадцатый октября 1988 года Покров Божией Матери Причащался в монастыре Семнадцатый октября 1988 года Пришел в монастырь Преподобни отче наш Амвросия, моли Бога о мне Не могу без Оптиной 30 августа 1988 года Игорь Росляков уехал из Оптиной в Москву, чтобы, завершив все расчеты с миром, вернуться в монастырь уже навсегда А далее в дневнике идут две нестыкующиеся записи 15 сентября Уехал в Оптину 17 октября Пришел в монастырь Между этими двумя датами тяжелый и болезненно-мучительный для отца Василия месяц, о котором он предпочел умолчать Хотелось бы умолчать и нам Но недавно могилу отца Василия посетили русские зарубежники и рассказали паломникам легенду, будто новомученика Василия Оптинского взрастила зарубежная церковь Откуда взялась легенда непонятно, а факты таковы Отец Василий был уже иноком, когда узнал, что Иерей, с которым он имел общение в Москве, перешел в юрисдикцию зарубежной церкви Неужели опять раскол? Говорил он в потрясении А Игумен Ипатий вспоминает, как отец Василий рассказал ему тогда, что увидел во сне Иерея, перешедшего в раскол, в виде живого мертвеца Что сказать ему, если доведется встретиться? Спросил он отца Ипатия Назвать все вещи своими именами Игумен Владимир рассказывал Отец Василий был на голову выше всех нас Все мы пришли в монастырь молодыми и по запальчивости бывало начнем осуждать А отец Василий тут молча выйдет из кельи Это подтягивало И в Оптиной уже знали, при отце Василия нельзя осуждать, иначе он уйдет Точно так же он ушел от людей, перешедших позже в раскол Никакого раскола еще в помине не было Но был уже дух осуждения и вражды к нашей церкви И отец Василий тут же отошел от тех людей Без попущения искушения невозможно нам познание истины Писал преподобный Исаак Сирин И Господь попустил отцу Василию пройти через боль искушения Уготовляя из него огненного защитника православия и нашей церкви Он вел катехизаторские беседы в тюрьме города Сухиничи Беседы с баптистами в тюрьме города Ерцево Воскресную школу в городе Сосинском и школу для паломников в Оптиной А сколько людей обрели веру после личной встречи с ним Вспоминают, что свет в келье отца Василия не гас порой до утра А сосед через стенку слышал звуки земных поклонов И тихие слова молитвы о заблудших и погибельными ересями ослепленных Их же сам просвети Господи Из письма рабы Божии и прихожанки Оптинского подворья в Москве Однажды разговорились с 90-летним дедушкой Перешедшим на старости лет из православия к адвентистам Свой поступок дед объяснял тем, что адвентисты помогают ему в быту А помощи от своей приемной дочери он принимать не хотел Адвентисты так запутали дедушку, что было жаль его И мы уговорили деда сходить с нами в православную церковь Храм деда умилил, хотя службу он почти не слышал, так как был глуховат А мы попросили отца Василия поговорить с дедушкой Дед долго рассказывал отцу Василию, как помогают ему адвентисты И нехорошо после этого их предать От волнения дед совсем перестал слышать, не реагируя на доводы батюшки Тогда отец Василий подвинулся к нему поближе, да как крикнет «Дед, помирать скоро! Бросай ты своих адвентистов и возвращайся в православие» Дед смутился и засобирался домой Отец Василий просил нас не оставлять дедушку, сказав, что будет молиться за него Но по дороге из церкви мы с дедом поссорились Он обиделся на мои слова, что все мы грешные Заявив, у меня грехов нет Поручение отца Василия, не оставлять деда, осталось невыполненным А он своего обещания не забыл И от всего сердца, видно, молился за деда Потому что, когда мы пришли через полгода приложиться к плащанице То глазам своим не поверили В храме сидел, опираясь на палочку, и молился наш дедушка Рассказывает монахиня Феодора Летом 1990 года наш молодежный лагерь жил в палатках возле Оптиной Многие еще только готовились к крещению И отцы Оптиной вели с нами катехизаторские беседы Кто-то на беседе задал вопрос о зарубежной церкви И отец Василий рассказал о своей встрече с американцами-зарубежниками «Мы думали, говорили они, что ваше православие погибло вместе с катакомбной церковью» «А теперь видим у вас такую истинную живую православную веру, какой у нас давно нет» «Вы выше нас» «Он рассказывал нам о красоте и величии православия по книгам святителя Игнатия Брянчанинова А мы слушали, затаив дыхание, и так хотелось эти книги прочесть Я попросила отца Василия помочь достать мне книги святителя И мне выслали почтой том приношения современному монашеству Я была тогда солисткой филармонии и читала о монашестве Приняв после убийства отца Василия монашеский постриг «Рассказывает монахиня В. Моя родная сестра не ходила в церковь И никакие уговоры на нее не действовали А тут приехала навестить меня в монастырь и захотела поисповедаться На исповеди она стала рассказывать про свои аборты и прочую скверну В таких нездержанных выражениях, что батюшка, не выдержав, сказал «Иди к отцу Василию» Подвела я ее к аналою отца Василия, и батюшка долго беседовал с ней Даже в алтарь сходил за требником и читал над сестрой у молитвы Уж как моя сестра была довольна Такого умного человека, говорит, я за всю мою жизнь не встречала Да сколько же я потеряла, что не ходила в церковь Теперь обязательно буду ходить Рассказывает регент Т. Шел такой быстрый рост цен, что я была в панике И тут меня пригласили работать регентом в зарубежной церкви А там платили в валюте и куда больше, чем у нас Я попросил отца Василия благословить меня на эту работу Сказав, что исповедоваться и причащаться я буду по-прежнему у нас Как же можно благословить, удивился отец Василий Они же раскольники Он замолчал, а потом сказал тихо, будто себе Да как они могут говорить, что в нашей церкви нет благодати, когда она стоит на крови мучеников Он часто говорил в своих проповедях о мучениках Христовых, засвидетельствовавших своей кровью истинность нашей веры Из проповеди отца Василия, произнесенные на день обретения мощей преподобного Амвросия Оптинского Блаженный псалмопевец Давид говорит День дни отрыгает глагол и ночь ночи возвещает разум Какое слово, какой глагол сегодняшний день возвещает нам, собравшимся здесь в церкви День, когда мы празднуем обретение мощей преподобного и богоносного отца нашего старца Амвросия Не ошибемся, если скажем, что это слово, слово о воскресении Христовом Свидетели, которые некогда посещали римские катакомбы, где были гробы первых мучеников за Христа Говорили о том, что, входя в священные пещеры, мы вдруг радовались неизреченной радостью Она, словно ветер, налетала на нас, сбрасывала с нас печали и скорби, горести наши, как ветер сметает опавшие листья И мы стояли и только радовались и веселились, и ничего, кроме голоса «Христос, воскресе из мертвых» не было в нашем сердце Как тут увязаны воедино мощи преподобного Амвросия, мученичество за Христа и Пасха – это тайна души отца Василия Но вот удивительная цельность жизни отца Василия По приезде в монастырь он жил в хибарке преподобного Амвросия Перед смертью сподобился явление старца А потом умирал на Пасху у раки его мощей, засвидетельствовав своей кровью истинность нашей веры У нас совсем другая родословная Итак, 17 октября 1988 года в Оптиной пустыне появился новый насельник Игорь Росляков Из воспоминаний Петра Аксенова, студента Свято-Тихоновского богословского института Мне было 13 лет, когда, по благословению архимандрита Иоанна Крестьянкина, мы с мамой переехали из Москвы в Оптину пустынь, купив дом возле монастыря Мама писала иконы для Оптиной, а я работал тут на послушании Отец Василий очень любил отца Иоанна Крестьянкина И узнав, что мы батюшкины чадо и часто ездим к нему, расспрашивал меня по возвращении из Печор Как там батюшка и что он говорит В келье отца Василия висел портрет архимандрита Иоанна И он с любовью говорил о нем Вот истинный старец, вот молитвенник Как же мне близок его дух Какая-то близость тут, правда, была И как из кельи отца Иоанна я выходил, будто умытый Так и рядом с отцом Василием возникало чувство чистоты Как многие мальчики, я был любопытен и, вслушиваясь в пересуды о людях, тоже начинал осуждать А отец Василий никого не осуждал И рядом с ним у меня даже мысли не возникало осудить кого-то Мальчиком я был обидчив и бывало обижался, что приедешь в монастырь, а кто-то хлопнет тебя по-небратски по плечу и скажет, читая надпись на майке О, пан Америка, как ты разоделся, да, мир возле лежит А отец Василий моей одежды просто не замечал В нем было столько благоговения, что даже от его обычного иерейского благословения я чувствовал радость в душе Мне очень нравился отец Василий и нравилась его келья Ничего лишнего, иконы, книги, стол, топчан Это была монашеская келья, а в ней монашеский дух Игорь носил в миру короткую стрижку и таким пришел в монастырь Потом волосы отросли, но неровно, бахромою, и кто-то подстриг ему эту бахрому В тринадцать лет я был страшно и дерзилой, и тут же бросился поучать Игорь, зачем вы постриглись? Ведь монахи волос не стригут А он сокрушенно, действительно, зачем? Ты прав, Петька, как же ты прав? Тут моя мама запереживала из-за моей дерзости Петя, как ты можешь так говорить? А отец Василий ей, он прав В ту пору меня очень занимала моя родословная Я обнаружил, что в роду у мамы были иконописцы, купцы, дворяне Я стал рассказывать отцу Василию, что все думаю о своей родословной А он говорит, не думай об этом, Петька, у нас совсем другая родословная И святые, говорит, наши родные А в Царстве Небесном откроется, кто наш истинный друг и родня Стал я ходить к отцу Василию со всеми своими скорбями И однажды рассказал, как трудно мне было в школе Из-за того, что я верующий и отказался вступить в пионеры Особенно меня преследовала одна учительница, оказавшаяся, как выяснилось, экстрасенсом Я рад за тебя, сказал отец Василий и добавил Мужайся Он часто говорил мне в искушениях Тут надо мужество, мужайся Отец Василий сначала нес в монастыре послушание гостиничного А потом его перевели в иконную лавку Лавку тогда на обед не закрывали И я по послушанию носил ему туда обеды из трапезной Поневоле наблюдая, как он становился все воздержаннее в еде Когда отец Василий был послушником, у него в келье водились продукты Привезут ему друзья что-нибудь вкусное, а он зовет меня Петька, приходи, передача пришла И с удовольствием скармливал мне лакомство, а я не отказывался Потом продуктов в келье не стало Знаю это потому, что на Рождество мы ходили с детьми по кельям Славить Христа и везде нас угощали Отец Василий был очень тронут, что дети славят Христа И так хотел угостить нас, но дать ему было нечего Шарил он, шарил по своей пустой келье Наконец нашел лимон и дал его нам Это было так трогательно Когда отец Василий служил на подворье в Москве Там кормили необыкновенно вкусными омлетами Взбитыми сливками и тому подобным Отец Василий сказал мне, что это не монашеская еда Попросив привезти ему из оптиной витамины То есть лук и чеснок Отец Келларь добавил в посылку рыбные консервы А отец Василий, рассказывали, уже не появлялся в трапезной Питаясь у себя в келье хлебом и витаминами У меня была одна единственная исповедь у отца Василия Изменившая, однако, многое во мне Я поступил тогда в Московское художественное училище 1905 года И попав в богемную среду Стал лицедействовать, с удовольствием играя в те современные игры Когда каждый создает себе имидж, стараясь казаться лучше, чем он есть Когда я рассказал об этом отцу Василию, он ужасно разволновался Зачем? Зачем? Это тебе не идет Потом он молча молился, сказав, не твое это Причем сказал с такой силой, что страсть к лицедейству он во мне разом пресек Сострадание к немощным сочеталось у отца Василия с долготерпением и какой-то особой духовной силой Помню, жил тогда в монастыре болящий паломник М Раньше М увлекался наркотиками И его психика была так расстроена, что духовный отец не справлялся с ним и отсылал его на исповедь к отцу Василию М не мог причаститься и убегал от причастия, а отец Василий мог буквально догнать и помочь причаститься Однажды великим постом М так закрутило, что он лежал пластом в своей келье и не мог ходить ни в трапезную, ни в храм Как же выхаживал его отец Василий? Ежедневно носил ему просфорки, обеды из братской трапезной и очень часто исповедовал и причащал прямо в келье М поправился, а потом долго жил и работал в монастыре и все с радостью отмечали его духовный рост А когда отца Василия не стало, то без его поддержки М уже не мог справляться с монастырским режимом и вынужден был уехать из монастыря Лишившись поддержки отца Василия, уехали и другие болящие И тогда вдруг открылось, сколько же немощных людей он тянул на себе На Пасху 1993 года в 6 утра, то есть в час убийства, у нас дома раздался грохот в святом углу Упала лампадка на высокой ножке, забрызгав маслом все вокруг Ближе всего к лампадке стояла написанная мамой для Оптиной икона Пресвятой Живоначальной Троицы Установленная позже над мощевиком в Свято-Введенском Соборе В первую очередь масло должно было залить ее, испортив готовую работу Но вопреки всем законам физики, брызги масла обогнули ее От редактора 19 февраля 1995 года эта икона Мироточила А в декабре 1998 года было многодневное и обильное мироточение На погребении я сильно плакал и одновременно ни минуты не сомневался, что отец Василий святой Когда я иду сдавать экзамены, то беру с собой фотографию своего духовного отца, блаженной Матронушки и отца Василия Когда отец Василий учился в семинарии, он блестяще сдавал экзамены, и я прошу его «Батюшка, помоги мне!» Помощь отца Василия я чувствую, а его фотография стоит у меня на столе Один взгляд на эту фотографию удерживал и удерживает меня от многих прегрешений Продолжение дневника 17 октября 1988 года Пришел в монастырь Преподобный Отче наш Амвросия, моли Бога о мне 17 ноября 1988 года Икона Казанской Божией Матери и икона Преподобного Амвросия источали мира Матерь Божия, укрепи нас, старец святый, заступись за обитель Старец Силуан Чем больше любовь, тем больше страданий душе Чем полнее любовь, тем полнее познание Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь Любить Бога никакие дела не помешают Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и в теле Для этого надо любить всех, как самого себя И каждый час быть готовым к смерти 19 ноября 1988 года Получил известие о гибели отца Рафаила Он разбился 18 ноября на машине в 60 километрах от Новгорода 21 ноября 1988 года Собор Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных Порхов Отпевание отца Рафаила С момента получения известия о гибели до литургии, до причащения Была невероятная душевная скорбь И после причастия, спокойствия души, ощущения мира на сердце Откровенные рассказы странника духовному своему отцу Когда сильный холод прохватит меня Я начну напряженнее говорить молитву И скоро весь согреюсь Если голод меня начнет одолевать Я стану чаще призывать имя Иисуса Христа И забуду, что хотелось есть Когда сделаюсь болен Начнется ломота в спине и в ногах Стану внимать молитвы и боли не слышу Кто когда оскорбит меня Я только вспомню, как насладительно Иисусова молитва Тут же оскорбление и сердитость пройдет И все забуду 19 декабря 1988 года Святители Николая Святые отцы пишут И открывается словесная природа твари Все создано было словом И человеку, который уподобляется слову То есть Христу Открывается словесная правда Святой Амвросий Куда бы ни взглянул, что бы ни услышал Везде находил эту словесность Потому он и говорил притчами Присказками и рифмами В случае с гвоздем в крыльце Мир, сотворенный словом Есть огромная книга Книга жизни Но читать ее может лишь тот Кто смотрит в нее чистым оком И чистым сердцем Все писание Богодухновенно И полезно для научения Для обличения Для исправления Для наставления в праведности Второе послание к Тимофею Глава 3 стих 16 Это сказано о священном писании Но то же самое можно сказать И о сотворенном мире Ибо и это писание И оно начертано великой десницей Святой Троицы Непосильные вопросы Человек может задать любой вопрос Но ответ он должен получить Лишь по своим силам Иначе ответ для него Не станет ответом Чтобы отвратить от истины Достаточно задать человеку Пару непосильных вопросов И доказать, что истина Отвечая на них так-то и так-то Неверна И представить тут же другой ответ Ложный Который будет принят за истину На самом деле происходит Замена непонятной истины Понятной ложью Не человек возводится К пониманию истины Христос А истина не изводится До греховной природы человека Коммунизм Христос, давая ученикам Ответы на непосильные вопросы Когда конец мира Молитесь и бдите Возводит их через осознание Своей немощи А значит через смирение К пониманию истины А коммунизм сразу дает Удовлетворительный ответ Тем самым не спровергая истину И укореняя гордость в человеке 23 декабря 1988 года День моего рождения Вспомнил об этом только накануне вечером Когда взглянул в церковный календарь А сегодня думал об этой дате Раза два или три По-моему это первый день рождения За последние несколько лет Когда я не чувствовал уныния и тоски Никто здесь не знал Что у меня день рождения И никто поэтому не поздравил Как я благодарен всем За их незнание За покой, который они даруют Моей душе этим незнанием Нормальный человек подумает Безумец ты или эгоист Когда рассуждаешь так Верно апостол Павел Проповедовал Соблазн для иудеев И безумство для эллинов 24 декабря 1988 года Вчера в аварию попал отец-наместник Сотрясение мозга Перелом правой руки в двух местах Ехали в монастырь поздно вечером И не заметили машину Стоящую на дороге Без габаритных огней 25 декабря 1988 года Грех не в исквернении Это следствие А в лености, осуждении Гордости, беспечности 29 декабря 1988 года Милосердый Господи Да будет воля Твоя Хотящая всем спастись И в разум истины прийти Спаси и помилуй Раба Твоего Имя рек Приими сие желание мое Как вопль любви Заповеданной Тобою 3 января 1989 года Глаз 4 Свято-Введенская обитель Оптина пустынь достоблаженная Присно уповающая На милость Богоматери И на брегах реки Текущей в живот вечный Взрастила чудное Древо старчества И уподобилась Иеси граду Сошедшему с небес И где же Бог Обитает с человеки Отымая от очей Их всякую слезу Тем же возликуем Братья Христа Царя И Бога нашего Воспоим И владычицу мира Пречистую Деву Восславим Яко дарова нам Пристанищего спасения И наставников Отцев преподобных 31 января 1989 года Павел художник Просил записать Когда писали Икону спасителя На отца Ипатия И Татьяну Тоже художница С потолка Упал огромный Кусок штукатурки Потом собрали Оказалось Два ведра Потолок Снаружи По крайней мере Был чист И не требовал Ремонта Икона И отец Ипатии Не пострадали Только Татьяна На память об этом дне Носит небольшой Синяк под глазом 27 февраля 1989 года И нет ничего Без ущерба Все тень От небесных Красот Все ждет Воскресенье Из мертвых Христа Утешителя Ждет 16 марта 1989 года В Ресофор Облекли Двух братьев Александр Наречен Даниилом Сергий Александром В честь Святого Даниила Московского И Святого Александра Невского Помоги им Господи 20 марта 1989 года Примечание 20 марта Паломник Трудник Игорь Начал писать В дневнике То, что было Издано потом Безведомо Оптиной Пустыни Под названием Покаянный Канон Иеромонаха Василия Неизвестными Лицами Была произведена Правка Текста Искажающий Его смысл И духовный Облик Автора Например, в тексте Вем Господи Вем Якоби Еши Всякого Сына Его Жа Приемлиши Абачи Неимам Силы Слезы Сдержати Егда Зрю Наказуемых Чад Твоих Правка Но Рапщу Егда Зрю Наказуемых Чад Твоих Подлинный Текст Стихир Покаянного Канона Публикуется Впервые Кали-ка Одежду Раздеру На себе Окаянный И покоя Душевного Достигну Кали-ка Пепла Возложу На главу Срамную Свою И не Иму Помышлений Лютых В кое Вретище Облекусь И не Узрю Беззаконий Своих Всу И метуся Всу И замышляю Покаяние Но Ты Владыка Глаголивый Безменений Можете Творить И не Чесоже Пройди Вауды Моя Словом Своим Рассеки Каменную Утробу Мою И изведи Источники Слез Покаянных Откуда Приему Слезы Аще Не От Тебе Боже Кам И гряду В день Печали Аще Не Во храм Твой Владыка Иде Жа Обрящ Утешение Аще Не В словесех Твоих Святый Не Отри Ними Господи И Ныне Помяни Мя Я Каса Волни Истов Твою На Тя Боже Ревносно Гоню Благодать Твою От Себя Но Ты Сам Владыка Яви Сердцу Моему И Ослепи Оное Светом Любви Твоей И Аз Окаянный Возглашу Что Сотворю Господи К Тебе Иду Господи И Утаити Замышляю Я Каанания И Сапфира Часть Души Своей На Дела Постыдные Призри На Немощ Мою И И Испепели Тайное Мое И Сам Яви Мя Не Осужденно Пред Тобою Отче Восстави Мя Аз Пред Грехом Колено Преклоненен Предстаю Сыне Изведи Имя От места Студного Моего Жития Святый Освяти Ночь Странствия Моего Троица Непостижимая Да Достигну Тебя Безудержным Покаянием К Тебе Гряду Отче И Утаити Замышляю Я Каанания И Сапфира Часть Души Своей На Дела Постыдные Тебе Владыка Вручаю Житие Мое Но Абачи Тайную Надежду Полагаю В крепости Своей Восстаю Утреннюю Тебе Славить Святый И Сокрываюсь Лукаво Славес Твоих Призри На немощ Мою Господи И Очисти Тайное Мое И Сам Яви Мя Неосужденно Пред Собою Нечисоже Не Приемлет Душа Моя В Утешение Аще Крест Возрю Лицемерный И Лукавый Приближаются Ко Мне Аще Ночь Покрыет Мя Нечестие Сердца Моего Поразит Мя Отовсюду Печали Поношение Несть Мне Прибежище Един Токмо Плач Утверждение И Упокоение Мое Обличил Мя Господи И Преклонен Есть М Пред Тобою Покрышися Очи Мои Влосами Главы Мои Я Да Не Узрит И Ночь Слез Моих Токмо Тебе Боже Печаль Моя Не Остави Мене Сметен Наго Посети И Спаси Мя Не Голодом Голодна Душа Моя Не Жаждую Жаждет Сердце Мое Но О Глаголах Божиих Стражду Но О Истине Твоей Алчу Христе Призри На Немощ Мою И Подаш Манну Словес Твоих Тебе Владыка Приношу Житие Мое И Тайную Надежду Полагаю В Крепости Своей Славу Тебе Воссылаю И Сокрыть Чуся Часть Некое Лукавство Своего Господи Не Презри Сердечного Покаяния Моего И Помилуй Мя 21 Марта 1989 Года Надо Себя Не Жалеть Для Церкви А Не Церкви Жертвовать Ради Себя Митрополит Вениамин Казанский Из Предсмертного Письма 1874 1922 Годы 1916 Год 360 Тысяч Священнослужителей Четыре Духовных Академии 58 Семинарий 1250 Монастырей 55 Тысяч Сто Семьдесят Три Православных Церквей 25 Тысяч Часовен 4 Тысяч Двести Костелов 25 Тысяч Мечетей 6 Тысяч Синагог 1919 Год 40 Тысяч Священнослужителей 1980 Год 7 Тысяч 50 И Три Духовные 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 Академии 24 Марта 1989 Года Внегда искренней мой по нашаху мя, к тебе, Боже, душа моя Аще уба и душа моя обетшает, уста призовут владыку моего Но кама, Господи, пойду, аще речеши, не вемтя Земля не покрыет мя, небо не приимет мя Не отриньи меня, Боже, от лица твоего Твоя от твоих приношу ти спаси и величаюся Чуся, яка Симон Волхв, духа святаго, получите за мзду молитв и дел своих Прости мя, Господи, и не помяни нечестия моего 26 марта 1989 года Уста исповедует Тя, Боже, тело уготовляется на подвиги и страдания Душа же безмолвствует и готовит час отречения моего Господи, сокруши жестокое сердце мое, и от сна нечувствие восстави мя От уныния 101 Псалом 36-90 При кознях человеческих 3-53-58-142 Псалом Аще оставлю тебе, Боже, ты не остави меня до конца Потерпи безумство и беззаконие мое Покрый срамоту и нечестия мое Игда же в день печали призовутя Прости мя, и не помяни непостоянство и двоедушие моего 28 марта 1989 года Правильная нравственность не может процветать на неправильном догмате Из речения отцов наших мы употребляем сообразно с лукавую волею нашей и к погибели душ наших Преподобный Дорофей Старая надпись на памятнике Ивана Киреевского Премудрость возлюбих и поисках от юности моей я Познав же, як и не инако дерзну, аще не Господь даст, приидох ко Господу Узрит кончину премудрого и не уразумеют, что уготова о нем Господь Сергий Четвериков 29 марта 1989 года Послушанием истине через духа, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца Первое послание Петра, глава 1, стих 22 1 апреля 1989 года Святыня под спудом Сергей Нилус Умер в первом часу ночи 14 января 1817 года Игумен Авраамий Духовное завещание От ней лежебо приях святый иноческий образ И постригохся в московской епархии, в Николаевском Пешножском монастыре В три десять третье лета возраста моего И обещах Богове нищету, изволенную иметь От того времени даже до приближения моего ко гробу Не стяжах имения имшелоимства, кроме книг и сорочек с карманными платками Не собирах златы и сребра, не изволих иметь излишних одежд Никаких либо вещей, кроме самых нужных, и то для служения Две ряски теплые и холодные и один подрясник Но не стяжание и нищету иноческую Духом и самим делом по возможности моей соблюстить чахся Не пекись о себе, но возлагайся на промысл Божий И же никогда же мя остави Входящие же вруцы мои от благодетелей святые обители Сия подаяния, и ты я истощивах на монастырские нужды Для братьев и на разные постройки Так же и ждивах на нужды нуждных, и де же Бог повеле 6 апреля 1989 года Пострижены в рисофор послушники Вячеслав и Михаил И наречены Михаилом и Гавриилом 7 апреля 1989 года Благовещение Служил митрополит Владимир Ростовский и Новочеркасский Управляющие делами Московской Патриархии 13 апреля 1989 года Возвеличен многовеличием в Господи Яко умилостивши от злых чатся Твои Достойное воздоемти, святый Отче Но яко имея милосердие причудное От грядущих нас бед свободи Дозовемти, радуйся преподобни Амвросии Щедрой наследничи любви Христовой 14 апреля 1989 года Пострижен в рисофор послушник Георгий Наречено имя Сергий 15 апреля 1989 года Похвала Богородицы О всеславный Отче Амвросии Стяжавший всеми дарами Дареносима Духа Святаго Нынешнее приемше приношение От грядущих зол Соблюди чат Твоих И на страшном судище Заступи да с Тобою воспоим Аллилуйя 17 апреля 1989 года Вывешено распоряжение отца-наместника О принятии в послушники десяти рабочих Среди них мое имя 18 апреля 1989 года Отец-наместник благословил переселиться из скита в монастырь Сегодня я и Иеродиакон Владимир Переехали в братский корпус Батюшка Амвросии не остави нас 23 апреля 1989 года Вход Господень в Иерусалим Днесь собора преподобных прославления И святаго воинства российского величания Земле плод нетления приносит Небо десницы благодати простирает Люди и жезрящие сие сретения ужасаются Недоумевают и Бога славят Великий в советах Господи слава Тебе Ныне полнота славы Оптинской Ныне торжество и радость совершенная Старцы Божии из гробов чинно исходят И от сынов своих принимают хвалу Велие братство Богом созиждится Як и есть Господь и Бог Не мертвых, но живых И Ему, Отцу и Царю нашему Едиными устами братья Вазопием Жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе Днесь милость и истина светостися Правда и мир облобызастися Истина от земли воссия И правда с небесе приничи Господь даде благость свою И земле оптинская даде плод свой Торжествуй, Русь святая, и веселися Днесь радость и печаль воинствуют И радость победу торжествует Земля безгласно разверзается Небо милостиво отворяется Лики небесные сиянием нисходят Люди и духом возвышаются Вселенная воскресения предизображает И велием глазом вопиет Благословен гряды во имя Господне Послание к римлянам, глава 14, стихи с 7 по 9 Готовая стихира Велие благочестия тайна Земля отдает небу предлежащее Сыны приемлют отцов нетленными Святость воочию зрится и руками осязается Утвердитеся, православные Неверные покайтесь Пришедбо свидетельство последнее Да веруют все в живот вечный Воды вспять возвратитеся И глаголы утекшие принесите Цветы и травы ороситеся И слезы землю напитавшие источите Возблистайте красотою прах и пепел Развалены созиждитесь И теплоту древнюю осязать сподобите Древо восклонитеся Труды и печали сокрытые явите Всябо узрим и ужаснемся Всябо увидим и устыдимся Молим вас, отцы преподобные Сынов недостойных не отвергните Монашество, бескровное мученичество Мука не есть лишение себя у тех семейной жизни Сладкой пищи, телесного комфорта И других житейских развлечений и утешений Это только путь к муке А в пути иногда бывают радости и приятные встречи Путь есть ощущение собственной силы И удовлетворение от преодолеваемых препятствий Собственно же мука Это предстояние пред лицом собственной беспомощности И непрестанное лицезрение своего пленения Силою страстей Это состояние сравнимо с положением человека Терпящего истязания от взявших его в плен И предчувствующего свою гибель Монах добровольно подставляет грудь мечу Слова Божьего И тот проникает до разделения души и духа Обнажает и будет помышления сердечные Это все совершается духовно Так же реально и болезненно и мучительно Как и телесно Почему существует истина, а люди не могут поверить ей Не могут приобщиться ее силе Людям затруднено проникновение в смысл слова Затруднено приобщение к силе слова И тем самым затруднено познание истины Только действием греха Это следствие падения, преступления заповеди Божией Адам не послушал слова То есть отвергся сам от понимания смысла Как бы разделился с ним И мгновенно образовавшийся промежуток Заполнил грех Впрочем, сам этот промежуток Сама эта пустота И есть грех, искажение Как бы некая измена Закрывает нам теперь истину и смысл слов Вот почему трудно различать слова В их полной силе И в их истинном смысле Также трудно различать предметы в сумерках Путь восстановления возможности слушания слова И его постижения и приобщения к нему Вот суть наших трудов 29 апреля 1989 года Страстная суббота Восемь человек-послушников Облачили в подрясники Среди них сподобился и я Прибывати И вкусите страха Божия Своего недостоинства И великой милости Господней 30 апреля 1989 года Пасха Милость Божия дается даром Но мы должны принести Господу Все, что имеем 9 мая 1989 года Почему Евангелие трудно читать Господь отвечает не на вопрошение уст А на сокрытые помыслы сердца В них вся суть Они причина А вопрос следствие То есть устроение сердца Важнее произносимых слов Важнее логической стройности речи 13 мая 1989 года Святителя Игнатия Бринчанинова Молиться святителю О даровании слез и покаяния 14 мая 1989 года Преподобного Пафнутия Боровского После литургии крестный ход Накладись преподобного Пафнутия Повторение пасхальной радости Воды вспять возвратитеся И о временах утекших нам поведайте Земле утреннее оросися Слезы иноческие показуя Ныне славу ликующего спеваем Святые иконы лобызаем умиленно Лампады елеем наполняем Свечи и паникодила радостного сжигаем Хоругви износим И шествие торжественное совершаем Все ныне пир дети уготовляют Отцам преподобным И слезно их молят Приидите и посетите Недостойных чад своих О созвездие небосвода иноческого О дивная стая орлиная Многосвечная паникодила Храма Богородицы Истинная гроздь винограда Христова Такари чем вам отцы преподобные Так и именуем и славим Собор оптинских святых 22 мая 1989 года Радуйся преподобный отче наш Амвросия Патриарше старцев оптинских 25 мая 1989 года Распоряжением отца-наместника С иеродиакона Н сняты клобук и мантия За дерзостное, не монашеское поведение в трапезной А вчера был вывешен список Участвующих в братской трапезе Гости и другие С благословения отца-наместника Воды вспять возвратитеся И о временах утекших возвестите Земли утренние ороситеся Слезы впитанные нам показуя Древа восклонитеся Труды и печали сокрытые являя Воскресните прах и камни Красоту древнюю зреть и сподобляя Всябо узрим и ужаснемся Всябо увидим и устыдимся Молим вас, отцы преподобные Не отвергните сынов недостойных Память вашу посильно совершающих Стыжуся, просите, окаянный Неимом словес к тебе, Господи Токморуцы простираю и сердце И як нищий, всеми отверженный И презренный, милости прошу И пропитания скудного И прощения подаяния Ищу тебе, Господи, и не обретаю Яко слепец ищу тебе И поводыря неимом Тьма спеленала мя И отчаяние объяла мя При дороге сижу и ожидаю Внегда мимо идиши И услышишь истинания мои Слышу заповедь твою Стучите и отверзится вам Но скорбь, Господи, одолела мя Связала руцы мои и нози мои Лишила мужества душу мою При дверях сижу немощен С оплачем безмолвным Отверзи, Господи, и призри на мя Яко на расслабленного иногда 31 мая 1989 года Словом верности кляхся тебе, Господи И при первом страхе не понесох И отвержися тебе Видяще житя на поругание ведома И обращася зряще мне Поминаю студной клятвы своя Гряду вон и плачуся горько И плачевный Иуда, любляши Иисуса Об очи корысти ради Аж же немощный, та и жде творю Силы божественной любви не приемлю Изнемогаю от ноши тщеславия своего Спаси мя, Господи, да не впаду В бездну предательства и погибели вечной Дары исцеления от Бога прияша И людям источая Славою обогатился Иси Иуда Приношение содержа И милостыню подавая Благодарениями услаждался Иси И аж же три окаянной Тщеславия богатства скопив Страшусь и единожды Бога предати Спаси мя, Господи, да воздам тебе Единому славу и благодарение 1 июня 1989 года Вем, Господи, вем, як обееши всякого сына Его же приемлише Абачи неимом силы слезы сдержати Игда зрю наказуемых чад твоих Прости, Господи, и терпение с благодарением даруй Разумом постигаю я ковенцы и славу Готовиши плачущим и уничиженным Абачи душа моя грядущим воздаянием И наградами не утешается Скорбь объемлет мя Игда зрю поношение на искреннее мая Помилуй мя, Господи, и молитесь И научи за враги неоскудевающие 3 июня 1989 года Покаяние делает наше дело Поистине добрым делом Игда в неумении пребываю Зависть злобно терзает мя Игда же навык обретаю Гордостью обреваюся неудержимо Господи, грех алчный гонит мя Душа моя не ведает покоя Приими немощи моя и сокрушение мое Иных даров и жертв владыкани имам 18 июнь 1989 года День Святой Троицы День Ангела Отец-наместник благословил огромную просфору И поздравил меня и послушника И.П. с Днем Ангела В конце чина Панагии В храме отец Владимир Многолетствовал нам И братья подходили с поздравлениями Господи, дай память о благоволении Твоем И нам, грешным, дабы не роптали в день печали А проливали слезы покаяния 4 июля 1989 года Приезжала мама с тетей Ниной Причащались Но не все спокойно Слезы, упреки, уговоры ехать домой Тесно мне отовсюду Укрепи, Господи, сердце мое смятенное и изнемогающее Отцы оптинские, старцы святые, помогите мне Матерь Божия, утешь скорбную душу мою 7 июля 1989 года Рождество Иоанна Предтечи Служил отец Климент Архиепископ Серпуховской Хиротония Водиакона Инока Михаила Причащался Одно утешение мне осталось Чаша святая Приезжала мама Дополним дневник рассказом о событиях Стоявших за словами Приезжала мама Слезы, упреки, уговоры ехать домой Но прежде чем рассказать о долгом и трудном пути к Богу матери отца Василия Анны Михайловны Росляковой Напомним слова апостола Павла А мы проповедуем Христа распятого Для иудеев соблазн, а для еллинов безумие Первое послание Коринфянам, глава 1 стих 23 Мать была не против, когда сын стал ходить в церковь Но посты и монастырь – это уже безумие Мать хотела счастья для сына, а вера возводила его на крест И такая вера устрашала ее Анна Михайловна вспоминает Сын великим постом постится, а я нажарю себе яичницы и посмеиваюсь над ним Конечно, я знала, что Игорь готовится к монашеству, но и секунды не воспринимала это всерьез И вдруг сын опустился передо мной на колени и слезы в глазах «Мама, благослови меня в монастырь!» И тут я в ужасе закричала про Бога такое, что сын сразу в двери бежать Только слышу, как застучал каблуками по лестнице До сих пор в ушах каблуки стучат После ухода Игоря в монастырь мать исходила в слезах И до дня убийства жила надеждой «Сын вернется домой!» Рассказывает тетя отца Василия Нина Андреевна Трифонова Когда Игорь ушел в монастырь, Анна Михайловна день и ночь плакала Да и как тут слезы сдержать? Сын был единственный, послушный, заботливый Из-за границы всегда везет подарки для матери А из Сухуми, помню, розы привез Холода стояли, цветов нигде не было А розы были такие красивые, что его спрашивали Игорь, девушке розы везешь, а он маме Анна Михайловна об одном думала, как вернуть сына домой И говорит мне однажды, поедем в Оптину и привезем Игорька домой Купили мы батон колбасы, гостинцев и приехали в Оптину без нательных крестов А Игорь сразу наотрез, нет, мама, домой я никогда не вернусь И стал нам про старца Амвросия рассказывать, уж больно он батюшку Амвросия любил Мать в слезы, кто такой твой Амвросий, что ты на него мать променял? Мы ведь тогда они верующие были И нам было дико, что он ставит Господа и его святых выше родни Ну, думаем, совсем обезумел и надо его срочно отсюда забирать Бегаем за Игорем с колбасой по всему монастырю А он уже умоляет нас, да не воняйте вы тут колбасой Идите лучше в храм Делать нечего, пошли в храм и посовестившись надели кресты А в церкви нашло на нас умиление И так захотелось исповедаться и причаститься По великой милости Божией мы с Анной Михайловной причастились в тот день А ночью шла машина в Москву, и Игорь отправил нас с нею домой Тяжело ему было с нами Лишь теперь понимаю, как тяжело Сейчас мне самой бывает обидно, если кто Бога не чтит и не ходит в храм А как вспомню, что мы сами недавно творили То, понимаю, нельзя никого осуждать Для меня живой пример наш отец Василий Он нам веры силком никогда не навязывал И неверием не попрекал Он лишь молился за нас Господу и на помощь Его уповал Что мы можем сами? А Господь все может Мать, как нитка за иголкой, тянулась за сыном Приезжая в Оптину пустынь, она, не шелохнувшись, выстаивала долгие монастырские службы А выйдя из храма, говорила задумчиво Не понимаю, как люди веруют Почему-то я не чувствую в душе ничего Дашь тьми, сыне, твое сердце Говорит Господь А сердце матери принадлежало сыну Какой ужас, говорила она тете Нине, вернувшись из Оптиной Отец Василий совсем исхудал Глаза ввалились Сапоги разбиты И телогрейка в известке на нем Даже улыбаться уже стесняется Видно, зубы испортил в монастыре Преподобный Исаак Сирин Писал в наставлении монашествующим Если вынужден засмеяться Не выставляй наружу зубов И этой монашеской традиции Православная Русь обязана тем Что здесь не привелась голливудская улыбка А скалозубами на Руси называли известно кого Мать чутко подмечала перемены в сыне И не понимала их смысла Ревниво вспоминая прежнего Игоря Белозубая улыбка, элегантность в одежде И портреты в газетах с кубком в руках Почему все рухнуло в одночасье И сын ее теперь нищий монах Анна Михайловна теперь держала посты И, казалось бы, воцерковилась Но все в ней бунтовало против того безумия, веры Когда по заповеди, например, нельзя осуждать Был случай Сердобольная Анна Михайловна подала милосту не нищему А тот купил вина Уж как она тогда клеймила пьяниц А отец Василий сказал Мама, лучше не подавай, но не осуждай Это таких-то не осуждать Нина Андреевна вспоминает другой случай У нее был день рождения Знакомые позвонили поздравить И очень удивились, узнав, что ни мать, ни тетя Даже не подозревают, что отец Василий Уже месяц служит на подворье в Москве Отец Василий, пеняла потом мать Я специально узнавала Другие батюшки ночуют дома И ездят в отпуск к родным А ты с подворья даже не позвонил домой Игумен Феофилакт Настоятель Оптинского подворья в Москве уточняет У отца Василия было много друзей и родни в Москве Но я не благословил его кому-то звонить Да и сам он уклонялся от общения с миром Он был истинный монах И даже в Москве жил будто в затворе Зная одну дорогу Келья и храм Рассказывает Нина Андреевна Когда в день рождения мы с Анной Михайловной узнали Что отец Василий служит в Москве То с позаранку побежали в храм Отец Василий вышел исповедать А я сразу к нему Ну, Нина говорит, какие у тебя теперь грешки Исповедал я все свое плохое без утайки А потом прошу Батюшка, болею я сильно И уж так причаститься хочу Отец Василий благословил меня причаститься И Анна Михайловна ругала его потом Батюшка, она же не говела и не готовилась А ты такой грех на себя взял А отец Василий ей объясняет Мама, посмотри, какая Нина больная Вдруг пойдет отсюда и умрет А потом Господь с меня спросит Человек к тебе приходил, а ты так немилостиво с ним поступил Нет, не могу я такой грех на себя взять Потом я другому батюшке на исповеди покаялась Что ела скоромное, не готовясь к причастию А отец Василий меня допустил Это Господь вас допустил до причастия Ответил священник И стала я православные книги покупать и читать А до этого ничегошеньки не понимала Только батюшку Василия любила сильно И по причастию умирала, как голодная Анна Михайловна уже соглашалась Пусть ее сын будет священником Но пускай он дома живет А там, глядишь, женятся, пойдут дети А она бы растила внучат И мать придумала план, как это осуществить Приехала в Оптину и сказала Отец Василий, срочно едем домой В Москве участки под дачи дают Вот построишь мне дачу, а тогда как хочешь Хоть опять иди в монастырь А отец Василий сказал, улыбаясь Мама, мы с тобой дачу будем строить В Царстве Небесном Лучшего места, поверь, нет А в Царство Небесное она не верила Мать жила земным своей любовью к сыну И, страдая, видела, как он восходит на крест И сердце матери кричало Сойди с креста А потом наступила та Пасха Когда в дверь позвонили Ермонахи из Оптиной Они еще молча стояли у порога А мать без слов все поняла Сына нет на земле Но это неправда Сын она чувствовала живой Он был для нее настолько живым Что Анна Михайловна проводила потом Дни и месяцы у могилки сына Разговаривая с ним Отец Василий, пеняла она ему, как при жизни Ты зачем ушел в монастырь А ты о матери старой подумал Вот получишь пенсию и считаешь За свет, за квартиру А на жизнь остается только хлеба купить и молока Одной верою, батюшка, сыт не будешь И я твоей веры никак не пойму Анну Михайловну утешали, как умели Рассказывая о чудотворениях на могилке отца Василия Мать не верила Нашли чудотворца Ну выдумки Да если бы отец Василий был чудотворец То он бы матери прежде помог Это был труднический путь к вере Анна Михайловна подолгу жила в монастыре Ходила на все службы И уставая порой за день до изнеможения Неизменно вычитывала на ночь долгое правило Подвязалась она не в пример многим Но была тем Фомой неверующим Которому надо все ощупать И проверить на личном опыте Однажды летом был очень жаркий день Анна Михайловна, уже долго гостившая в монастыре Благословилась ехать домой Проблем с транспортом, казалось, не было В Москву в тот день уезжалось десяток машин Анна Михайловна изнервничалась Бросаясь к каждой машине Но везде отвечали, мест нет Все московские машины уехали А Анна Михайловна сидела на солнцепеке с вещами И говорила устала Ну какой из отца Василия чудотворец Сегодня пришла к нему на могилку И говорю Вот приехала я, батюшка, к твоему Амбросию А веры во мне по-прежнему нет Только разогнулась от могилки А он мне бабах крестом по голове Вон какую шишку мамке набил Анна Михайловна пробовали ее убеждать Да ведь отец Василий всем с транспортом помогает Ты сходи на могилку и сама попроси Схожу, сказала мать, вскипая слезами И всю правду в глаза чудотворцу скажу Анна Михайловна стояла у могилки сына И возмущенно жестикулировала Когда к монастырю подъехала роскошная машина Источая прохладу кондиционеров Оказывается, один паломник Не захотел никому уступить чести Везти мать новомученика Но прежде съездил в город за подарками для нее Машина быстро домчала ее до дома А там уже подхватывали мать другие машины И везли в Дивеево, на Валаам, в Киев, в Печоры В монастыре беспокоились Куда пропала Анна Михайловна? Звонили, но безуспешно И, наконец, Анна Михайловна ответила В Иерусалиме была Все, кладу трубку и еду в Оптину Привычка экономить каждую копейку Особенно чужую Была в ней все же неистребимой А потом уже в Оптиной У могилки отца Василия Анна Михайловна собрала всех желавших Послушать о своем паломничестве И сказала, перекрестившись Верую, отец Василий, теперь верую Я же в Иерусалиме на Голгофе была Прости меня, батюшка, что раньше не верила А твоими молитвами увидела свет А теперь расскажу по порядку Анна Михайловна прожила ту обыкновенную Для самоотверженной женщины жизнь Когда она даже не помышляла о путешествиях И совестилась истратить хоть что-то на себя А теперь сын показывал ей Божий мир И она дивилась величию его, рассказывая В Иерусалим мы, батюшка, плыли морями И было море синее и синее, а вода в Иордане зеленая Не обошлось и без финансового отчета Огорчившего друзей отца Василия Анна Михайловна, как всегда, сэкономила И привезла из Иерусалима деньги обратно Ольга мне 200 долларов на фрукты дала Отчитывалась она о поездке у могилы сына А зачем мне, батюшка, фрукты? Я лишь царствия небесного хочу Господи, сколько же я нагрешила Помяни меня, Господи, во царствии Твоем С иерусалимской Голгофы для рабы Божией Анны Начался уже иной путь 16 декабря 1999 года Она приняла монашеский постриг с именем Василисы Снова дневник 9 июля 1989 года Постриг в мантию Иеродиакона Даниила и Иеродиакона Александра 16 июля 1989 года В Оптину из села Холмище Перенесены мощи Иеросхимонаха Нектария Часов около восьми вечера Я был дежурным в тот день у ворот Мы встретили честные останки отца Нектария Переложили их в гроб Перенесли в храм Была отслужена великая панихида Мощи обнесли вокруг храма Я по грехам и по лености К стяжанию благодати Не был на службе Не присутствовал при обретении мощей Не участвовал в перенесении их в храм Смотрел на все издали И сокрушался о недостоинстве своем Вечер был необыкновенный Прозрачный, тихий и лучезарный В душе появилось ощущение Об Оптиной такой Какой она была раньше при старцах Святость наполнила воздух Было видно, как она держит Силою своею мир И вся я же в нем В храме пели вечную память И у ворот, где я дежурил Было слышно Немеет душа от скудости своей От того, что очи зрят Великая, а душа не может Его вместить Благодать затворяет уста Упокоивает сердце Умиротворяет душу Читали ночью Евангелие Перед гробом отца Нектария Отче Нектария, моли Бога о нас Для всякого, кто хочет идти вперед И становиться лучше Необходимо частое Сколько можно Посещение божественной литургии И внимательное слушание Она нечувствительно строит И созидает человека И если общество еще Несовершенно распалось Если люди не дышат Полную непримиримой ненавистью Между собой То сокровенная причина тому Есть божественная литургия Напоминающая человеку О святой небесной любви к брату Николай Васильевич Гоголь 18 июля 1989 года Лик луны был светел и лучист В монастырь пришел ночной покой Вдруг какой-то местный гармонист Надавил на клавиши рукой Встал я посреди тропы пустой И глаза мне слезы обожгли Боже, как похож на голос твой Этот одинокий зов любви 24 июля 1989 года Васта из мертвых земле оптинская Яка иногда лазарь четверодневный Прииди Господь по мольбам отцев преподобных На место погребения ея и речей ей Гряди вон Васта пустыня и на служение Ишет пеленами обвито Ликом воскресным проповедь совершая Неверных обращая Ожесточенных умеряя Всех воздвязая в опите Велием гласом Господи слава тебе Види Господь матерь свою Яков Давидсу плачущу об обители умершей Милосердова о ней и речей ей Не плачи И приступль коснуся врат монастырских Васта пустынь И начат глаголати И даде ей я матери своей Страх же объят вся И славях у Бога глаголюще Яка посети Бог людей своих Ради печали матерней Сесобор преподобных пришед Поде при ногу Иисусове И моляше его много О пустыне оптинской глаголя Яка тщи наши ныне умри Да пришед возложит на ню руцы И оживет Не умри бо земле Но спит Глаголит пришедый Господь И изгнан бысть из нея народ Молвищ Васта обитель по глаголу Божию И возвратися дух я И изыди весть сия По всей земле расистей О покаянии Кому подоблю себя Желающего одолеть свою гордость Уподоблю себя человеку Пытающемуся руками Низвергнуть гору Все познания свое употребляю Все силы полагаю Вижу, что неисполнимо желание Гора стоит непоколебимо Все же не оставляю труда своего Вижу тщетность усилий своих Плачу о беспомощности своей Сетуя о неисполнимости замысла Уныние омрачает ум мой Леность сковывает тело Безнадежность ущемляет сердце К чему это все говорят мне Труд твой никому не нужен Нужен сквозь слезы, отвечаю я Нужен, ведь сам Бог мне помогает в нем Порою, когда стою в храме Душу охватывает ощущение присутствия Божия Тогда уже не иконы окружают меня Но сами святые Сошедшиеся на службу Они наполнили храм И отовсюду испытывающие глядят на меня Незачем отводить глаза от их ликов Прятаться в темном уголке церкви Угодники Божии смотрят не на лицо мое А только на сердце А куда спрятаться сердцу моему Так и стою я в рубище беспомощности И недостоинства своего Пред их всевидящими очами Скверные мысли мои Страшась святых взоров Куда-то скрываются И перестают терзать меня Сердце, воспламеняясь чувством Собственной порочности Разгорается огнем сокрушения Тело как бы цепенеет И я во всем существе своем В самых кончиках пальцев Начинаю ощущать свое недостоинство И неправду Взгляды святых обладают Непостижимым всевидением Для них нет в душе моей Ничего тайного Все доступно им Все открыто Как неуютно становится от мысли Что кому-то о тебе все известно Как страшно сознавать Что некуда спрятать себя Что даже тело не может утаить Сокровенных мыслей и чувств Это сознание лишает душу Беспечного равновесия Нечестие и пороки Перевешивают собственные оправдания И непонятная тяжесть Наваливается на сердце Как бы от внезапной боли И тревоги просыпается душа И осознает, что не может Помочь сама себе И никто из людей Не в силах помочь ей Криком новорожденного Она вскрикивает Господи, помилуй Не оставь меня Все забыто Все исчезло Осталась только просьба Мольба всего существа Души, ума, сердца, тела Господи, прости и помилуй Немеет ум мой Сердце сжимается А глаза робко наполняются Слезами покаяния Почему одни и те же слова Которые вчера Оставались незамеченными Сегодня потрясают меня Своим величием и мудростью Так что их хочется Навсегда удержать в душе И знать наизусть Непостоянство моего сердца Этому причина Вчера оно было ледяным Потому все изящное И строгое восхищало его Сегодня оно подобно Тающему снегу Который радуется Свету и теплоте Что же происходит В глубинах сердца моего Куда не проникает Ни зрение мое Ни ум мой Там подобно солнцу С его восходами И закатами Рождается и умирает Покаяние 29 июля 1989 года Раздраша ризу Спасову беззаконные И смеяхуся нам Возвратиша принесоша Мы же вовретящийся И облегшийся Слезами омыем его И покаянием его Убелим Богородица чудная Причудный наш спаси Ликует сердце Вас именуя Отче слезы истачают Зря на лики Ваша Не оставите Своя О владыка Совладычицу Иже от века Неимы мы Иные сердцами Нашими Повелевающие 10 августа 1989 года Радуйся земле Оптинская Зайордания Российская Ангелам место Возлюбленное Человекам Страна Святая Дивной красоты Твоя Велия Слава Твоя Бездны Обетования Твои Красуйся Благословенная И ликуй Яко Господь Бог с тобою Не умолчим Ныне Истины Православия Христом Богом До века Утвержденные Собором Святых Наших Просеявшие И доселе Во избранных Сохраншиеся Непоколебимы Основания Ея Да облак Величествия Ея Несть Бог Под небесем Веры Иной О ней Же Подобает Спастись Нам Ныне Сретение Велия Празнуем Залог Воскресения Грядущего Торжествуем Ныне Слезы Мирствуют С радостью Покаяния В объятиях С милостью Днесь Нечестия К стопам Праведности Препадает Ложь Истину О милосердии Молит Дети Главы Главы Смиренно Преклоняют Отцы Длани Милостиво Простирают Торжествуй Вера Православная В ней Единий Всем Примирение 12 Августа 1989 Придите Братия Милосердия Мытарства Первое Согрешение Чрево Чревоугодия Все Роды Угождение Чреву Пятое Мытарство Лености Шестое Мытарство Воровства Седьмое Мытарство Сребролюбия Искупости Восьмое Мытарство Лихвы Девятое Мытарство Неправды Десятое Мытарство Зависти Одиннадцатое Мытарство Гордости Двенадцатое Мытарство Гнева И Ярости Тринадцатое Мытарство Памято Злобия Четырнадцатое Мытарство Убийства Необязанных супружеством, соизволение на грех, мечтание. 17. Прелюбодейное мытарство, несохранение супружеской верности. 18. Мытарство содомское. 19. Мытарство ересей. 20. Мытарство немилосердия. 21. Восклонитесь вернее, воздвигните главы ваша, за не облак свидетелей Христовых обоюду облег землю нашу. 22. О высото и слава российская, покров веры нетленный, яка радуга подвигов ваших сияния, яка дождь животворной милосердия ваше велие, пророчество ваше, яка гром небесный, силы ваше, яка молнии огненные, древле земное в небесное притворивши, ныне светом преображение сияете нам, зряще солнце правды Христа Бога нашего. 22. Старцы святии, пророки народа русского, Богом словом сидержителем на служение воздвигнуты, 23. Да не померкнет истина на земле, пустынь оптинская, из тебе бысть Христу Богу, глаз вопиющий, им же старцы умоляши за землю и веру православную. 24. Свидетели истины, отцы преподобные, и во тьме сияете, и тьма не объят вы, светом веры мир облистающих. 25. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, новая скиния Адамова, предубрави старческой, обитель введенская, воскресни в сретении Христа Бога нашего, токма им же и вселенная созиждется, даже до века, аминь. 26. И ныне и пристно, и во веки веков, аминь. 27. Ангельские силы, Богородица Мария, слики человеческими, девляшися сильни материнству Твоему Божественному. 28. Возрадуйтесь, другие недруги, ныне всем ликование подобает, надлежит всем пение сладкогласное, ничтоже может любви Божией противостати, вси радостью побеждаются, вси весельем преклоняются, тем же Бог наш всесилен и чуден, даруя святым Своим честь и славу, и недостойным Его велию милость. 29. Царь Небесный слуг своих в чертог огнеблещущий вводит, в одежды белые облачает, имена новые нам неведомые нарицает, на престол свой их посаждает, и венцы жизни на главы их честные возлагает, слава сия верным и победившим, и дела Его до конца соблюдшим. 30. О отцы святие, други Христовы, помяните у престола небесного память вашу земную совершающих, во спасение вас призывающих. Прореките славу и утешитеся, не людьми, но Богом дарованную, подвязавшимся в пустыне оптиной отцам преподобным, благо тайно сотворше, воздаяние явно прияли еси, лишения и труды на земле понесоша, на небесех бессмертия достигли еси. О слава наша истинная, уничиженных хвала последняя, гонимых едино пристанища, поруганных честь неоскверненная, соборни Христа Бога молите, да приложит на милость суд об Отечестве нашем. Слава отцу и сыну и святому духу! Лики ваши лучезарные, церквам русским свет не вечерний, мощи ваши честные, як облагоухание жизни вечной, писания ваши хлеб и питье нам истинные, достоблаженные старцы оптинские, вас радуясь и именуем, печалуясь вас призываем, тем же Церковь небесная из клира земного пополняется. И ныне и присные, во веки веков аминь. Имуще череду священническую и на земле русской подолгу пребываешьи, Богородице всепетая, но по любви матерней слезы проливаешьи и молишься о всех непрестанно. Не остави, владычицы, люди твоя и милостью от щедрот твоих нас обогати. От пустыни собор преподобных к сонму святых русских приложися, силам ангельским радость даруя, ликом иноческим празднество устрояя, тем же возросший собор небесный и надежда земная утвердишися, яко Христос прославися в Отечестве нашим. Все знамения явися в церкви русской, обитель в солнце обличенное, чадо же и я светло просиявши на падение и на восстание многим. И я самою душу оружие пройде, да открыются от многих сердец помышления. Им же дарует Бог временно покаяние и велю и богатую милость. Со всякой скорбью, великою и малою, с обидами-тайнами и горькою печалью прибегаем к Тебе, Матерь Божия, яко чадо от злых обидимая, вся приносим Тебе, Дева чистая, чая утешения и матерней милости. Не оскорбляется Царица Небесная прошением малым, не отвращается земли владычице недостойных призываний, вся Бог приемлет с любовью и кротостью, як Матерь Бога мира Спасителя. Руцы причистые горе простирая, слезы же долу источая, на воздусь и молебно предстоиши, Богородице славная, росу благодати земле низводиши, моления теплые Богу возносиши, о лествице придивная, вся совокупльшая в жизни и в успении чудо причудное. Радуйся, Кана Галилейская, начало чудесам положившая, радуйся, пустынь Оптинская, наследие чудотворства приявшая, яко Иисус избирает вас и ублажает купно, и мати Его, и ученики Его, тем же приимите радость совершенную, утешение познайте истиной подаваемое и источник ликования вечного. Не покрыю лукавством лютых моих, но вся возвещу тебе, дева чистая, токма несмирения полон творю сие, но бесстыдство потаенного. Ты же кротости источнича причистый, а мый окаянство души моей я, и целомудрие во мне оживи. Насоделанная мое призри, владычица, и вся недостойная и скверная попали, да не обешу на выю свою жерна фасельский, но прах согрешений моих принесу Христу Богу моему, да возметет Его духом своим от лица преклоненного моего. Богородице милостивая, горькая жизни сей услади слезами покаяния, окамененная мира сего сокрушением сердечным умягчи, всябу можешь и молением неусыпающим пред лицем Христа Бога предстоя. Начертание образа твоего имея, исписание словес твоих поющий, истинно Богородицу тебя исповедуем, тем же красотой еси и кротость невечерняя. Оставившие облако игуменья причистая и на престол воссела царственной, благословение на скипетр применила еси, свиток обетования отложила еси, и державу мира приняла еси, тем же властью твоею царица спасаемся. Светилен. Свете мой, Христе спаси, ночь жития моего, и же и солнце не просвещает, а зари блистанием божества твоего и ущедри мя. Иде же обрящу начало зла моего, окрест вас зрю и восплачу, внутрь обращусь и опечалуюсь, яко тьма кромешная обстоит мя, о звездо единое, Христе спаси мой, достигни мя лучами благодати твоей я. Не имам господевятийства высокого, не вем глаголов премудрых, но яко и отцы наши от века взываю ти, помилуй мя Божий и спаси мя. С Адамом ныне сокрушаюсь, стенаю ныне, как о воспою о свете утерянном, как о возвещу о радости ушедшей, аще и скажу, яко не видях господа, кама пойду вся позади оставихам, ток моты, господи, упование и спасение мое. Иде же обрящу начало зла моего, окрест мя ночь непроглядная, дел студных внутрь мя крик кромешной помышлений нечистых, о! 9 сентября 1989 года. Получил послушание за свечным ящиком. Господи благослови! Господь от начала положил в человеке волю, разум и душу. После падения, разъединенные с Творцом, они всем существом своим стремятся к Нему. Воля стремится к свободе, разум к познанию истины, душа к совершенству и чистоте. Никто и ничто не может угасить этого стремления. Его можно только исказить, направить по ложному пути. Этим и занимается политик и его присные. Свобода от греха заменяется политическими свободами. Познание истины, удовлетворяющим сознанием своей правоты, пустой начитанностью, осведомленностью, эрудированностью, то есть ветхой буквой. Еще хуже, если жажда познания истины обращается в жажду познания греха. Стремление души к совершенству заменяется стремлением к удовлетворению страстей. Отсюда становится главным совершенство, то есть красота, одежда, обилие пищи и питья, богатство, карьера. Все это содержит своим корнем неистребимое желание самосовершенствования, но искажаясь, обретает оно эти уродливые формы. 15 сентября 1989 года. Глаз твой слышу, Господи, хлада тонко, и невема, откуда приходит и камаидит. Отверзи, Христе, спаси слух сердца моего, исподоби сезреть и славу Твою. Настави мя истинную Твоею, и восстави, и спаси мя. 22 сентября 1989 года. Прибрезе стану, Господи, и восплачу, я козрю Тя по иную сторону вод непроходимых. Обрати ко мне очи Твои, спаси мой, и помилуй мя. Не отвечаешь и мне ничесоже, Господи, игда во след вопию Тебе, помази мя, душа моя жестоко печалуется. Обратись же, спаси мой, яка не понесу оставление сего и помилуй мя. Ирмос Первый. Раступившися пучина чермная, ублажив стопы Израиля уничиженного, сомкнувшися же мглою и бурю над головою гордости египетской. Господа прославившего веки, яка истинного судию и избавителя. Получил послушание летописца. Господи, спаси, Матерь Божия заступи, преподобни отча Амвросия сохранимя. Ирмос Четвертый. Мир из небытия воззвавый и персть земную сыном света соделовый, возведи, Господи, Боже мой, в радость душу мою и утверди на камени веры непоколебима. Ирмос Пятый. Плачевную нощую, бездне небесной удивившися, день истлевший пред собою, видя, достигши зари и края солнечного, и паки удивившися неудержимо блистанию пророчествующему. Ирмос Шестый. Повержен на ложе слезное, яка на дно морское, как о восстате мне смертному от места клеветы и презрения. Господи мой, Боже мой, воскреси мя погибающего. Ирмос Седьмый. Вавилонскую печь огненную, яка часть некую пламени беззакония людскага, отрыцы невредимо прошедши, спасение в песнях поющие, спасению в песнях научающие. Боже, Отец наших, благословен еси. Ирмос Восьмый. Не ужаснися, душе моя, не убойся, сердце мое, искушение огненного вы очищение посылаемого, Господом милосердым. Его же страсти помяните, воскресенье воспоите и превозносите во вся веки. Его же отрыцы благословите, священницы воспоите, люди и превозносите во вся веки. Ирмос Третий. Единому дню времена уподобляя, вечности начертания показал еси Господи, тем же во храме вечернем лики составляются, несть свят разве тебе, Господи, взывающие. Ирмос Девятый. Усыновление мое чудное матерью Господне и дерзаю воспевати, но страшуся и трепещуся го, яка при кресте бывшего. Предстани мне, Мати, в позорище и смерти, и утеши сиянием лика причистого твоего. Не раступиси земле подо мною, тьма ночная не поглоти меня. Не падите на главу мою небеса. Господи, потерпи молитву мою, да принесу покаяние тебе, Владыка Вселенной. Четвертое октября 1989 года. Свечою неугасимую слезы теплые на землю искапающие, предстоиши, Богородица Пресветлая, пред Царем Небесным, тем же и мне света твоего и тепла даруй, и умягчи дерзостное сердце мое. Оставив свет истины, незаметно стою во тьме, яка Петр, страха ради, творю огонь мудрования своего, яка до ночи смертной не ужаснуся. Восстани рано, Господи, солнце мое, и оживи мя теплотою духа твоего. Померкло во мне солнце правды, и прииди на мя хлад земный, греюся огнем страстей своих. Во дворех чуждих обретаюсь, окаянный. Взыди, Господи, на небо сердца моего, и день спасения мне возвести. 14 октября 1989 года. Покров. Один Бог да душа. Вот монах. Епископ Феофан. 28 октября 1989 года. Дмитриевская родительская суббота. Кондак, Глаз 2. Чаше Христово испивши, души ваши слезами омылися, плоть ваша страданьми очистилась, в мире быша и мир вас не позна, во своя прииди и свои вас не прияша. Елиться же прияше вы, даде им область чадом Божиим бытии. О, отцы преподобнее, молите Христа Бога, якоже слово ваше вселисье вны, чем же зрете славу вашу, исполненную благодати и истины. Вретище времен воздыханных, им же земле наша одеяся, раздери, Господи, и веселием припояшею, и венцем лета благости твоей я украси. 2 ноября 1989 года. Дело католиков суетиться у подножия истины, указывать людям на красоту ее вершины, умиляться, ломать руки и плакать, не зная внутреннего чувства высоты истины, не представляя себе вида, который открывается с ее вершины. Дело православных – непоколебимо стоять на самой вершине, в этом ощущать всем существом своим необходимость для жизни, незаменимость ничем этого места. Созерцать величие истины, беззаветно хранить ее и не отступать от нее даже до смерти. Легче умствовать, чем молиться или внимать себе. Епископ Феофан. 28 ноября 1989 года. Нам должно совершенствоваться в познании. Но в познании чего? Величие Божие и своих несовершенств и немощей. Мы не можем вместить величие дара, божественной литургии, но мы можем вместить чувство собственного недостоинства, предстоя этому страшному таинству. Так поступают и ангелы. Закрывая лицо свое крылами от света божественной славы, они исповедуют свое недостоинство и несовершенство. Священное молчание, наводимое на ум во время молитвы ощущением величия Божия, вещает о Боге возвышеннее и сильнее всякого слова. Епископ Игнатий. Христос ради послушания пришел в мир. Отец Нектарий. Душа не может примириться с миром и утешается лишь молитвою. Отец Нектарий. Человеку дана жизнь на то, чтобы она ему служила, а не он ей. Епископ Феофан. О молитве. В душе пробудите жажду спасения и уверенность, что кроме Господа неоткуда ожидать нам спасения. Плод молитвы главный. Не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение. Достижение христианского совершенства без стяжания умной молитвы невозможно. Трезвиться – значит не прилагать сердце своего ни к чему, кроме Бога. Самолюбие и есть живущий в нас грех. Страшный змей влагает в нас мудрость побеждать словом тех, кто хочет нас исправить, и от того грех умножается в нас, не имея противоборника себе. Ефрем Сирин. Пятое января 1990 года. Пострик в Ресофор с наречением имени Василия в честь учителя Вселенского, святителя Василия Великого, архиепископа Кисарии Каппадокийской. Примечание. Из воспоминаний иконописца Павла Бусалаева. После пострига мы пришли поздравить отца Василия в его келью. Он предложил нам чаю и тихо сказал. Видел сам не раз постриги и даже слезу пускал. Но это все иное. Он был в особом состоянии благодати и той молчаливой сосредоточенности, когда мы без слов почувствовали, ему нельзя мешать, и быстро молча ушли. Храни зрение больше, нежели чрево. Убойся дурных привычек более, нежели бесов. Исаак Сирин. Келья, пристанище и убежище от мысленных и сердечных бурь. Святитель Игнатий. От ничтожного по наружности обстоятельства может для монаха возникнуть величайшее искушение и самое падение. Молитва есть мать добродетелей. Дерзость есть мать всех страстей, то есть вольность, свобода в обращении. Истинное христианство и истинное монашество заключаются в исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была наружность. Монах тот, кто во всяком месте и деле, во всякое время руководствуется единственно Божиими заповедями и Божиим словом. 9 января 1990 года. Господи, Господи, еще мало потерпи чад наших, святие старцев и пияша. Солнце не помрачить мою, луны кровью не обогри. Содержи, Владыка, силы небесные, покрый землю милостью Твоею, да не ужаснутся звезд падающих и стихий горящих. Ими же обличение в день гнева миру возвестится. Предста царица сыну своему, егда воссташи Господь судите миру, рутся в мольбе простерши заны, як и голубица крыле свои за птенцы своя, и не чесожи глаголище. То к маслезы смиренно имущи, и, о чудо ангелов устрашающее, возмутисье духом вселенной Господь, Бог всеведущий прослезися, силы небесные вспять возвратишися, суд о земле на милость приложися, еще мир миру даровася, як и возвеличим Богородицу причудную. Кому от земных глаголиши Господи, як и прискорбна есть душа Твоя до смерти, кий да поднебесный обымет сие, кое естество человече сие вместит. Но расшири сердца наши Господи, як огредем вслед печали Твоей, ко кресту Твоему и воскресению. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их, и дивился неверию их. Евангелие от Марка, глава шестая, стихи пятый, шестой. Гнев Христа. Первое. Евангелие от Марка, глава третья, стих пятый. И воздрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. А в фарисеях, когда они молчали, на вопрос Христа, должно ли делать добро в субботу. Второе. Евангелие от Марка, глава десятая, стих четырнадцатый. Увидев то, Иисус вознегодовал об учениках, не допускавших ко Христу, приносящих своих детей, чтобы он прикоснулся к ним. Третье. Евангелие от Иоанна, глава вторая, стих пятнадцатый. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, так же и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, и столы их опрокинул. Скорбь Христа. Первое. Евангелие от Иоанна, глава одиннадцатая, стихи с тридцать третьего по тридцать шестой. Воскрешение Лазаря. Иисус, когда увидел ее, Марию, плачущую, и пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. И сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Второе. Евангелие от Иоанна, глава двенадцатая, стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Греки захотели видеть Иисуса. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел с небес глаз, и прославил, и еще прославлю. Третье. Евангелие от Иоанна, глава тринадцатая, стихи двадцатый и двадцать первый. После омовения ног. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Мир, похищая у Бога чин подателя благ, присваивает его горделиво себе, и, наделяя нас ими, как бы милостиво присовокупляет и возлагает на нас заботу об их хранении и страх их потери. Когда же дает Бог, то Он и заботится о даре Своем, и потери Его не возмущает сердец наших. Евангелие от Иоанна, глава четырнадцатая, стих двадцать седьмой. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Четвертое. Евангелие от Матфея, глава двадцать шестая, стих тридцать восьмой. Тогда говорит ему Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Пятое. Евангелие от Луки, глава девятнадцатая, стих сорок первый. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем. Новоначальный инок никак не может применить книги к своему положению, но непременно увлекается направлением книги. Святитель Игнатий. Падший ангел старается и обмануть, и вовлечь в погибель иноков, предлагая им не только грех в разных видах его, но и предлагая несвойственные им возвышеннейшие добродетели, святитель Игнатий. Иметь заповедь и стараться сохранить ее, всем заключается повиновение и память Божия. Ответ семьдесят седьмой. Никакая добродетель не может быть совершенно бессмиренно мудрее. Не приписывай никому то, чего не знаешь о нем достоверно, ибо это погибель душевная. Ответ пятый. Вменять себя ни во что, значит ни с кем не сравнивать себя и не говорить о своем добром деле. Ответ двадцать первый. Если действие не согласно с сознанием, то оно не есть истина, но поругание демонское. Ответ двадцать четвертый. Ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не может обольстить иначе, как только под видом добродетели. Всякий грех происходит или от первое сластолюбие, или от второе сребролюбие, или от третье словолюбие, как и ложь бывает от всех трех причин. Человек лжет, чтобы первое – не укорить себя и не смириться, или для того, чтобы второе – исполнить желание свое, или третье – ради приобретения. Сущность монашеского жительства заключается в том, чтобы исцелить свою поврежденную волю, соединить ее с волею Божию, осветить этим соединением. Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого человека. Опыты жизни не замедлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия. Необходимо благоговеть перед непостижимыми для нас судьбами Божиими во всех попущениях Божиих, как частных, так и общественных, как в гражданских, так и в нравственных и духовных. Отчего дух наш возмущается против судеб и попущений Божиих? От того, что мы не почтили Бога, как Бога. Иные иноки должны сами отыскивать волю Божию в Писании и потому подвергаться частым и продолжительным недоумениям и погрешностям. Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах, советуйся с Евангелием. О скорбях Господь зиждет души верующих в Него скорбями. Всякая скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение. Пачи солнца, возгореся стыд мой предо мною, поникши долу очи мои от блистаний Его, уязвися сердце мое от лучей Его пламенных. Господи, наведи покров Твой облачный на восставшее в памяти нечестие мое и низведи дождь на землю души моей я, да омыет я милостью Твоею и слезами покаянными. Дабы не начать пути благочестия, заповеди Божии называем навязшими в зубах норовоучениями, то есть указываем гордостью на нашу способность к большему, а те требования, которые ведут к совершенству, невыполнимыми установлениями, ссылаясь на нашу слабость. Что за чудо зрю в себе бесплодном? Душа окамененная рассекается, очи пустые слезы источают, себу благодать коснуся души моей я и сотворимя чудом своим, якода имею в себе свидетельство об истине привечной и обличении недостоинства своего. Моисей разделил море. Христос прошел по водам. Моисей испросил манну небесную. Христос насытил пять тысяч питью хлебами. Моисей извел от камня источник. Христос притворил воду в вино. Моисей землетрясение, наказание Дафана и Аверона. Христос укротил бурю. 29 февраля 1990 года. Начало Великого Поста. Слезы бысть питье мне, хлебом же уродися мне дух сокрушения и насытися до пресыщения плоть моя, сею трапезою покаяния. 20 марта 1990 года. Иисусова молитва – это исповедь. Непрестанная Иисусова молитва – это непрестанная исповедь. 23 марта 1990 года. «Всюду зрю Тя, Господи, Боже мой, но не вижу Тя, владыка, в сердце моем затворенном. Что за место сие презренное? Что за темница сия отверженная? Ты же, Господи, тьму адову, облиставший сошествием своим. Сойди во мрачные бездны сердца моего, да не будет местом смертным душа моя, но селением славы и царствия Твоего, Господи. Лучами солнечными начало времен, написавой и луну в знамение ночи утвердивой, сошествием безвременным во гроб времена упразднил, и воскресенье блистанием тьму всяческую потребил, и, Господи, слава Тебе. Как и земля удержит солнце восходящее, как и гроб сокрыет Бога восстающего, кие облака затмят день грядущий, кие печати утаят Христового воскресения, безмолвствуют здесь силы небесные, вничтожив меня и усердие земное. Слава, Господи, воскресению Твоему! 1 апреля 1990 года Иде же течеши ты, Иордане, слез покаянных? Не слышу шума вод Твоих в пустыне души моей я. Посреди гор чеславия моего не вижду Тя. Вышуми, Иордане, гласом велием, да гряду коструем Твоим животворным. За утро умыю слезами лице мое, як ночь опленшимя сном жестоким. Помрачены очи мои, сердце мое окованно. Господи, изведи из темницы сей душу мою, исповедайтесь имени Твоему. Каковы заминую себе по достоянию, разбойником ли, но сей рая достигал иногда. Блудным ли сыном, но сей грехов оставления прият. Аж же кто окаянный, имени неимом по делам моим, но сам Господи нарицы меня, рождая от духа и слез покаянных. Ко стопам припадаю искушенного в пустыне и по морю шествовавшего неврежденно. Господи Боже мой, о благодати безводную душу мою и бурю помышлений моих умери. 8 апреля 1990 года, вербное воскресенье, рукоположение водиакона. При поставлении в очтеца владыка Илиан открыл второе послание апостола Павла к Коринфянам, главу 8 стихи с 16 по 21. 25 апреля 1990 года, преподобного Василия Исповедника. Первый раз служил самостоятельно литургию. Читал Евангелие от Иоанна, главу 5 стихи с 17 по 24. 9 мая 1990 года, священно-мученика Василия. По благословению отца-наместника, после Акафиста Казанской Божией Матери, говорил проповедь. «Впервые в жизни». 6 августа 1990 года. «Дай мне твои слова, Давид, Они сродни душе скорбящей, Так солнца огненного вид Сродни кадильницы горящей. Что взялся инок за стихи, Или тебе псалтири мало, Или евангельской строки Для слез горячих не достало, Или голос тишины ночной Невнятен стал душе смятенной, Или несладок стал покой Молитвы долу преклоненной. Не знаю сам, зачем слова Из сердца вылились стихами». 23 августа 1990 года. Пострик в мантию с наречением имени Василия в честь и память Василия Блаженного, московского чудотворца. 21 ноября 1990 года. Собор Архистратига Божия Михаила И прочих небесных сил бесплотных. Два года отцу Рафаилу. Рукоположение Ваира Монаха. Памятные дни. 17 октября 1988 года. Обретение мощей преподобного Амвросия. Приход в Оптину. 29 апреля 1989 года. Страстная суббота. Мучениц Агапии Ирины Галины. Мученика Леонида. Облачение в подрясник. 5 января 1990 года. Десяти мучеников критских. Пострик в Ресофор. 8 апреля 1990 года. Вербное воскресенье. Собор Архангела Гавриила. Рукоположение Водиакона. 23 августа 1990 года. Мученика Архидиакона Лаврентия. Блаженного Лаврентия Калужского. Пострик в Мантию. 21 ноября 1990 года. Собор Архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Рукоположение Ваира Монаха. Если мы будем изнурять телесные силы по пустой кровяной ревности к телесным подвигам, то ум ослабеет в брани с духами воздушными, падшими ангелами, сверженными с неба. Ум должен будет ради немощи оставить многие сильные, существенно необходимые ему оружия и потерпеть безмерный ущерб. Истинное послушание, послушание Богу, единому Богу, тот, кто не может один, сам собою подчиниться этому послушанию, берет себе в помощники человека, которому послушание Богу более знакомо. А не могут люди с сильными порывами, потому что порывы уносят их. Как подавать советы ближним? Первое. Обращаться с молитвою к Богу, чтобы дал Он нам сказать слово на пользу ближнему. Тем самым беседа очищается от тщеславия. Второе. Говорить с осторожностью, не вдаваясь во многословия, пустых любопытных вопросов не делать. Третье. Если увлечешься и скажешь что-то не по совести, то мысленно укори себя и раскайся пред Богом. Четвертое. По скудости нашего времени мы должны делиться с ближними нашими скудными знаниями. От грехопадений моих бегу не в затвор, не в пустыню, а в самоукорение, в исповедание грехов моих, в раскаяние. Дьявол готов нам предать в десятера здравого смысла и умножить тысячекратно наши практические сведения, лишь бы украсть у нас знания крестные, при коем сможем стать одесную Бога. Может быть, опьянение молитвы, препятствующее познать истинное молитвенное действие. Мнение, упоение души, довольной собою, своими мнимо-сладостными состояниями. Оставляя указанное Богом спасительное покаяние, стремимся к упражнению в мнимых добродетелях, потому что они приятны для чувств. Потом неприметным образом заражаемся мнением и как благодать не спешит увенчать нас, то мы сами сочиняем себе сладостные ощущения. Никак не позволь себе ожидание благодати, стремиться узреть грех твой и возрыдать о нем – это твое дело. Где бы я ни был, в уединении ли, или в обществе человеческом, свет и утешение изливаются в мою душу от креста Христова. Грех, обладающий всем существом моим, не пристает говорить мне – сниди со креста. Увы, схожу с него, думая обрести правду вне креста, и впадаю в душевное бедствие. Волны смущения поглощают меня. Я, сошедший со креста, обретаюсь без Христа. Как помочь бедствию? Молюсь Христу, чтоб возвел меня опять на крест. Молясь и сам стараюсь распяться, как наученный самим опытом, что ни распятый, ни Христов. На крест возводит вера, низводит с него лжеименной разум, исполненный неверия. 2 июня 1991 года. О предстоянии престолу Божию. Первое. От грешников первый есть маз. Умолять Господа о грехах своих и людских. Милости просить. Второе. Себя распинать, в жертву приносить. Страсти, похоти, нечистые помыслы терзают душу, но терпеть надо и совершать дело благочестия, исполняя заповеди Христовые. Действия лукавого направлены на разрушение божественного строя, порядка жизни, то есть на разрушение красоты и премудрости. Потому что божественный строй и иерархия во всем, послушание по любви, это и есть премудрость и красота, совершенство, полнота. Первое. Первое средство разрушения – окрадывание духа, внутреннего, оставляя мертвенность внешнего. Второе. Второе средство – разгорячение духа по страстям, рождающее беспокойство, неустройство, желание изменить внешнее, стремление к мнимому лучшему. Главное – наполнить слова значением, содержанием, то есть чувством духом. Наше дело – внимание посильное, понуждение на молитвенный труд, чистота молитвы, прошение. Божие дело – посылать чувство дух, то есть наполнять слова души сердца, и же везде сый, и вся исполняй. Богатство монаха – утешение, находимое в плаче, и радость от веры, воссеевающей в тайниках ума. Жизнь, то есть все и вся, это милость Божия, любовь Божия, кротость его и смирение. Это все для нас, ради нас. Сокровище монаха – радость, обретаемая в плаче, и вера, хранящаяся в тайниках разума. Исаак Сирин. Трудная, но высокая задача христианина сохранить в себе великое счастье, незлобе и любви. Умереть нынче не мудрено, нынче труднее научиться жить. Патриарх Тихон. Вне церкви можно иметь все, только не спасение. Крест – готовность к благодушному подъятию всякой скорби, посылаемой промыслом Божиим. Пустыня – нерукотворный храм Божий, ибо Господь Вседержитель обитает в ней и агнец. Откровение, глава 21, стих 22. Пустыня не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия освящает ее и светильник ее агнец. Откровение, глава 21, стих 23. Воздух пустыни – океан премудрости Божией. Тишина пустыни – пение ангельское. Небо земное и Иерусалим Вышний, граде Божией, в котором Бог обитает с человеками и отирает сочи их всякую слезу – вот что такое пустыня. Земля пустыни – твердь небесная, ставшая подножием ног наших. Вода пустыни – дух животворящий. Хлеб пустыни – любовь Христова. Если взыщем Бога, то Он явится нам, и если будем удерживать Его в себе, то Он пребудет с нами. Святой Арсений Великий. Доколе возбуждаются и сопровождаются в нас сердечные ощущения движениями крови, да то ли мы чужды духовного действия, истекающего от Бога. Молю вас, да не безвременную любовью меня удержите, оставить и мяснеть, быть и зверем, ими же к Богу достигнуть и возмогу. Пшеница Божия есть, зубами зверей да самлен буду, якода чист хлеб Богу обрящуся. Евангелие – это уста Христовы. Каждое слово Спасителя – это слово любви, смирения, кротости. Этот дух смирения, которым говорит к нам Спаситель, нечасто является нам, потому и Евангелие иногда непонятно, иногда не трогает нас. Но постигается, открывается дух Евангелия крестом Христовым. Если увидим, что где бы ни находился Христос, что бы он ни говорил, он говорит это со креста, тогда открывается нам дух Евангелия, дух смирения, кротости, бесконечной любви Божией к нам грешным. Грех – это разлучение с Богом, исполнение своей воли, отлучение своей воли от воли Божией, непослушание. И как при расставании с любимым человеком горько на душе, так и при разлучении с Богом через исполнение своей воли душа начинает страдать и плакать. Здесь опыт. Тропарь, глаз третий. Яко скимин, рыкая на сердце лукавая, яко агнец незлобивый, взирая на душу кроткую, преподобный отче льве придивный, младенчество во Христе возлюбил глаголя, пою Богу моему, донди же есмь. Тем же моли, милостивого Господа нашего, да подаст и нам область чадами Божиими быти, и спасет души наша. Тропарь, глаз третий. Сердце, исполненное благодати, в ризе смирения и кротости, неизлиянно пронесл еси через все твое иноческое житие, преподобне отче Макарии блаженне. Така жаждущих напоил еси, скорбящих утешил еси, болезнующих исцелил еси. Тем же и спроси у Христа Бога нашего и нам, грешным, росу благодати во спасении душ наших. Тропарь, глаз четвертый. Потаенный, сокровенный сердце человек явился еси в неистлении кротости и красоте молчаливого духа, преподобне отче Моисеи, стадо твое добре упасл еси, на камени веры обитель созидая, на нем же и храм сердца своего устрояя. Тем же моли Христа Бога нашего и нам жить и в дому Господнем и вся дни живота нашего зреть и красоту Господню и посещать и храм святый Его во спасении душ наших. Тропарь, глаз пятый. Неисследимы пути души твоей я, непостижимы тайны сердца твоего, преподобие отче Нектарии, но, яко лучи пресветлые словеса твои, благовествуют нам Царствие Божие, ежи и внутрь себе сокрыл еси. Тем же Христа Бога моли, спасти и просветите души наши. Тропарь, глаз четвертый. Воини доблественные и преизряднейшие, светом откровения, яко Павел озаренный, вся в уме ты Христа ради вменил еси. Иноческим подвигом подвязался еси, течение с кончах и веру соблюдох, вне стана со Христом смерть приял еси. Тем же зовемте, спасай нас молитвами твоими, преподобни в Арсенофии отче наш. Тропарь, глаз вторый. Всем сердцем во Христе возлюбил еси житие скидское и послушание брату богомудрому. Странствуя же от них далече, в терпение стяжал еси душу твою. Тем же упокоить о Бог в дому воздыханий твоих, о крест старца и брата возлюбленного, преподобни отче Антонии, не пристай молитесь о нас, чтущих святую память твою. Тропарь, глаз шестый. Святителю собеседниче достойный, старцу смиренной послушниче, благодати восприемниче и подателю, осветил еси именем Христовом сердце свое, преподобни Анатолии, зерцало духа всесвятаго, моли же знодавца утешителя Христа, да помилует нас грешных и спасет души наша. Тропарь, глаз первый. О, велия твоя купля, преподобни отче Исаакии, село отеческое оставив, покров Божией матери приобрел еси и игуменство скротостью и незлобием обитель заступницы усердной прославляя и украшая, под сенью и я упокоился еси. Тем же моли владычицу нашу Богородицу спасти от смерти души наша. Тропарь, глаз второй. Отрасли святая лозы старческой, простершаяся до севера и моря, плодами исповедничества украшенная и венцем мученичества венчанная, преподобни отче Никони, слава оптины и похвало, упование наше и утверждение, не забудь у богих твоих, призывающих имя твое святое. Тропарь, глаз третий. Яко голубь ною утомленному, так и ты утешителю нам причудной, преподобни отче Анатолии, спасение благовестниче, миром души окрыляющей. Тем же молим тебя и просим земли спасения достигнути сокрушенным душам нашим. Тропарь, глаз второй. Послужив старцу преусердно, облистаем был сиянием славы его и преобразился еси телом и душею, благообразни преподобни отче Иосифе, светильниче присветлый. Тем же череду старчества унаследовав, тайник Божией благодати явился еси. Моли, человека любца Христа и заступницу усердную спастися душам нашим. Исцеление на собор оптинских старцев Уж до чего он оптинских старцев любил, что без слез говорить о них не мог, вспоминает о сыне, мать отца Василия. Задолго до канонизации он написал втайне от всех службу оптинским старцам, предвидя это велие торжество. Старцы Божии из гробов чинно исходят и от сынов своих хвалу принимают. И на торжестве перенесения мощей преподобных оптинских старцев 23 октября 1998 года все так и было. Преподобный Амвросий Оптинский явился воочию одной паломницы и спросил ее, «Ты почему на крестный ход не идешь?» «Батюшка Амвросий, — сказала она, — «Да ведь туда милиция без пропусков не пускает. Пойдем со мной, я тебя проведу». Недоверчивая паломница не пошла за ним, но следила, увидев, как он прошел мимо милиции, а из-за многолюдства пускали действительно по пропускам, и все удивлялись, почему его никто не видит. А к паломнице тут же подошел схиигумен и, повторив слово в слово сказанное преподобным Амвросием, провел ее на крестный ход. 24 октября 1998 года на собор оптинских старцев, на могиле новомученика Василия Оптинского произошло исцеление, знаменующее его участие в торжестве оптинских святых и утверждающее нас в мысли, «Это на земле все раздельно». А в Царстве Небесном – единение в любви. Рассказывает Иннокене Георгия, в ту пору геолог Людмила Васильевна Толстикова. 24 октября 1998 года на собор оптинских старцев я пришла после литургии на могилы новомучеников. Тут подходит паломник, как-то странно и неловко прижимает к себе листки бумаги и просит меня набрать ему в эту бумагу земельку с могил новомучеников. «Разве вы сами не можете?» – удивилась я. Но взглянула на его руки, и мне стало стыдно. Кисти рук были бледно-восковые, как у мертвеца, и он не мог владеть ими. Набираю ему земельки и говорю, «Да вы хоть руки приложите к могилкам». Наклонился он над могилки отца Василия, водит руками по земле. Вдруг засмеялся и показывает мне розовые живые пальцы. «Смотрите», – говорит, – «руки живые, а врачи хотели мне их отнять. У меня даже слезы из глаз брызнули. «Напишите», – говорю, – «о вашем исцелении». А он все шевелит пальцами, смотрит на них, улыбаясь, и говорит, «Лучше вы с моих слов напишите. Вот мой адрес. 249-431, Калужская область, Кировский район, почтовое отделение Малопесочное. Акимов, Алексей Николаевич». Чтобы официально засвидетельствовать свое исцеление, паломник Алексей Акимов после возвращения из Оптины сходил к врачу и прислал в монастырь письмо, со вложенной в него медицинской справкой. Справка. Выдано Акимову Алексею Николаевичу 1962 года рождения. Деревня Малопесочная. В том, что 27 октября 1987 года он перенес перелом энзе левого плеча, открытый перелом обеих костей левого предплечья в энзе, перелом фаланги первого пальца, рваная рана левого плеча, размозженная рана первого пальца левой кисти, травматологический неврит локтевого лучевого нервов с нарушением функции левой руки. На рентгенограмме 27 октября 1987 года оскольчатый перелом энзе левого плеча, оскольчатый перелом обеих костей предплечья энзе слева, отрыв шиловидного отростка локтевой кисти, перелом фаланги первого пальца. 20 ноября 1998 года при осмотре. Функция левой кисти восстановлена. Врач Шилова Алла Григорьевна. Печать поликлиники. Из письма Алексея Николаевича Акимова. Коротко о себе. По профессии я тракторист, семьи нет. А потому я более свободен, чем семейные, и люблю посещать святые места. Как называется моя болезнь, не знаю. Плохое кровообращение в кистях рук. Выражалось это в плохой переносимости холодной погоды и общем плохом самочувствии. Были обескровлены третий и четвертый пальцы обеих рук и выглядели белее бумаги. Началось это омертвение в апреле, а в сентябре болезнь обострилась. В поликлинике Кировского района мне выдали больничный лист, и врач Алла Григорьевна Шилова велела держать руки в тепле. Мне было не совсем удобно надевать перчатки при 15 градусах тепла, но врач настаивала, предупредив, что иначе может начаться гангрена. Алла Григорьевна направила меня на обследование в Калужскую областную больницу. Там мне сделали рентгенограмму, установив при обследовании, что кровообращение в кистях обеих рук крайне низкое. Даже в помещении больницы руки замерзали. Сразу после больницы я приехал в Оптину на праздник преподобного Амбросия, и руки замерзали даже в храме. В Оптиной пустыне я бывал и раньше, но на могилы новомучеников не ходил. 24 октября 1998 года я стал размышлять, что угодники Божии новомученики и романах Василий, инок Трофим, инок Ферапон, святые, и решил набрать земли с их могилок. У могилок была Людмила Васильевна, и я попросил ее набрать мне земли с могил, так как самому мне это было сделать трудно. Увидев мои побелевшие пальцы, Людмила Васильевна предложила помолиться об исцелении новомученику Василию Оптинскому. Я стал молиться и положил руку на могилу отца Василия. Минут через пять кисть руки потеплела, а через десять минут пальцы порозовели, и кровообращение восстановилось. В тот же день я работал в монастыре на послушании, возил на тачке дрова. О своем исцелении я рассказал тогда послушнику Вадиму, ныне и радиакону Тимофею, примечание редактора, и показал имевшееся у меня с собой заключение врачей из Калужской больницы о моем заболевании. Спасибо за все угодникам Божиим! Спасибо за все Господу! 20 ноября 1998 года С чего это попу честь отдают? Он был монахом из Старой Оптиной, сказал об отце Василии иеромонах Даниил. А в старину оптинских монахов отличали прежде всего по одежде, грубые тупоносые оптинские сапоги и дешевая мухояровая ряса. Ряса у отца Василия была выношенная и в заплатах, а его единственной обувью были кирзовые солдатские сапоги. Когда отец Василий служил на подворье в Москве, его не раз пытались переобуть в легкие ботинки, но из этого ничего не вышло. Между тем стояло такое жаркое лето, что на солнцепеке плавился асфальт. Из воспоминаний монахини Ксении Абашкиной. Когда отец Василий пришел в монастырь, то они с отцом Ф. решили подвязаться как древние, имея одну одежду и одни казенные сапоги. Потом у отца Ф. заболели ноги, и он сменил обувь. А отец Василий в великом терпении так и дошел в своих сапогах до райских врат. Помню, в Москве мы поехали с ним освещать квартиру моих родителей. Жара была умопомрачительная, градусов 30. А отец Василий был в шерстяной рясе, в кирзовых сапогах и нес большую сумку. Я спешила, а он меня попросил идти медленнее, сказав, что после службы ноги болят. Как раз перед этим он ездил отпевать старушку, так разложившуюся на жаре за четверо суток, что все избегали подходить к гробу. И вот идем мы с батюшкой по жаре, а навстречу четыре милиционера. Вдруг они разом, как по команде, отдали батюшке честь. Отец Василий удивился, с чего это попу честь отдают. А поразмыслив сказал, они люди служивые, кому как не им понять попов. Простому человеку не прикажешь стоять на жаре рядом с четырехдневным разлагающимся трупом. Еще по дороге нам встретился мой знакомый, ставший после избиения дурачком. А раньше он был кинооператором, имел жену, любовницу, много пил. Блажен, получивший воздаяние на земле, сказал о нем тихо отец Василий, и всю дорогу молча молился по четкам. В квартире родителей обнаружилось, что моя мама без креста. И пока она искала свой крест, отец Василий рассказывал ей, что раньше рабу заковывали на шею кольцо с именем его хозяина. «И вот однажды мы умрем, — говорил он, — и придем на суд к нашему владыке, а Господь спросит, — чьи вы рабы? И тех, у кого есть на себе его знак, призовет к себе, а на других и не взглянет». Молебен по освящению квартиры отец Василий служил так вдохновенно и мощно, что от его пения, казалось, сотрясались все пять этажей нашей хрущобы. Он щедро окропил квартиру святой водой и, остановившись перед чуланом в коридоре, сказал, что бесы особенно любят прятаться по темным углам. «Мы открыли чулан, а отец Василий влез туда, тщательно покропив все углы. Потом вышел на лестничную площадку, сказав, и тут их много, и окропил всю лестницу в подъезде под нами и выше нас. После освящения квартиры дух в доме изменился. Если моя мама до этого нехотя согласилась позвать попа, то теперь она стала ходить в церковь, причащаться, а однажды открыла мне семейную тайну. Оказывается, ее папа, а мой дедушка, был священником, и в годы гонений его убили лишь за то, что он поп. А еще дедушка священник говорил, что мы из рода Говаровых, то есть из рода святителя Феофана Затворника. Ничего этого я не знала, и лишь в 26 лет крестилась в Оптиной вместе с моими детьми. В Оптиной пустыне я сперва по послушанию убиралась в храме, и поневоле обратила внимание, что отец Василий подолгу молится пред мощами преподобного Амвросия и у могил оптинских старцев. Даже если мимо идет по делу, обязательно остановится и помолится. Когда отец Василий служил иеродиаконом, он был радостный и веселый и будто летал по Амвону, а после пострига в мантию он сильно изменился, не поднимал глаз и смотрел уже в землю. Вид был у батюшки строгий, а на деле он был добрый. Помню Великим Постом мы с детьми впали в уныние. Батюшка, говорю, так шоколаду хочется и уже уныние от этих каш. И отец Василий благословил на вкушение шоколада, сказав, что лучше вкушать шоколад самоукорением, чем поститься с ропотом и унынием. По образованию я художник, и в Оптиной меня благословили заниматься иконописью. От прежних времен у меня остались косметические карандаши, но я сомневалась, можно ли их использовать для эскизов к иконам. Один батюшка сказал, что можно, а отец Василий нельзя, пояснив, что икону немыслимо писать без благоговения, даже, казалось бы, в мелочах. Однажды я с возмущением рассказал отцу Василию, что некоторые местные жители плохо относятся к монахам и говорят то-то и то-то. Ах, окаянные, сказал он весело, не ведают, что творят. Он сказал это словами молитвы Господней из креста, но сказал так мягко, чтобы не дать мне повода осудить. Отец Василий спрашиваю, почему к Господу, святым и владыкам, мы обращаемся на ты? Святейший и владыка благослови, а к батюшкам на вы. Они сильные и не повредятся от нашей близости, ответил отец Василий. А мы, попы немощные, и из уважения к нашей немощи к нам надо обращаться на вы. Где-то в Сибири есть безвестная могила шестидесяти восьми иереев, которых рассказывают, расстреливали так. Ставили на край могилы и задавали один вопрос. Ну что, поп, веруешь во Христа? Верую, отвечал тот и падал в могилу расстрелянный. А потом на его место становился следующий, чтобы ответить верую. Иеромонах Василий почитал для себя за честь быть причисленным к этому сословию русских попов, оболганных, оклеветанных, но способных принять смерть за веру свою. Он был одним из тех, кого иные пренебрежительно называют батюшками-требниками. Но с охотой служил требы, крестил, отпивал и ездил причащать болящих и в темницах томящихся. А рассказывает паломник-трудник Сергей Сотниченко. Как-то в Оптиной узнали, что в одной деревне живет парализованная православная подвижница. Иногда к ней заходили соседи, приносили еду, но большей частью она лежала одна, порой в нетопленной избе. И чем она питалась, никто не знал. Рассказывали, что она всегда в радости славит Христа и просит одного причастить ее. Отец Василий тут же вызвался поехать к ней и взял меня с собой. Вошли мы в избу и увидели живые мощи. А подвижница воссияла при виде отца Василия и запела «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Отец Василий исповедал, причастил ее и был в потрясении от этой встречи. «Какая вера! Куда нам до нее?» Отец Василий первым начал ездить в тюрьму города Сухиничи. Однажды он крестил в тюрьме с Иеродиаконом и Леодором сразу сорок человек, а я им помогал. В бане приготовили катки, чтобы крестить полным погружением. Стоят все голенькие, а один человек испуганно спрашивает «Батюшка, разве можно нас крестить? Мы же преступники!» А отец Василий смотрит на них, улыбаясь, и говорит «Вы дети!» И все мы дети нашего небесного отца. И тут все заулыбались, обрадовались, став и вправду похожими на детей. Смотрю на них, огромные амбалы в татуировках, а перед батюшкой чувствуют себя малыми детьми, спрашивая с робостью «Батюшка, а можно?» Рассказывает Иеродиакон Иеродор. Сначала некоторые батюшки не решались ездить в тюрьму, а отец Василий вызвался первым. Приезжали мы в тюрьму сразу после обеда, а уезжали в два часа ночи или же ночевали в тюрьме. Вся тюрьма уже спит, а у отца Василия очередь на исповедь, и разговаривал он с каждым подолгу. Запомнился случай. Храма в тюрьме тогда не было, его построили сами заключенные после убийства отца Василия. А в ту пору крестить приходилось в бане. И вот пришло креститься тридцать девять человек, а сороковой, как нас предупредили, пришел позабавиться. Богохульник был страшный, и на их языке авторитет. Перед крещением отец Василий сказал проповедь. Этот человек очень внимательно слушал ее, а потом спросил, «Батюшка, а мне можно креститься?» И стал поспешно раздеваться. После крещения он подошел к отцу Василию. «Батюшка, я хочу покаяться в моих грехах, можно мне исповедаться?» Исповедовал его отец Василий два часа, а на прощание он попросил батюшку дать ему почитать что-нибудь о Боге. По-моему, отец Василий дал ему книгу отеца Арсений, но точно не помню. В следующий приезд он снова исповедался и попросил отца Василия дать ему молитва слов и научить молиться. А потом он подал прошение тюремному начальству, чтобы его перевели в одиночную камеру. И вот сидел он в одиночке и все время молился. И вдруг в тюрьму пришло постановление, что дело этого человека пересмотрено, срок сокращен, и он подлежит освобождению. Заключенные тогда стали говорить, что, видно, родные заплатили кому надо и ловкого адвоката нашли. Но этот человек отвечал им, «Я даже прошения о пересмотре дела не подавал. Это Бог меня помиловал и освободил». Известно, что во время поездки в город Ерцево Архангельской области отец Василий вел беседы с заключенными в местной тюрьме. А паломница из Ерцево Елена рассказывала, «Все наше Ерцево бывшая зона и на косточках заключенных стоит. В советское время церкви у нас не было и целые поколения уходили из жизни некрещенными и неотпетыми. Было общее потрясение, когда к нам приехали иеромонахи из Оптиной. Люди семьями шли креститься и отпевать давно умерших родных. Креститься приходило по 80-100 человек, и иеромонахи сутками почти без сна крестили и отпевали». Из письма Ерцевской прихожанки Тамары Федоровны Цветковой «Крестил меня иеромонах Филарет, а перед крещением исповедал и наставлял вере иеромонах Василий. Какая же духовная сила была у отца Василия? После крещения все ушли из церкви, а я с места сдвинуться не могу, и вся моя жизнь с того дня переменилась. Я перестал есть мясо, строго соблюдаю посты, ежедневно читаю правила Евангелие, Акафизмы и Акафис на каждый день. Очень люблю читать жития святых, помогаю в церкви. Священника у нас нет, но когда оптинские иеромонахи уехали, мы все равно продолжали ходить ежедневно в нашу любимую церковь и читать там, что можно читать мирянам. Первую неделю Великого Поста прочли покаянный канон Андрея Критского и ежедневно читаем Псалтирь. Но как же мы молим Господа, чтобы послал нам грешным священника? Убийство отца Василия было для меня таким горем, что я тяжело заболела, а потом исцелилась его епитрахилью. Я ведь знала об убийстве заранее. Отец Василий явился мне наяву. Все это я подробно записала в тетрадку, но рассказывать о том не могу, пока не покажу этой записи старцу. Я ведь человек недуховный и в таких вещах не разбираюсь. По просьбе Тамары Федоровны мы передали ее записи старцу, а ерцевские прихожане рассказывали перед убийством отца Василия Тамара Федоровна заболела и все плакала, скорбя о нем. Уезжая из Ерцева, отец Василий забыл здесь свою епитрахиль, и когда с молитвой новомученику Василию Оптинскому епитрахиль возложили на болящую рабу Божию Тамару, произошло исцеление. Позже в Ерцево привезли кассеты с записью проповеди и служб отца Василия. И вот соберутся наши православные, рассказывала ерцевская паломница Елена, положат на аналой как святыню его епитрахиль и плачут, слушая на коленях записи его голоса. Кратким было служение отца Василия в Ерцево, но видно долгая память у любви. Из ерцевских впечатлений. Чтобы дать отдых переутомленным иеромонахам, прихожанин Владимир повез отца Василия и отца Филарета на рыбалку. Отец Филарет сказал, что не умеет ловить рыбу, а отец Василий блаженствуя уплыл на плоту в озеро, взялся за удочку и уснул. Плот унесло далеко по течению, но усталого батюшку не решались будить. Когда же Владимир сварил уху из наловленной им рыбы, отец Василий сказал, как один мужик двух генералов прокормил. В тех или иных выражениях он всегда отзывался о себе как о человеке немощном. Когда же кто-то просил батюшку помолиться о нем, он отвечал, ну какой из меня молитвенник, а вот помянуть помяну. Рассказывает игумен Павел. После рукоположения вееромонаха я служил сорок литургий с отцом Василием на московском подворье и жил в одной келье с ним. Исповеди шли до одиннадцати часов вечера и дольше. И когда к полуночи мы уже без сил возвращались в келью, очень хотелось отдохнуть. Присядем на минутку, а отец Василий уже поднимается, спрашивая, ну что, направила? Спрашивал он это мельком, ничего не навязывая, и тут же уходил молиться. После правила он часов до двух ночи читал молитвы, готовясь к службе, а в четыре утра снова вставал на молитву. Как же тщательно он готовился к службе и как благоговейно служил. Однажды была моя череда крестить, но я смутился вот отчего. Приехала с кинокамерой высокопоставленная чета из мэрии, и женщина не хотела погружаться в воду с головой и портить специально сделанную для съемки красивую прическу. Я не знал, как тут поступить, и отец Василий вызвался меня заменить. Перед крещением он сказал проповедь и сказал ее так, что женщина была растрогана и уже не думала ни о какой прическе. Кстати, я заметил, что отец Василий перед крещением говорил каждый раз новую проповедь. У него не было дежурной заготовки на все случаи жизни. Он говорил, как хотела сказать его душа в этот час и этим конкретным людям. Звонарь Андрей Суслов вспоминает. Многие из нас обращались к отцу Василию с дежурной жалобой, что вот сухость в душе и молитва не идет. А ты встань ночью, отвечал он, урви от сна хоть часок и помолись Господу от души, а не потому, что так положено, и вся сухость увидишь пройдет. Сам отец Василий любил эти ночные молитвы, и видно дал ему Господь за то живую душу и живое слово о Боге. Расскажем наконец об одной из самых трудных треб, когда священнику приходится напутствовать умирающих. Благочинные оптиной пустыни игумен Пафнутий вспоминает. Однажды в два часа позвонили из больницы и попросили прислать священника к умирающему. Я знал, что отец Василий перегружен уже до переутомления, но послать было некого, и я постучал к нему в келью. Вот что меня поразило тогда. Отец Василий будто ждал вызова, был уже одет и мгновенно уехал в больницу со святыми дарами. Умирал Лев Палч Золкин, замечательный мастер, вышивавший редкой красоты иконы, митры, схимы и изготовлявший клобуки для оптинской братьи. Это он сшил клобук для пострига отцу Василию, в нем батюшку и погребли. Когда отец Василий приехал в больницу, Лев Палч был уже без сознания и причастить его не удалось, но всю ночь до последней минуты рядом с ним был и молился иеромонах Василий. Рассказывает вдова Любовь Золкина. У мужа была неизлечимая болезнь крови и он умер совсем молодым. До последнего дня он работал для церкви, а заплатит копейки или совсем не заплатит за все слава Богу. Цену за работу он никогда не запрашивал. Люба говорил, наша церковь сейчас бедная и только восстает из руин, но я-то знала, что работы мужа за большие деньги перекупают иностранцы, а сама порой занимала на хлеб. Он умирал и я понимала, что останусь после его смерти без средств к существованию с малыми детьми на руках. Лёва, говорю, я ведь тоже шью, научи меня шить для церкви. Он помолчал, помолился и ответил, для Бога плохо работать нельзя, а хорошо ты не сможешь. Он был для меня идеалом православного человека и я будто умерла вместе с ним. Окаменела и даже не плакала. Особенно я казнила себя за то, что бросила мужа умирать в одиночестве, уехав в ту ночь из больницы проведать детей. Да что ты, Люба, говорили мне в Оптиной, с ним же отец Василий всю ночь был. Подойди к нему. Но подойти мешало вражье искушение. К сожалению, я поверила тогда наветом, будто отец Василий связан с зарубежниками, а это было неправдой. Но в свое время мы с мужем так обожглись с этими зарубежниками, продававшими за доллары его работы за границу, а он их жертвовал нашим храмом во славу Христа, что я даже близко не желала иметь дело с такими людьми. Только через полгода я подошла к отцу Василию. Батюшка, говорю, я вдова Льва Палча. А он смотрит на меня глазами полными слез и говорит, бедная вы моя. И тут у меня впервые разжался спазм в груди, а отец Василий рассказывал, как в ту ночь приехал в больницу. Там было накурено и дух тяжелый. Но когда он зажег свечи и покодил ладаном, то почувствовал возле Левы свет и благодать. С этого дня я стала ходить к отцу Василию. Жить после смерти мужа было не на что. Друзья предложили мне сдавать квартиру в Москве. Но притил этот бизнес. Сказала об этом отцу Василию, а он говорит, крест нищеты тяжелый крест. Вы сможете его понести? Слава Богу, по молитвам отца Василия все устроилось и мы не знали нужды. А потом подросли дети и я пошла работать в церковь. Куда труднее было выбраться из состояния омертвения. Горе душило порой с такой силой, что нечем было дышать. И я шла тогда из своей деревни десять километров пешком в Оптину, чтобы повидаться с отцом Василием. Молча посмотрим друг другу в глаза. Отец Василий помолится и также молча благословит меня в обратный путь. Слов при этом почему-то не требовалось. Но я чувствовала, как он снимает с меня мое горе. пешком, понимая тогда и теперь, что без отца Василия мне было бы не выстоять. Какой прекрасный и милостивый у нас Господь! Краткой была жизнь иеромонаха Василия. Краткие и обрывочные воспоминания о нем и рассказы о начале монашеского пути перемежаются здесь с рассказами о посмертных чудотворениях. Из письма иеромонаха Даниила «Мне посчастливилось прожить около пяти лет рядом с отцом Василием. Помню, зимой 1988-89 года мы жили вместе в хибарке старца Амвросия. И хотя я был послушником, потом иноком, а он простым паломником, для меня было явным его духовное превосходство. Я не могу назвать себя его другом, хотя он по-дружески относился ко мне, но странно было видеть себя такого земного и осуетившегося рядом с ним. Это был красивый человек во всех отношениях, и я лишь любовался им. Он по-монашески любил уединение, и я видел, как тяжело ему даются частые поездки то в Москву, то в мордено, но он никогда не роптал. Духовно он был выше нас всех, но эта духовность была особенная, очень искренняя и по-детски светлая, без тени ханжества или лжи. Он не был избалован прижизненной похвалой, что, к сожалению, многим вредит. Он был монахом из старой оптиной. Иеродиакон Елиазар пишет в воспоминаниях. Помню, как великим постом 1989 года нас с отцом Василием облачали в первые монашеские одежды, подрясники. Еще запомнилось, как он был письмоводителем в монастырской канцелярии, собранным, немногословным и довольно деловым. Когда отца Василия поставили уставщиком, то с этим послушанием он справлялся безукоризненно. Он прекрасно и, по-моему, наизусть знал службу, действуя четко и собранно. Потом его быстро рукоположили водиакона и следом ваира монаха. Отец Василий был сугубо монашеского устроения и рано вышел из всех компаний с чаепитиями. Но в ту пору я принимал это за надменность и осуждал его. Прости меня, отец Василий, и лишь годы спустя вспоминается, как это надменное лицо озарялось удивительно детской улыбкой. Духовный рост отца Василия был поразительным. Уже с первых служб у престола он многие молитвы знал наизусть, а служил удивительно благоговейно. Лишних слов и движений у него на службе не было, и агничную просфору он разрезал всегда четким уверенным движением. Много раз, когда мы вместе служили в скиту, я замечал, что после службы он около часа оставался в алтаре и весь уходил в переживания прошедшей литургии. А еще он часто служил молебны преподобному Амвросию, сосредоточенно молился и негромко пел. Он был лучшим канонархом оптиной пустыни. Не припомню случая, чтобы отец Василий припирался или отказывался от послушания, а тогда многие отказывались ездить в Шамардино или в Москву. Из других его качеств простота и готовность помочь. Несколько раз в искушении я обращался к отцу Василию, а он всегда старался утешить и давал разумные советы из святых отцов. На службе он весь уходил в молитву и молча тянул четки, никогда не вникая в разговоры, которыми случается болеет братья. К иконам подходил так, сначала постоит в сторонке, помолится, а затем быстро подойдет к иконе, полагая на себя крестное знамение довольно осмысленным движением и задержав на мгновение сложенные пальцы у лба. Запомнился характерный взгляд отца Василия, всегда внутрь себя. Все мы очень любили проповеди отца Василия, а последняя его проповедь поразила меня. Он был охвачен огнем такой великой любви к Богу, что, возможно, помимо воли выкрикнул, какой прекрасный и милостивый у нас Господь. Помню тишину в храме и чувство, что это больше, чем слова. После погребения братья раздавали личные вещи отца Василия, и мне достался его требник, маленький еще царского времени. Я раскрыл его, и первое, что увидел, было последование отпевания усопших в пасхальную седмицу и место «Вечная твоя память достоблажение и преснопамятни братья наш». И я вписал туда имя Василия. Рассказывает шамардинская монахиня Исаакия. В те годы я пела на молебнах в Оптиной и помню первый молебен иеромонаха Василия. Перепутав расписание, я опоздала почти на час. Все давно разошлись, решив, что молебна не будет. И лишь один отец Василий смиренно ждал меня в храме. Свой первый молебен он провел так безукоризненно, будто давно уже служил. А моего чудовищного опоздания он как бы не заметил, он вообще не замечал чужих промахов. Очень смиренный был батюшка. Рассказывает игумен Тихон. Когда я был диаконом, то один раз проспал и опоздал на службу. Между тем диакон должен прийти раньше иеромонахов зажечь лампадки в алтаре и приготовить все к службе. Вхожу в алтарь, а отец Василий лампадки зажигает. Батюшка, говорю, простите, проспал, давайте я зажгу. Прошу вас, отвечает он, не лишайте меня этой радости. Лампадку зажечь. Что он говорил дальше, не помню. Но запомнилось, как он трогательно ободрил меня, когда я переживал из-за своей вины. Помню еще, как кто-то был недоволен, что всю братью посылают на сельхозработы, а отца Василия нет. Я чувствую, что он рожден для крупного послушания, сказал тогда отец-наместник, а для какого, не пойму. Рассказывает игумен Михаил Семенов. Паломником я работал в Оптиной на послушание и жил в одной келье с паломником Г. Великим постом Г тяжело заболел, а отец Василий носил ему обед из братской трапезной и каждый день исповедовал его. Я в таких случаях старался выйти из кельи, но отец Василий деликатно возражал, нет-нет, лучше мы уйдем, чтобы не мешать вам. У Г было тяжелое нервное расстройство, связанное с беснованием, но по молитвам отца Василия произошло исцеление, и я завидовал Г белой завистью, какой же у него хороший духовный отец. Вспоминает Тамара Мушкетова. Жил тогда в Оптиной паломник Митя и рассказывал случай. На последней пассии Великого Поста 1993 года все стояли со свечами, а Мите свечки не досталось. И вот стоит он за спиной отца Василия и думает, видно, я хуже всех, раз мне свечки не досталось. Постоит и опять в унынии думает, все люди как люди, один я без свечи. Тут отец Василий оборачивается к нему и говорит, ну хватит, хватит, возьми мою, и отдал ему свою свечу. Инокиня Ольга пишет. Я готовилась причащаться и спросила отца Василия на литургии, батюшка, вы будете сегодня исповедовать? Нет. А что же мне делать? Смиряться. Но не прошло и пяти минут, как он вышел из алтаря и взял меня на исповедь. Говорил батюшка просто. Однажды рассказал ему, что поленилась прочесть вечернее правило, и было мне зато вражье нападение, а он, ну, теперь поняла. И все-таки главного об отце Василии не расскажешь в словах. Помню, он вышел из храма и неспешно шел по молодой зеленой траве, перебирая четки и весь уйдя в молитву. Я хотела подойти к нему и взять благословение. И вдруг меня остановил, будто страх Божий. Было чувство, что он живет уже в ином мире и идет по земле, не касаясь ее. Рассказывает Алевтина Попова, инженер из Киева. Я мало что знала о Вере, когда начала ездить в Оптину на исповедь к отцу Василию. Но что я понимал тогда? Просто мне очень нравилось, что у меня высоко образованный духовник, который разбирается в современных вопросах и говорит современным языком. А после смерти отца Василия был случай. Сижу на лавочке возле его могилки и читаю, сидя отче наш. Вдруг слышу голос отца Василия встань. Я не обратила на это внимание и продолжала молиться сидя. Но вот что удивительно, никогда после этого я не могла уже читать молитву отче наш сидя. Какая то сила поднимала меня и я вставала. Из воспоминаний Шамардинской инокине Сусанны. После убийства на Пасху некоторые особо выделяли отца Василия, поскольку он иеромонах, а отец Трофим и отец Ферапонт простые иноки. Я сказал об этом своему духовному отцу, а он ответил, нет, это тричисленные мученики, и все трое пострадали за Христа. В ту же ночь отец Василий явился мне во сне одетым, как простой инок, без мантии и иерейского креста, будто желая показать, что он ничем не отличается от убиенных с ним братьев. Разумеется, с нам нельзя доверять, но ведь и в жизни отец Василий был настолько простым и смиренным, что о его духовных дарованиях мало кто знал. Иди ко мне. В Оптину пустынь к отцу Василию ездила болящая паломница Инна, ходившая на костылях. Однажды ноги совсем отказали и Инну принесли в храм на руках. Сидит она в храме, а подойти на исповедь к отцу Василию не может. Вдруг отец Василий оборачивается и говорит «Иди ко мне». И Инна встает и идет. После смерти отца Василия Инна ушла в монастырь и приезжала на могилку отца Василия уже в апостольнике. Раз обличил, то сними. Молодая девушка, окормлявшаяся у отца Василия, одевалась по-монашески, а под черным платком носила золотые серьги. Однажды во сне отец Василий обличил ее за это. Батюшка спрашивала она его потом. «Что же мне делать, если вы во сне обличили меня?» «Раз обличил, то сними», ответил отец Василий, не уточняя, что снять, серьги или черный платок. А вскоре эта девушка сняла с себя все монашеское и по благословению батюшки вышла замуж. Теперь она счастливая многодетная мать. Отец Василий нам все наперед предсказал. На беседе в воскресной школе города Сосинского отец Василий сказал «Мы надеемся на земное и не хотим уповать на Господа, пока нам хорошо. А завтра остановится завод, перестанут платить зарплату, а в квартирах отключат отопление. На что тогда уповать?» После смерти отца Василия завод, кормивший город, почти остановился. Зарплату перестали выдавать, а из-за нехватки топлива в квартирах был такой холод, что люди, как в гражданскую войну, стали мастерить буржуйки. Вот тогда и заговорили в городе, отец Василий нам все наперед предсказал. В это безденежное время в Сосинском открыли храм, осветив его в честь преподобного Серафима Саровского. И сплотились православные, утверждая, что лишь упование на Бога не посрамляет. До смерти. дела заниматься прахом, ответил отец Василий. И вдруг сказал, просияв, если б вы знали, как нас любит Господь. Главное сокрушать идолов в себе. Однажды на беседе в тюрьме города Сухинича заключенные задали отцу Василию вопрос, кто хуже, коммуняки или демоняки, и когда этого идола Ленина из мавзолея уберут. Отец Василий ответил, главное сокрушить идолов в себе, а внешние сами падут. Решито Батюшка, я курю и буду курить. Ну, что мне тебя за это сигаретой убить? Но ведь скорби от курения будут, и курякам стяжать благодать все равно, что решетом воду таскать. Радость в Господе Батюшка, я часто плачу, особенно на молитве, и на душе у меня безрадостно. Начнешь исполнять заповеди и перестанешь плакать, и вдруг откроется какая же радость в Господе. Это превыше всего. Отец Василий, что делать? Все идут в храм, а я в аптеку, то дети болеют, то свекровь. Главное исполнить заповедь любви. Это превыше всего. Рассказывает бухгалтер оптинского подворья в Москве Людмила. В ту пору у нас на подворье была крохотная трапезная в вагончике, где обедали вместе монахи и женщины. Отец Василий по-монашески избегал садиться за стол вместе с женщинами и приходил в трапезную после всех, когда там не было женщин, но и обеда порой уже не было, один хлеб оставался, а ему и хлеба хватало. Однажды я пришла в трапезную после всех, обедаю, а тут входит отец Василий. Батюшка, говорю, мне уйти? Ну зачем же? Это было на преображение и в трапезную принесли большое блюдо с фруктами, но к нашему приходу осталось лишь два персика, один красивый большой и маленький порченый. Я потянулась к маленькому персику, а отец Василий положил передо мной большой. Батюшка, я не возьму, это вам, а он, благословляю съесть за послушание. На подворье мы видели батюшку только в храме. Остальное время он сидел у себя в келье как в затворе и кроме храма никуда не ходил. Он был монах и это чувствовалось. Игумен Феофилак, настоятель Оптинского подворья в Москве вспоминает Отец Василий исповедался ежедневно. Каждая его исповедь была творческой, а помыслы он пожигал уже на уровне прилогов. Из воспоминаний Шамардинской Инокине Сусанны Был Успенский пост 1991 года, когда Отец Василий служил в Шамардино. Я тогда только что поступила в монастырь, работала на послушании в трапезной и беспокоилась, что батюшка не пришел обедать. Шел дождь и часа в три я увидела в окно, как Отец Василий идет под дождем спокойным шагом, прикрывая мантией красную дароносицу на груди. Он ходил в каменку причащать больного. В трапезной батюшка от обеда отказался и попросил кислых ягод. Съел он немного ягод, а на ужин не пришел. На следующий день он опять съел лишь горстку ягод и не ужинал. Лишь на третий день он поел с ягодами немного ржаного хлеба. Помню, я сильно удивилась такому воздержанию. Постом и так пища скудная, а он и этого не ест. У меня тогда была большая ревность по Боге. Как все новоначальные, я хотела поскорее исправиться и достичь чего-то высшего. И вдруг в проповеди перед общей исповедью отец Василий сказал, что нельзя обольщаться и надеяться, будто однажды мы исправимся и станем праведными. Нужно помнить всегда, что мы неисправимы и смиряться с тем, что мы хуже всех. Я вся горела желанием исправиться, а тут неисправимы. Я не соглашалась с этой мыслью отца Василия, пока не поняла. Он говорил о смирении как основе всего. И не дай нам Бог почувствовать себя праведниками. Это фарисейство. После смерти отца Василия я много раз перечитывала его проповедь, опубликованную в газете «Лампада». И не могла понять в ней одно место. Смотреть и видеть Господа, который идет впереди нас с вами и попирает своими причистыми стопами все те скорби, которые враг уготовал нам. Эти скорби уже попраны Христом, они уже им побеждены. Я никак не могла понять, как это? Наши скорби уже попраны и побеждены Господом. Спросить было не у кого, и вдруг вижу во сне живого отца Василия, спрашивая его о непонятном в проповеди, а он объясняет. Оказалось все просто, ведь Господь своей смертью победил грех, даровал нам победу над ним и научил, как противостоять ему. Из воспоминаний монахини Олимпиады Игуменьи Орловского Свято Введенского монастыря «Поломницей я два года работала на послушании в Оптиной. Потом меня благословили на монашество и встал вопрос о выборе монастыря. Возвращайся в Орел к себе на родину», сказал мой духовный отец Схиегумен Ильий. Другой же батюшка сказал, что ты будешь делать в Орле, если у вас нет монастырей? Монах без монастыря как рыба без воды. Просись лучше в крепкий монастырь под опытную Игуменью. Я и сама так хотела и стала умолять батюшку Илья благословить меня в какой-нибудь монастырь с опытной Игуменей. Батюшка колебался, но, уступив моим мольбам, сказал, ну, хорошо, помолись и выбирай. Помню, пришла я тогда в тяжких раздумьях на могилку отца Василия и долго молилась, взывая к новомученику, какой же мой путь? И вдруг слышу голос отца Василия, повторяющий силой, Орел, Орел. Я пешила, так явственно это звучало. Иду скорее к батюшке Илью и говорю, батюшка, что со мной сейчас на могилке отца Василия было? Одно только слово слышу, Орел. Батюшка обрадовался, а я тебе что говорю, вот твой путь, Орел. Так я уехала в Орел. И если до революции в Орловской губернии было множество монастырей, то теперь восстановить наш единственный в те времена монастырь стоило таких скорбей, что не раз слезами умылись. Это ведь лишь на бумаге считается, что гонения на православие кончились, а на деле мы чувствуем их. Иноземным проповедникам в нашем городе сразу дают за мзду помещение и транспорт, а православным чаще дают понять, что мы бесправны на нашей земле. Вот один только случай. Достали мы для ремонта цемент на цементном заводе, а вывезти его не на чем. Полный город машин, а нам ни за деньги, ни без денег машину не дают. Сколько я кабинетов обошла, а везде отказ с улыбкой, да еще такого наговорят. Вернулась я в монастырь уже без сил и прилегла на минутку. Вдруг вижу в тонком сне отец Василий сидит за рулем трактора и очень решительно, как танк, направляет его в ворота цементного завода, а я сижу с ним в кабине и прячусь за его спину. Пусть, батюшка Василий сам все свершит, а то я так устала просить. Сон был кратким, но до того утешительным, что я проснулась с явственным чувством. Сейчас привезем цемент. Выхожу за ворота, поднимаю руку, и первый же грузовик тормозит, а шофер с доброжелательной готовностью едет за цементом. Так мы восстанавливали наш монастырь, не имея ни сил, ни средств, но возложив все упование на Господа и наших скоропомощников, новомучеников оптинских. Из воспоминаний инокини Эннского монастыря. Хочу рассказать о моем исцелении по молитвам оптинских новомучеников от болезни телесной и, что важнее, духовной. Дело было так. Наша иконописная мастерская находилась в доме, где еще жили миряне. Слышимость была отличная. Работать под звуки телевизора я не могла и приноровилась залеплять уши парафином. Через два месяца уши стали побаливать, в голове стоял постоянный шум. А когда на годовщину убиения оптинских братьев мы с сестрами приехали к их могилкам, то у меня началась такая нестерпимая стреляющая боль в ушах, что батюшка благословил меня ехать утром в больницу. На могилках новомучеников в тот день стояли иконки спасителя, было много цветов и иных даров. И вдруг к моей радости мне благословили иконку спасителя с могилы отца Трофима, три цветка с могилы отца Василия, платочек с могилы отца Ферапонта и шерстяные носки с могилы Иеросхимонаха Иоанна. Вернулась я в гостиницу усталая, думая, что мгновенно усну. Но боль в ушах сверлила с такой силой, что не было мочи терпеть. В три часа ночи, совсем измученная, я вспомнила, что у меня с собой святыньки с могил новомучеников. Взмолилась я им и преподобному Амвросию Оптинскому и вдруг увидела, что на столике рядом со мной стоит пузырек со святым маслом от мощей преподобного Амвросия. Отломила я кончики цветов с могилки отца Василия и, окунув их в святое масло, вложила в каждое ухо. Платочек с могилки отца Ферапонта положила на ухо, болевшая особенно сильно, а сверху прикрыла уши носочками с могилки Иеросхимонаха Иоанна. Надела апостольник и удивилась. Боль мгновенно прошла, и я блаженно уснула. Ехать в больницу нужды уже не было, но наутро шоферу надо было заехать в больницу и за послушание батюшки я решила показаться врачу. И тут мне промыли уши, извлекли оттуда немало парафина, а врач сказал, что я лишь чудом не потеряла слух. После этого на меня напал страх перед парафиновыми затычками, и когда нас послали за покупками для иконописной мастерской, я, не спросясь, купила магнитофон, решив, что буду работать в наушниках, слушая православные песнопения. О своей самочинной покупке я сообщила батюшке не на исповеди, а в обычном разговоре. Он сказал, что это воровство, и надо покаяться на первой же исповеди. И тут началось худшее из худшего, упорство в грехе. Я помнила лишь страшную боль в ушах и не хотела каяться. Наступило состояние такого духовного нечувствия, что я уже не считала грех за грех. Пришло время причащаться. Накануне вечером я написала исповедь, хладнокровно решив, что не буду каяться в этом грехе, находя ему множество оправданий. А ночью вижу во сне, будто я снова воптиной, а отец Василий с батюшками в тревоге обсуждают, как же исправить меня. Решили, что будут по очереди исповедать меня в надежде пробудить во мне покаяние. Поисповедовалась я у первого батюшки, но утаила свой грех. Потом меня взял на исповедь отец Василий. Я опять теплохладно перечисляю грехи и не желаю каяться в воровстве. А отец Василий говорит мне сокрушенно, я даже не знаю, чем вам помочь. Сказал он это с такой скорбью, что мне стало стыдно до слез. Раскаяние уже обжигало душу, но тут меня окликнул мой духовный отец и велел идти с ним по делам в скит. Помню, долго мы ходили по делам, а у меня одна мысль и страх, лишь бы успеть покаяться, лишь бы отец Василий не ушел. Возвращаюсь наконец в монастырь и вижу, все батюшки давно разошлись и только отец Василий стоит у аналоя и ждет меня на исповедь. А у меня такая радость успела. Спешу к отцу Василию и просыпаюсь от звона будильника и бегу в храм, чтобы исповедать свой грех. Рассказывает монахиня Нектария Шохина Летом 1993 года я приехала в Оптину пустынь и узнала, что трое моих отцов-наставников так тяжело заболели, что не выходят из келий. Помню, полола я сорняки и вдруг бросила дергать траву и взмолилась. Господи, лучше бы я заболела, чем они. Ты хоть понимаешь, о чем просишь, сказала Иннокене Ефросиния, работавшая рядом со мной. А я лишь жарче, молюсь. Господи, исцели батюшек и даруй их болезни мне. И дано мне было по вере моей. К вечеру я слегла, сердце останавливалось. В легких булькало и хрипело, я вся разбухла и отекла, как при водянке. По образованию я медицинский работник и понимала, что умираю. Тут Иннокене Ефросиния зашла меня навестить, а я протягиваю ей через силу канонный исход души и прошу, читай. Она испугалась, но увидев мое состояние, стала читать. Утром мои разбухшие ноги вставили в чужую огромную обувь и кое-как под руки привели к могилкам новомучеников. С помощью сестер я положила земной поклон и стала молиться. Господи, молитвами новомучеников и аэромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима, исцели меня. Три дня меня готовили к смерти, причащая ежедневно. И три дня через силу с помощью людей я добиралась до могилок новомучеников и молилась им об исцелении. Через три дня выздоровела не только я, но и трое моих отцов-наставников, а я в благодарность за исцеление написала Акафист оптинским новомученикам. Геолог Людмила Васильевна Толстикова, ныне инокене Георгия, пишет «Дивен Бог во святых своих. Для меня трое оптинских новомучеников святые. И хочу рассказать о двух случаях милости Божией, явленной мне грешной через иеромонаха Василия. Был у меня в юности тяжкий грех, со стыдом вспоминаю его и теперь. Но будучи новоначальной, я фактически скрыл этот грех на исповеди, назвав его незначительным уклончивым словом, а это был смертный грех. Шли годы. Я уже пела на клиросе, когда по тяжести в душе догадалась, как давит на меня этот давний неисповеданный грех. Но на исповеди я от стыда не могла ничего выговорить или вдруг забывала его. И вот наступила крещенская ночь 1993 года. Я написала письменную исповедь, решив, во что бы то ни стало покаяться сегодня же. А на всеношной узнаю, что мой батюшка сегодня исповедовать не будет. Гляжу, а к другим батюшкам такие толпы причастников, что уже ясно, на исповедь мне не попасть. Храм был переполнен. Народ теснил меня сзади прямо к аналою отца Василия. Но я была в таком удрученном состоянии, что, повесив голову, двигалась в толпе, не замечая вокруг ничего. И вдруг отец Василия обернулся в мою сторону и, выдернув кивком из толпы, вне очереди взял на исповедь. А я слова не могу вымолвить и лишь молча протягиваю записка была свернута вдвое и что в ней написано отец Василий не знал. Смотрит он на записку в моей руке и говорит изумленно «И это мне? Вам, батюшка?» А он снова восклицает «И это мне? Вам, прочтите!» А он нараспев «И это мне?» Я тогда не знала, что батюшка прозорлив, но точно знала ему открыто мое состояние. Он знает, что в записке даже не читая ее, а я лишь опускаюсь на колени и плачу так сильно, что слезы заливают лицо. И я не понимаю одного, как я теперь взгляну в глаза батюшки, если ему открыта вся моя скверна. И вдруг слышу, как отец Василий благодарит меня за исповедь. Поднимаю глаза и вижу сияющее радостью лицо батюшки. Расскажу о другом случае. Когда по благословению старца я переехала из большого города в Козельск, родные сперва корили меня. Но все было промыслительно. В Козельск я приехала уже больная с опухолью. Лечиться не люблю, но тут по настоянию родных прошла обследование в Москве на УЗИ и врач, установив размеры опухоли, назначил мне курс лечения. Год я добросовестно лечилась, но повторное обследование показало, толку от лечения нет, и я бросила лечиться, возложив все упование на Господа. Теперь я понимаю, что это дерзость, и в моей надежде на чудо была тонкая струнка тщеславия, но тогда я много ездила по монастырям и купалась в святых источниках. Духовная польза была огромной, но моя опухоль как была, так и осталась со мною, давая о себе знать весьма чувствительной болью. В страстную пятницу 93-го года я вернулась из паломничества на свое послушание в Оптиной, а на Пасху было убийство. Помню, я долго шла лесом по следам убийцы, стремясь настигнуть его. Страха за свою жизнь уже не было. Так потрясало это чудовищное злодеяние. По профессии я геолог, и, проработав всю жизнь в мужском коллективе, привыкла держаться, не давая волю слезам. На погребении я не плакала, но невыплаканное горе уже душило меня. Однажды на могилках новомучеников никого не было, и тут, обняв крест на могилке отца Василия, я впервые дала волю слезам. Я ничего не просила, только плакала, горюя о братьях. И вдруг почувствовала такую боль на месте опухоли, что даже присела. Кое-как с передышками добралась до храма, боль была сильной, и мне казалось целебной, из меня будто кто-то извлекал опухоль. Так продолжалось минут пятнадцать, и вдруг я почувствовала, что исцелилась. Во избежание искушений я старалась даже не думать об этом, и просто радовалась состоянию легкости и здоровья. Но видно Господу было угодно засвидетельствовать мое исцеление, ибо вскоре я попала на обследование на УЗИ, и как раз к тому врачу, который нашел у меня опухоль. Доктор был в недоумении. Где же опухоль? Тут, доктор, тут, говорю ему, показывая наболевшее прежде место. Тут только ямка от опухоли, отвечает он. Не поверив, он назначил мне повторное обследование через полгода, еще раз подтвердившее исцеление было полным. Сперва я скрывала свое исцеление, но ведь не ради меня грешной было явлено чудо, а ради прославления оптинских новомучеников. Вот почему я решила засвидетельствовать письменно чудо исцеления, приложив, если потребуются, медицинские документы. Рассказ сотрудника Сретенского монастыря раба Божия Павла. Однажды с Игуменом Ипатием мы долго стояли у могилы отца Василия. Отец Ипатий рассказывал мне о нем и советовал молиться отцу Василию, когда будет нужда в скорой помощи. Прошло немало времени, пока я вспомнил об этом, а вспомнилось так. Возвращались мы из Печор, и наш новенький Зил вдруг сломался. Оказалось, порвался приводной ремень, и при попытке связать его буквально рассыпался в руках. И тут начались наши мытарства. Вблизи никаких населенных пунктов. Останавливаем машины с просьбой помочь, но откуда у легковушки Зиловский ремень? И вот что интересно, много разных машин прошло мимо нас, а Зила ни одного. Просим водителей позвонить в авторемонт, но они так вяло обещают, что видно вряд ли будут звонить. Так прошел не один час. Становилось темно, да еще дождь пошел. Ситуация была до того безвыходной, что я в сердцах пнул по колесу и из меня вырвалось. Ну, отец Василий, помогай, раз отец Ипатия велел молиться тебе. Прости меня, Господи, что так грешно помолился. И вдруг глазам своим не верю. Прямо к нам с пригорка катит зилок. А водитель тормозит, улыбаясь. Что? Загораем, помощь нужна. Я лишь молча показываю обрывки ремня. Шофер смеется, полезай в кузов. Залезаю и вижу, в пустом кузове стоит ящик полный новеньких зиловских ремней. Что со мной было, и так понятно. А шофер нам про запас ремней еще дал. В общем, ехали мы потом и всю дорогу благодарили Господа и нашего скорого помощника отца Василия. Рассказывает рисофорная послушница Любовь. На страстной неделе мне нужно было срочно уехать из Киева в свой монастырь. Деньги у меня были только на плацкартный билет, но дешевых билетов в продаже не было. Стою на вокзале в растерянности, а моя спутница говорит, но ты же так почитаешь отца Василия. Проси его. Только я стала молиться новомученику Василию, как ко мне подходит женщина и просит купите у меня купейный билет по цене плацкартного, а то поезд отходит не успеваю сдать. И я тут же уехала из Киева в купе. Из рассказов Галины Лавровны Безносовой, директора православной гимназии города Козельска. Ехала я на работу, а автобус сломался. Вижу, что опаздываю на занятия и взмолилась о помощи новомученику Василию. Возле меня остановилась машина и довезла до крыльца школы. Но таких случаев множество, ведь когда мы открывали нашу православную гимназию, то каждый шаг или даже шажочек начинался с того, что идешь к мощам преподобного Амвросия и к могиле отца Василия и поклоны с молитвой им кладешь. Православная гимназия начиналась так. В городской школе устроили вечер памяти новомученика Василия. Большинство учащихся были еще неверующими и Галина Лавровна переживала, а придут ли дети. Вот и полагала она земные поклоны с молитвой «Отец Василий, соберите отроков». 120 отроков пришли тогда на вечер, а впечатление от встречи с отцами Оптиной пустыни было таким сильным, что все просили продолжения встреч. Так начался цикл православных вечеров. верующих детей становилось все больше и стала неотложной нужда в гимназии. Дети очень любят свою гимназию. Один маленький мальчик из дальней деревни ходил сюда пешком по два часа в один конец. Галина Лавровна и родители уговаривали его перейти в школу рядом с домом, но мальчик отвечал «Я очень хочу изучать закон Божий». Пятый год работает православная гимназия и пятый год вершится чудо. Нет денег на зарплату учителям и снова Галина Лавровна кладет земные поклоны с молитвой «Отец Василий помогите». Нет дров и средств на завтраки учащимся и опять спешит к могилам новомучеников директор гимназии. Духовник нашей гимназии протеерей Павел рассказывает она даже сказал регентуя «А у нашей Галины Лавровны один глаз «Отец Василий помогите». Но ведь мы действительно живем чудом. Сколько раз уже казалось нет ни копейки и гимназии не выжить. И все-таки мы живем радуемся и растим наших детей в вере молитвами новомучеников иеромонаха Василия и на Каферапонта и на Катрофима. Раскроем же последние страницы дневника иеромонаха Василия. Написанные уже кажутся вне времени без дат. Последние страницы дневника иеромонаха Василия. Сердце обнищавшее лишенное благодати а значит и силы подвластно телу и исполняет его хотение и желание укрепить свое сердце наполнив его благодатью и одолеть подчинить тело сердечным стремлениям и намерениям вот задача поставить сердце во главу сделать его владыкою всего существа и отдать его в подчинение Христу за ту милость и благодать которую Господь и укрепил и обновил это сердце. Царство Божие внутри вас есть погружай ум твой в слова молитвы преподобный Иоанн Лествичник через восхождение погружения ума соединенного с чувством в слово молитвы входим в Царство Небесное которое внутри нас там Царство Духа там наш дом родной в который вселяется смиренная и умеленная душа девясь непрестанной милости Божией покрывающей ее нищету и греховность что легче терпеть голод в желудке или совесть оскверненную чревоугодием что легче терпеть тяготу данного послушания или тяготу совести оскверненной саможелением самолюбием и как следствие отказом от послушания всюду труд всюду терпение всюду тягота жизни но в одном случае помогает Господь а в другом отступает в одном случае иго Господне а в другом иго дьявола Господь не отнял окончательно наказание за грех тягота жизни осталась но жизнь преобразилась в духи дух этот дается несущим иго Христова выбирающим исполнение заповедей божиих а не служение плоти и крови Господи дашь тьми силу избирать во всем иго твое благое странно видеть в себе готовность к совершению любого самого тяжкого греха это бездна это адская пропасть это вечная мука и смерть и вижу и знаю если только буду поставлен в тяжелые условия выбора между верностью Господу и предательством его то буду предателем а значит я и сейчас предатель если в моей воле живет готовность на предательство живу и верность соблюдаю только внешне по милости Божией но Господь видит немощь мою и не попускает обстоятельств и тяготы выше моей меры от тайных моих очисти меня Господи видеть это надо всегда и непрестанно взывать о помощи о помиловании Господи помилуй меня грешного как пленник связан веревками и лишен свободы действия так падший человеческий ум связан мыслями лживыми неправыми и связано человеческое сердце желаниями похотными нечистыми страстными и как пленники бывают с различной степенью свободы действия один заключен в оковы другой в темницу третий в стены тюрьмы так и человеческое сердце и ум бывают с разной степенью истинности в мыслях и чувствах но пленник остается пленником в каком бы из видов заключении он не находился так и падшие умы сердца остаются падшими то есть неистинными о чем бы они не составляли свое мнение в мыслях и чувствах поэтому Господь говорит познайте истину и истина сделает вас свободными а святой апостол где дух господень там свобода всякое понятие слова имеет смысл и сопряженное с этим смыслом чувство отзвук в душе грехом это единство смысла и чувства рассечено и мы не чувствуем того о чем говорим и не понимаем того что чувствуем Господь благодатью своею восстанавливает это единство врачует эту неисцельную рану но все это происходит так как будто мы снова начинаем учиться ходить все ново все необычно все трудно все дается только опытом только им одним иначе как научиться ходить значит все в исполнении заповедей божиих как немощно сердце без благодати божией есть сила физическая которую мы ощущаем в членах наших и если она истощается то мы изнемогаем от усталости но есть сила духовная сила благодати которая укрепляет сердце наше и без нее мы немоществуем то есть бываем склонны ко всякому греху особенно к осуждению раздражению гневу чревоугодию недовольству всеми и всем склонны к ропоту и отчаянию к тщеславию поэтому святой апостол говорит укрепляйте сердца ваши благодатью благодать же подается господом за исполнение его святых заповедей в бане когда моешься помышляй готовлю тело мое к погребению умываю и умощаю его и еще как я очищаю тело свое от грязи так ты господи сердце чисто созижди во мне и дух прав обнови во утробе моей сим победится ублажение своего тела благодать невидимо недомыслимо непостижимо узнаем о ней только по действию которое она производит в уме и в душе по плодам ее плод же духа говорит апостол есть любовь мир долготерпение кротость вера все это не наше но дело благодати если будем видеть постоянно что это не наше то удержим благодать но если что-то присвоим себе то все потеряем когда осуждаешь молиться так ведь это я господи согрешаю меня прости меня помилуй какая сильная мысль говорим мы он сильно переживает мысли и чувства имеют силу имеют силу побеждать подчинять себе наше тело то что имеет силу должно существовать реально если как бы связать соединить воедино мысли и чувства то представится некое духовное единство как я мыслю как как я чувствую это и есть образ моей души видимо душа может принимать тот или иной образ мыслей в зависимости от ее силы что-то принимать что-то отвергать в каком образе в каком одеянии предстанет душа богу необходима одежда покаяния если неправедная жизнь то желание праведной жизни это первая одежда это срачица вспомни монашеский постриг если господь увидит это желание эту едва прикрывающую наготу одежду то по неизреченной своей любви может быть дарует одеяние иное достойное для присутствия на его тайной вечере в царстве небесном если смирение христова воссияет в сердце то жизнь земная для тебя будет раем как это описать невозможно это чувство сердца если оно есть ты знаешь что это оно ты видишь что все вокруг достойнее тебя честнее праведнее смиреннее чище и радостно от того что они не презирают тебя последнего убогого не гнушают сообщением с тобою но разговаривают с тобою как с равным рядом с тобою сидят за столом вместе с тобою ходят в храм и никогда ни делом ни словом ни взглядом не позволяют себе указать на твое недостоинство и нечистоту но терпят тебя рядом с собою покрывают недостатки ошибки грехи милосердствуют и даже иногда просят исполнить какое-либо послушание тем самым оказывая особую честь оказывая внимание и возводя в достоинство слуги и иногда даже друга господи они прощают мне скотство мое и обращаются ко мне с просьбой это ли не радость это ли не рай но все это только помыслы смиренно мудря а само смирение не живет в окаянном сердце моем вижу как должно быть но стяжать этого не могу господи подай мне смирение и кротость твою и наполни ими сердце мое и преисполни дабы не осталось места ни для чего другого но все смирение твое сладчайшее молитва это стена ограждение сердца его покой и мир молитва и сердце должны быть едины слитны между ними не должно быть пустоты если так то все крепко твердо спокойно мирно сердце как бы за крепостной стеною и отражает все нападки врага если же образуется брешь в стене то к сердцу подступают враги тогда боль тягота сердечная надо вытерпеть и господа попросить о помощи своими силами ничего не сделаешь в общем суть вся в том где молитва в сердце или вне его смирение это чувствовать себя хуже всех не думать не понимать а чувствовать всем сердцем это и есть видеть себя смиренным сердце своими очами видит чувства оно их различает как наше зрение различает цвета вот кротость вот милосердие вот гнев вот тоска и так далее отверзаются очи сердечные только благодатью божией это чудо чудо исцеления слепого на реках вавилонских там оседохом и плаках истекают из сердца моего реки вавилонские реки осуждения моих братьев тщеславия реки малодушия боязни и страха перед всяким послушанием реки самоугождение и саможеление реки словолюбия и гнева уныния лености печали реки всякой скверны хулы неверия лукавства нечистоты сижу у сердца моего и плачу о неистощимости этих рек подземные бездны питают реки и реки страстей моих питает бездна греховное сердце моего господи это бездна бездна адова там не на что опереться не на чем успокоиться все крик все мерзость все пустота боже во имя твое спасимя и подашь ми руку якопетрови видишь ли ты что ежедневно прилагаешь грехи ко грехам что каждый день возвращаешься в кал тины своих страстей и пороков видишь ли что всякое дело сделанное тобою обличает тебя твое невежество нечистоту ума и сердца твое несовершенство все твое и дела и мысли и чувства ущербно все с изъяном с примесью порока нечистоты все скудно сиротно видишь ли ты как страсти окружили тебя и играют тобою передавая тебя из рук в руки как они и оставляя тебя на время в покое смеются над тобою и стоя невдалеке наблюдают как ты немощный сам из себя рождаешь тщеславие забвение беспечность смеются потому что от одного их прикосновения весь мир твой и покой твой разрушатся и исчезнут смеются потому что ты их достояние их раб к тому же раб считающий себя свободным это лицезрение раба возомнившего о себе как о господине доставляет им особенное удовольствие видишь ли ты грехоточащее сердце твое как оно клевещет день и ночь на братьев твоих на всех людей на весь мир исцели господи затвори ток нечистоты греха и порока сердце чисто созижди во мне боже и дух прав обнови во утробе моей по делам моим надлежит мне мука вечная но господь тайно поддерживает в душе надежду на милосердие свое иначе жить было бы не в моготу и слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины каждое наставление народу каждое слово господа преисполнено любви любви даже до смерти смерти же крестной оно преисполнено мира кротости и смирения оно божественно полное благодати и истины но видеть это чувствовать осизать сердцем можно только когда сам господь открывает о мудрости и слове божия подавай нам истие тебе причащаться я дышу и это не доставляет мне труда это свойство человеческого существа так и молитва была его свойством до падения теперь же молитва стала трудом понуждением как у больного человека затруднено дыхание возвратить молитву в сердце возвратить сердцу это беструдное дыхание это и есть цель непрестанной молитвы ведь господь ближе к нам чем наше дыхание жизнь в духе это все новое прежнее по виду внешнему но настолько обновленное изнутри что становится воистину новым вода притворенная господом вино не изменила своего внешнего вида но изменила свое внутреннее свойство так и жизнь в духе по виду та же вода а на вкус вино веселящее сердце пимен великий говорил наверное чадо где сатана там и я буду он не только так думал он так чувствовал господь дает видеть свое сердце клевещущее на братью на господа на весь мир день и ночь и тогда видишь всю невозможность исправления себя всю бесконечность своего падения бездну адскую тогда отчетливо сознаешь что где сатана там и ты будешь но это сознание это мысль а у пимена великого это чувство это земля и небо поэтому ты только сетуешь о своей греховности а великий проливает непрестанные слезы душа его чувствует реально адские муки она знает их старец силуан пишет и окаянная моя душа снидет во ад таково было внутреннее умное делание его в борьбе со страстями особенно с гордостью и тщеславием господь дает сойти во ад приковавший зрение твое к видению своего клевещущего сердца и мучиться и опалять себя огнем этой клеветы хранит неврежденным в этом пламени отчаяния вера и утешает тем что господь это видит и милость его всегда готов прийти к нам на помощь но обучает нас терпению где ты был господи вопросил святой антоний великий когда бесы избили его я был здесь и смотрел на тебя но возможно другое возлюбить ближнего как самого себя молиться за него как за самого себя тем самым увидеть что грехи ближнего это твои грехи сойти с ними в ад с этими грехами ради спасения ближнего своего господи ты дал мне любовь и изменил меня всего и я теперь не могу поступать по другому как только идти на муку во спасение ближнего моего я стенаю плачу устрашаюсь но не могу по другому ибо любовь твоя ведет меня и я не хочу разлучаться с нею и в ней обретаю надежду на спасение и не отчаиваюсь до конца видя ее в себе духом святым мы познаем бога это новый неведомый нам орган данный нам господом для познания его любви и его благости это какое-то новое око новое ухо для видения невиданного и для услышания неслыханного это как если бы тебе дали крылья и сказали а теперь ты можешь летать по всей вселенной дух святый это крылья души на этом оборвался дневник иеромонах василия сказавшего однажды в духовной радости я хотел бы умереть на пасху под звон колоколов истина тогда ликует когда за нее умирают говорил исповедник нашего века преподобный севастьян карагандинский а архимандрит иоанн крестьянкин сказал молитесь за монахов они корень нашей жизни и как бы не рубили древо нашей жизни оно даст еще зеленую порсель покажив его животворящий корень и когда на пасху 1993 года ударила секира под корень жизни разом брызнула молодая поросль в монастырь ушло тогда много молодых образованных людей и разошлась по обителям оптинская община мирян уходили молча по одному и прежде чем уйти подолгу стояли и молились у могил новомучеников у господа много святых но эти свои и все в их жизни неузнаваемо то же детство в домах без икон и мучительный поиск бога их жизнь похожа на жизнь многих внешне обычную и вроде устроенную но кровоточивую изнутри вся россия ныне кровоточивая и на нашей многоскорбной державе перепробовавший на себе все учения и лечения от марксизма до мандевиализма похоже сбывается притча о кровоточивой жене много претерпела она от многих врачей истощила все что было у нее и не получила никакой пользы но пришла еще в худшее состояние евангелие от марка глава 5 стих 26 трое оптинских братьев это молодая православная россия и вместе со всеми они вошли однажды в храм но вошли с той огненной верой в господа с какой кровоточивая жена устремилась ко христу уверовав что исцелиться коснувшись его ризы не для того ли господь прославил в чудотворениях трех оптинских новомучеников отдавших жизнь за православную веру чтобы услышала страдающая россия глаз господа нашего иисуса христа дерзает чьи вера твоя спасетя аудиокнига представлена порталом предания ру самым крупным православным мультимедийным архивом в рунете лекции выступления фильмы аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех заходите предания.ру мультимедий отец лекции